Гандхабхакка сутта. К Гандхабхакке. Санюта Никая, 42, 11. Однажды Благословенный пребывал среди малов в малском городе Урувилакапе, и тогда градоначальник Гандхабхака отправился к Благословенному и по прибытии поклонившись ему сел рядом. Затем он обратился к Благословенному. «Было бы хорошо, господин, если бы Благословенный объяснил мне возникновение и окончание страданий. Градоначальник, если бы я объяснил тебе возникновение и окончание страданий по отношению к прошлому, говоря «так было в прошлом», то ты бы засомневался и запутался. «Посему вместо этого я, сидя прямо здесь, объясню тебе возникновение и окончание страданий прямо здесь и сейчас. Слушай внимательно, я буду говорить». «Как скажете, господин, — ответил градоначальник Гандхабхака. Благословенный сказал, — Как ты думаешь, градоначальник, если какие-то люди в Урувилакапе, из-за которых ты бы опечалился, заплакал, болезненно запереживал, забеспокоился и впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили?» «Да, господин, есть люди в Урувилакапе, из-за которых я бы опечалился, заплакал, болезненно запереживал, забеспокоился и впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили?» «А если какие-то люди в Урувилакапе, из-за которых ты бы не опечалился, не заплакал, болезненно запереживал, не забеспокоился и не впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили?» «Да, господин, есть люди в Урувилакапе, из-за которых я бы не опечалился, не заплакал, болезненно не запереживал, не забеспокоился и не впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили?» «Так почему? В чем причина того, что убийство, заточение, штраф или осуждение одних людей в Урувилакапе, причинили бы тебе печаль, стинание, боль, беспокойство и отчаяние, тогда как убийство, заточение, штраф или осуждение других людей в Урувилакапе, не причинили бы тебе печали, стинание, боли, беспокойство и отчаяние?» А те люди в урове лакаппе, убийство, заточение, штраф или осуждение которых доставили бы мне печаль, стинание, боль, беспокойство и отчаяние, это те, кому я питаю влечение и приязнь. А те люди в урове лакаппе, убийство, заточение, штраф или осуждение которых не доставили бы мне печали, стинание, боли, беспокойство и отчаяние, это те, которым у меня нет влечения и приязни. И теперь, градоначальник, то, что ты сейчас осознал, понял, постиг прямо сейчас, в настоящем, вне зависимости от времени, то это же самое ты можешь соотнести с прошлым и будущим. Любое возникающее страдание, возникшее во мне в прошлом, имеет желание в качестве причины, желание в качестве корня, поскольку желание есть причина страдания. И любое возникающее страдание, что возникнет во мне в будущем, имеет желание в качестве причины, желание в качестве корня, поскольку желание есть причина страдания. Поразительно, господин! Изумительно! Как ловко благословенно изложил это! У меня есть сын, господин, по имени Чараваси, который очень далеко живет от меня. Когда я просыпаюсь утром, я отправляю посыльного, говоря ему, иди и узнай, как там Чараваси. И покуда не вернется посыльный, я прямо вне себя, думая, надеюсь, Чараваси не заболел. Теперь, градоначальник, как ты думаешь, если Чараваси убьют или заключат в темницу, а штрафуют или осудят, будешь ли ты печалиться, плакать, болезненно переживать, беспокоиться и впадать в отчаяние? Господин, если моего сына Чараваси убьют или заключат в темницу, а штрафуют или осудят, вся моя жизнь перевернется. Как же мне не испытывать печали? Стенание, боли, беспокойство и отчаяние. Таким образом, градоначальник, благодаря этому разумению, можно осознать, как появляясь, возникает страдание. Желание – это источник страдания. Желание – его корень, поскольку желание есть причина страдания. Теперь, как ты думаешь, градоначальник, прежде, чем ты увидел или услышал о матери Чараваси, испытывал ли ты к ней желание, страсть или любовь? Нет, господин. А после того, как ты увидел или услышал о матери Чараваси, испытывал ли ты к ней желание, страсть или любовь? Да, господин. Как ты думаешь, если мать Чараваси убьют или заключат в темницу, а штрафуют или осудят, будешь ли ты печалиться, плакать, болезненно переживать, беспокоиться и впадать в отчаяние? Господин, если мать Чараваси убьют или заключат в темницу, а штрафуют или осудят, вся моя жизнь перевернется, как же мне не испытывать печали, стенания, боли, беспокойства и отчаяния? Таким образом, градоначальник, благодаря этому разумению можно осознать, как, появляясь, возникает страдание. Желание – это источник страдания. Желание – его корень, поскольку желание есть причина страдания. Санью Таникая, 36, 4. Патала сутта, бездонная пучина. Благословенный сказал, монахи, необученный, заурядный человек заявляет, в Великом океане есть бездонная пучина. Он заявляет о том, что нереально и чего не существует. Это монахи скорее обозначение болезненных телесных чувств, то есть бездонная пучина. Когда необученный, заурядный человек встречается с болезненным телесным чувством, он печалится, горюет и плачет. Он рыдает, бьет себя в грудь, становится обезумевшим. Это называется необученным, заурядным человеком, который не вознесся над бездонной пучиной, который не обрел опоры под ногами. И далее он добавил. Кто вынести не может, возникших ощущений боли, телесных чувств, сосущих жизни соки. Тот, кто трепещет, как они возникнут, хилый немощный слабак, что громко стонет и вопит, тот не вознесся над бездонной пучиной, опоры под ногами не обрел. Рахагатта-сутта Одинокий Говорил благословенный, но он также сказал, все, что чувствуется, подвержено страдательности. В связи с чем благословенный сказал, все, что чувствуется, подвержено страдательности? Превосходно, монах, превосходно. О трех чувствах я говорил. О приятном чувстве. О болезненном чувстве. И о чувстве, которое неприятно, не болезненно. Об этих трех чувствах я говорил. Но также я сказал, все, что чувствуется, подвержено страдательности. Так я сказал просто в связи с формациями, природа которых заканчивается, природа которых спадать, природа которых прекращаться, природа которых изменяться. И я также учил пошаговому прекращению формаций. Когда достигается первая джана, то прекращается внутренняя речь. Когда достигается вторая джана, то прекращается направление ума на объект и удержание ума на объекте. Когда достигается третья джана, то прекращается восторг. Когда достигается четвертая джана, то прекращается дыхание. Когда достигается основа бесконечного пространства, то прекращается восприятие форм. Когда достигается основа бесконечного сознания, то прекращается основа бесконечного пространства. Когда достигается основа отсутствия всего, то прекращается основа бесконечного сознания. Когда достигается основа невосприятия, ни невосприятия, то прекращается опора отсутствия всего. Когда достигается прекращение восприятия и чувствования, то восприятия и чувствования прекращаются. Когда закончились загрязнения в уме монаха, жажда прекратилась, отвращение прекратилось, невежество прекратилось, затем монах. Я также учил пошаговому успокоению формации. Когда достигается первая джана, то успокаивается внутренняя речь. Когда достигается вторая джана, то успокаивается направление ума и удержание ума. Когда достигается третья джана, то успокаивается восторг. Когда достигается четвертая джана, то успокаивается дыхание. Когда успокаивается основа бесконечного пространства, то успокаивается восприятие форм. Когда достигается основа бесконечного сознания, то успокаивается основа бесконечного пространства. Когда достигается основа отсутствия всего, то успокаивается основа бесконечного сознания. Когда достигается основа ни восприятия, ни невосприятия, то успокаивается опора отсутствия всего. Когда достигается прекращение восприятия и чувствования, то восприятие и чувствование успокаиваются. Когда закончились загрязнения в уме монаха, жажда успокоена, отвращение успокоено, невежество успокоено. Есть вот эти шесть затиханий. Когда достигается первая джана, то затихает внутренняя речь. Когда достигается вторая джана, то затихают направления ума и удержания ума. Когда достигается третья джана, то затихает восторг. Когда достигается четвертая джана, то затихает дыхание. Когда достигается основа бесконечного пространства, то затихает восприятие форм. Когда достигается основа бесконечного сознания, то затихает основа бесконечного пространства. Когда достигается основа отсутствия всего, то затихает основа бесконечного сознания. Когда достигается основа ни восприятия, ни невосприятия, то затихает опора отсутствия всего. Когда достигается прекращение восприятия и чувствования, то восприятие и чувствование затихают. Когда закончились загрязнения в уме монаха, жажда затихла, отвращение затихло, невежество затихло. Сивака сутта. К Сиваке. Сань Ютаникая, 36.21. Однажды Благословенный пребывал рядом с Раджагаей, в монастыре Бамбуковой рощи, в Беличем святилище. Там странник Малия Сивака отправился к Благословенному и по прибытии обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом, а затем обратился к Благословенному. Учитель Гатама. Есть некоторые жрецы и отшельники, которые имеют следующее воззрение. Чтобы человек не испытывал удовольствие, боль или неудовольствие, не боль, все это полностью обусловлено тем, что было сделано им прежде. Что учитель Гатама скажет на это? Бывает так, что некоторые чувства возникают из-за желчи. Ты и сам должен знать, как некоторые чувства возникают из-за желчи. Даже в миру соглашаются с тем, что некоторые чувства возникают из-за желчи. Поэтому те жрецы и отшельники, которые имеют воззрение, что бы человек не испытывал удовольствие, боль или неудовольствие, не боль, все это полностью обусловлено тем, что было сделано им прежде, упускают то, что они знают сами, упускают то, с чем соглашаются в миру. Поэтому я говорю, что такие жрецы и отшельники ошибаются. Бывает так, что некоторые чувства возникают из-за слизи, из-за внутренних ветров, из-за комбинации телесных жидкостей, из-за перемены времен года, из-за неаккуратного ухода за телом, из-за жестокого обращения, из-за результата каммы. Ты сам должен знать, как некоторые чувства возникают из-за результата каммы. Даже в миру соглашаются с тем, что некоторые чувства возникают из-за результата каммы. Поэтому те жрецы и отшельники, которые имеют воззрение, чтобы человек не испытывал удовольствие, боль или неудовольствие, не боль, все это полностью обусловлено тем, что было сделано им прежде, упускают то, что они знают сами, упускают то, с чем соглашаются в миру. Поэтому я говорю, что такие жрецы и отшельники ошибаются. Когда так было сказано, странник Малия-Сивака обратился к благословенному. Великолепно, господин, великолепно! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто? Раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся. Внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть. Точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в благословенном, прибежище в Дхамме и прибежище в Сангхе монахов. Пусть благословенный помнит меня, как мирского последователя, принявшего в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь. Желчь, слизь, ветра, комбинации, время года, неухоженность, жестокое обращение и результат Каммы, как восьмая причина. Пояснение к сути. Бывает так, что некоторые чувства возникают из-за желчи. Например, боли и болезни, связанные с нарушением работоспособности желчного пузыря. Желчь, слизь, ветра, комбинации, время года, неухоженность, жестокое обращение и результат Каммы, как восьмая причина. Данное окончание, похоже, было добавлено составителями канона для более легкого запоминания. Дукха-сутта. Страдание. Санью-Таникая, 38-14. Однажды достопочтенный Сарипутта пребывал в Магадхе, в деревне Налака. И тогда странник Джамбук-Хадика отправился к нему и по прибытии обменялся с ним вежливыми приветствиями. Затем он сел рядом и обратился к достопочтимому Сарипутте. Страдание, страдание, так говорят друг Сарипутта, о каком страдании так говорят? Есть эти три формы страдательности, мой друг. Страдательность боли, страдательность составного и страдательность изменения. Таковы три формы страдательности. Но есть ли путь, есть ли практика для того, чтобы полностью постичь эти формы страдательности? Да, существует путь, существует практика для того, чтобы полностью постичь эти формы страдательности. И каков же этот путь? Какова практика для того, чтобы полностью постичь эти формы страдательности? Именно этот самый благородный восьмеричный путь – правильные воззрения, правильная решимость, правильная речь, правильные действия, правильный образ жизни, правильное усилие, правильная внимательность и правильное сосредоточение – таков путь, такова практика для того, чтобы полностью постичь эти формы страдательности. Это хороший путь, друг мой, хорошая практика для полного постижения этих форм страдательности, достаточной для осознанности. Самадхи сутта, сосредоточение, СН 36.1. Благословенный сказал, монахи, есть эти три чувства. Какие три? Приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Таковы три чувства. И далее он добавил, последователь Будды, осознанный, сосредоточенный и ясно познающий, он понимает чувства, и полное их прекращение, и путь, ведущий к разрушению их. С распадом чувств монах не голоден и полностью угас. Сукха сутта, приятный. СН 36.2. Благословенный сказал, монахи, есть эти три чувства. Какие три? Приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Таковы три чувства. И далее он добавил, мучительные и приятные, а также нейтральные, и те что внешне, те что изнутри, какими бы ни были все эти чувства, он знает, все это страдание, подверженное разрушению, распаду. Коснувшись их, увидев их распад, теряет всякую он страсть к ним. Пахана сутта, отбрасывание. СН 36.3. Благословенный сказал, монахи, есть эти три чувства. Какие три? Приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Таковы три чувства. Скрытую склонность к страсти следует отбросить в отношении приятного чувства. Скрытую склонность к отвращению следует отбросить в отношении болезненного чувства. Скрытую склонность к невежеству следует отбросить в отношении неприятного и неболезненного чувства. Когда, монахи, монах отбросил скрытую склонность к страсти в отношении приятного чувства, скрытую склонность к отвращению в отношении болезненного чувства, скрытую склонность к невежеству в отношении неприятного и неболезненного чувства, то такой зовется монахом без скрытых склонностей, который видит правильно. Он отрезал жажду, разорвал путы, и, полностью пробившись сквозь самомнение, он положил конец страданиям. И далее он добавил, переживая удовольствие, если не понимая чувства он, то склонность к страсти выплывает, в том, кто не видит метода спасения. Переживая неприятные, то склонность к отвращению выплывает, мудрый провидец научил, по отношению к этому покою, чувству, лишенному приятности и боли, что даже если ищешь в этом наслаждение, то все равно ты не лишен страданий. Но вот старательный монах не избегает бдительного постижения, и этот мудрый полностью постигнет чувства во всей их полноте. И полностью поняв все чувства, он не запятнан в этой самой жизни. И пребывающего с Тхаммой, после распада тела, владеющего знанием не распознать нигде. Патала сутта «Бездонная пучина» СН 36.4 Благословенный сказал, монахи, необученный заурядный человек заявляет, в Великом океане есть бездонная пучина. Он заявляет о том, что нереально и чего не существует. Это, монахи, скорее, обозначение болезненных телесных чувств, то есть бездонная пучина. Когда необученный заурядный человек встречается с болезненным телесным чувством, он печалится, горюет и плачет. Он рыдает, бьет себя в грудь, становится обезумевшим. Такой зовется необученным заурядным человеком, который не вознесся над бездонной пучиной, который не обрел опоры под ногами. Но, монахи, когда обученный ученик благородных встречается с болезненным телесным чувством, он не печалится, не горюет и не плачет. Он не рыдает, не бьет себя в грудь, не становится обезумевшим. Такой зовется обученным учеником благородных, который вознесся над бездонной пучиной, который обрел опору под ногами. И далее он добавил, кто вынести не может возникших ощущений боли, телесных чувств, сосущих в жизни соки, тот, кто трепещет, как они возникнут, хилый и немощный слабак, что громко стонет и вопит, тот не вознесся над бездонной пучиной, опоры под ногами не обрел. Но тот, кто стойко в этом испытании, кто не трепещет, как они возникнут, такой и вознесся над бездонной пучиной, опору под ногами он обрел. Даттхабба сутта, следует видеть. СН 36.5 Благословенный сказал, монахи, есть эти три чувства. Какие три? Приятные чувства, болезненные чувства, неприятные и неболезненные чувства. Приятные чувства, монахи, следует видеть как болезненные. 1. Болезненные чувства следует видеть как отравленный дротик. Неприятные и неболезненные чувства следует видеть как непостоянные. Когда, монахи, монах увидел приятное чувство как болезненное, болезненное чувство как дротик, неприятное и неболезненное чувство как непостоянное, то он зовется монахом, который видит правильно. Он отрезал жажду, разорвал путы, и, полностью пробившись сквозь самомнение, он положил конец страданиям. И далее он добавил, тот, кто приятное увидел как болезненное, болезненное распознал как дротик, непостоянное увидел в мирном чувстве, что неприятно, неболезненно, такой монах все видит правильно, он полностью познал все чувства. И полностью поняв все чувства, он не запятнан в этой самой жизни. И пребывающего с Дхаммой, после распада тела, владеющего знанием не распознать нигде. Один, согласно комментарию, оно таково, поскольку оно изменяется. Сала сутта, дротик. СН 36.6. Благословенный сказал, монахи, необученный заурядный человек испытывает приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Обученный ученик благородных тоже испытывает приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Так в чем же, монахи, разница, в чем несоответствие, в чем отличие между обученным учеником благородных и необученным заурядным человеком? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Тогда слушайте внимательно, монахи. Я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, монахи, когда необученный заурядный человек встречается с болезненным телесным чувством, он печалится, горюет и плачет. Он рыдает, бьет себя в грудь, становится обезумевшим. Он испытывает два чувства, телесное и умственное. Представьте, как если бы человека пронзили бы дротиком, а затем его тут же вслед пронзили бы вторым дротиком, так что этот человек ощутил бы чувства, вызванные ударом двух дротиков. Точно так же, когда необученный заурядный человек встречается с болезненным телесным чувством, он печалится, горюет и плачет. Он рыдает, бьет себя в грудь, становится обезумевшим. Он испытывает два чувства, телесное и умственное. Встречаясь с этим же самым болезненным чувством, он питает к нему отвращение. Когда он питает отвращение к болезненному чувству, то в этой ситуации за этим стоит скрытая склонность к отвращению в отношении болезненного чувства. Встречаясь с болезненным чувством, он ищет наслаждение в чувственных удовольствиях. И почему? Потому что необученный заурядный человек не знает какого-либо спасения от болезненного чувства, кроме как чувственного удовольствия. Когда он ищет наслаждение в чувственных удовольствиях, то в этой ситуации за этим стоит скрытая склонность к страсти в отношении приятного чувства. Он не понимает в соответствии с действительностью происхождения и исчезновения, удовольствия, опасности и спасения в отношении этих чувств. Когда он не понимает этих вещей, то в этой ситуации за этим стоит скрытая склонность к невежеству в отношении неприятного и неболезненного чувства. 1. Если он ощущает приятное чувство, он ощущает его, прицепившись к нему. Если он ощущает болезненное чувство, он ощущает его, прицепившись. Если он ощущает неприятное и неболезненное чувство, он ощущает его, прицепившись. Таков, монахи, не обученный заурядный человек, который прицепился к рождению, старению и смерти, который прицепился к печали, стенанию, боли, горе и отчаянию, который прицепился к страданиям, я говорю вам. Монахи, когда обученный ученик благородных встречается с болезненным телесным чувством, он не печалится, не горюет и не плачет. Он не рыдает, не бьет себя в грудь, не становится обезумевшим. 2. Он ощущает только одно чувство, телесное, но не умственное. Представьте, как если бы человека пронзили бы дротиком, но тут же вслед не пронзили бы вторым дротиком, так что этот человек ощутил бы чувство, вызванное ударом только одного дротика. Точно так же, когда обученный ученик благородных встречается с болезненным телесным чувством, он не печалится, не горюет и не плачет. Он не рыдает, не бьет себя в грудь, не становится обезумевшим. Он ощущает только одно чувство, телесное, но не умственное. Встречаясь с этим же самым болезненным чувством, он не питает к нему отвращения. Так как он не питает отвращения к болезненному чувству, то в этой ситуации за этим не стоит скрытой склонности к отвращению в отношении болезненного чувства. Встречаясь с болезненным чувством, он не ищет наслаждения в чувственных удовольствиях. И почему? Потому что обученный ученик благородных знает спасение от болезненного чувства, от личного и от чувственного удовольствия. Поскольку он не ищет наслаждения в чувственных удовольствиях, то в этой ситуации за этим не стоит скрытой склонности к страсти в отношении приятного чувства. Он понимает в соответствии с действительностью происхождения исчезновения, привлекательность, опасность и спасение в отношении этих чувств. Поскольку он понимает эти вещи, то в этой ситуации за этим не стоит скрытой склонности к невежеству в отношении неприятного и болезненного чувства. Если он ощущает приятное чувство, он ощущает его, отсоединившись от него. Если он ощущает болезненное чувство, он ощущает его, отсоединившись. Если он ощущает неприятное и неболезненное чувство, он ощущает его, отсоединившись. Таков, монахи, обученный ученик благородных, который отсоединился от рождения, старения и смерти, который отсоединился от печали, стенания, боли, горя и отчаяния, который отсоединился от страданий, я говорю вам. И далее он добавил, мудрец, обученный, не ощущает приятного, болезненного умственного чувства. В этом его великое отличие от заурядного простолюдина. В обученном, постигшем Дхамму, кто ясно видит этот мир и следующий, желанный не провоцирует сознание, а к нежеланному нет отвращения у него. Влечение отторжения в нем больше не найти, ведь погасил обоих он, конец им положил. Познав чистейшие и беспечальные, преодолев существование, он понимает правильно. Один, примечание переводчика СВ, здесь имеется в виду, что не обученный заурядный человек не знает, что подлинным способом спасения от всех видов чувств является понимание четырех благородных истин исследований по благородному восьмеричному пути, то есть, другими словами, требуется по мере буддийской практики осознанности устранять жажду, влечение и цепляние к трем видам чувств. Именно устранение этой жажды и цепляние к чувствам является правильным способом спасения от этих чувств. Не обученный заурядный человек этого не понимает и пытается избежать всех чувств лишь одним единственным, неправильным, невежественным способом, то есть найти для себя приятное чувство и прицепиться к нему как к спасительному средству от страданий. Смотри также СН 36.15, где это отчасти разъясняется. 2. Согласно комментарию, здесь речь идет о бараханте, хотя, как замечает достопочтенный Пхикху Бодхе, здесь также уместно говорить о невозвращающемся, который искоренил отвращений. Патха Магелания Сутта, хижина для больных 1. СН 36.7. Однажды Благословенный пребывал в Весале в Великом лесу в павильоне со строконечной крышей. И тогда, вечером, Благословенный вышел из затворничества и отправился в хижину для больных монахов, где сел на подготовленное сидение и обратился к монахам так, «Монахи, монах во время ожидания должен пребывать осознанным и бдительным. Таково наше наставление вам». И как, монахи, монах пребывает осознанным? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Вот таким образом монах пребывает осознанным. И каким образом, монахи, монах бдителен? Вот, монахи, когда монах идет вперед и возвращается, он действует с бдительностью. Когда смотрит вперед и смотрит в сторону, когда сгибает и разгибает свои члены, когда несет одеяние и верхнее одеяние, свою чашу, когда ест, пьет, жует, пробует на вкус, когда мочится и испражняется, когда идет, стоит, сидит, засыпает, просыпается, разговаривает и молчит, он действует с бдительностью. Вот как монах бдителен. Монах во время ожидания должен пребывать осознанным и бдительным. Таково наше наставление вам. Монахи, когда монах пребывает таким образом, будучи осознанным, бдительным, прилежным, старательным и решительным, то, если в нем возникает приятное чувство, он понимает так, вот вам не возникло приятное чувство. Оно обусловлено, а не не обусловлено. Обусловлено чем? Обусловлено этим самым телом. Но это тело непостоянно, обусловлено, возникло зависимо. Поэтому, когда приятное чувство возникло в зависимости от тела, которое непостоянно, обусловлено, возникло зависимо, то как может оно, то есть, чувство, быть постоянным? Он пребывает в созерцании непостоянства в теле и непостоянства в приятном чувстве. Он пребывает в созерцании угасания, в созерцании исчезновения, в созерцании прекращения, в созерцании оставления. По мере того, как он пребывает так, скрытая склонность к страсти в отношении этого тела и в отношении приятного чувства в нем отбрасывается. Монахи, когда монах пребывает таким образом, будучи осознанным, бдительным, прилежным, старательным и решительным, то если в нем возникает болезненное чувство, он понимает так, вот вам не возникло болезненное чувство. Оно обусловлено, а не не обусловлено. Обусловлено чем? Обусловлено этим самым телом. Но это тело непостоянно, обусловлено, возникло зависимо. Поэтому, когда болезненное чувство возникло в зависимости от тела, которое непостоянно, обусловлено, возникло зависимо, то как может оно быть постоянным? Он пребывает в созерцании непостоянства в теле и непостоянства в болезненном чувстве, он пребывает в созерцании угасания, в созерцании исчезновения, в созерцании прекращения, в созерцании оставления. По мере того, как он пребывает так, скрытая склонность к отвращению в отношении этого тела и в отношении болезненного чувства в нем отбрасывается. Монахи, когда монах пребывает таким образом, будучи осознанным, бдительным, прилежным, старательным и решительным, то, если в нем возникает неприятное и неболезненное чувство, он понимает так, вот во мне возникло неприятное и неболезненное чувство. Оно обусловлено, а не не обусловлено. Обусловлено чем? Обусловлено этим самым телом. Но это тело непостоянно, обусловлено, возникло зависимо. Поэтому, когда неприятное и неболезненное чувство возникло в зависимости от тела, которое непостоянно, обусловлено, возникло зависимо, то как может оно быть постоянным? Он пребывает в созерцании непостоянства в теле и непостоянства в неприятном и неболезненном чувстве. Он пребывает в созерцании угасания, в созерцании исчезновения, в созерцании прекращения, в созерцании оставления. По мере того, как он пребывает так, скрытая склонность к невежеству в отношении этого тела и в отношении неприятного неболезненного чувства в нем отбрасывается. Если он чувствует приятное чувство, он понимает, оно непостоянно. Он понимает, за него не стоит цепляться. Он понимает, им не стоит наслаждаться. Если он чувствует болезненное чувство, он понимает, оно непостоянно. Он понимает, за него не стоит цепляться. Он понимает, им не стоит наслаждаться. Если он чувствует неприятное и неболезненное чувство, он понимает, оно непостоянно. Он понимает, за него не стоит цепляться. Он понимает, им не стоит наслаждаться. Если он чувствует приятное чувство, он чувствует его, будучи отсоединенным от него. Если он чувствует болезненное чувство, он чувствует его, будучи отсоединенным от него. Если он чувствует неприятное и неболезненное чувство, он чувствует его, будучи отсоединенным от него. Когда он чувствует чувство, прекращающееся вместе с телом, он понимает, я чувствую чувство, прекращающееся вместе с телом. Когда он чувствует чувство, прекращающееся вместе с жизнью, он понимает, я чувствую чувство, прекращающееся вместе с жизнью. Он понимает, после распада тела, после истощения жизни, все, что чувствуется, при отсутствии наслаждения в этом, прямо здесь угаснет. Подобно тому, монахи, как масляная лампа горит в зависимости от масла и фитиля, и с истощением масла и фитиля, она гаснет из-за недостатка топлива, то точно так же, монахи, когда монах чувствует чувство, прекращающееся вместе с телом, прекращающееся вместе с жизнью, он понимает, после распада тела, после истощения жизни, все, что чувствуется, при отсутствии наслаждения в этом, прямо здесь и угаснет. Дутия Гелания Сутта, хижина для больных 2. Сутта. СН-36-8. Сутта идентична СН-36-7, но только здесь вместо тела стоит контакт. Аничья Сутта, непостоянная. СН-36-9. Благословенный сказал, монахи, эти три чувства непостоянны, обусловлены, возникли зависимо, подвержены разрушению, подвержены исчезновению, подвержены угасанию, подвержены прекращению. Какие три? Приятные чувства, болезненные чувства, неприятные и неболезненные чувства. Эти три чувства непостоянны, подвержены прекращению. Хасамула Касутта, укорененные в контакте. СН-36-10. Благословенный сказал, монахи, эти три чувства рождены контактом, укоренены в контакте, имеют контакт своим источником и условиям. Какие три? Приятные чувства, болезненные чувства, неприятные и неболезненные чувства. В зависимости от контакта, переживаемого как приятный, монахи, возникает приятное чувство. С прекращением этого контакта, переживаемого как приятный, соответствующие чувства, то есть приятное чувство, которое возникло в зависимости от этого контакта, переживаемого как приятный, прекращается и затухает. В зависимости от контакта, переживаемого как болезненный, монахи, возникает болезненное чувство. С прекращением этого контакта, переживаемого как болезненный, соответствующие чувства, то есть болезненное чувство, которое возникло в зависимости от этого контакта, переживаемого как болезненный, прекращается и затухает. В зависимости от контакта, переживаемого как неприятный и неболезненный, монахи, возникает неприятное и неболезненное чувство. С прекращением этого контакта, переживаемого как неприятный и неболезненный, соответствующие чувства, то есть неприятное и неболезненное чувство, которое возникло в зависимости от этого контакта, переживаемого как неприятный и неболезненный, прекращается и затухает. Монахи, подобно тому, как порождается тепло и возникает огонь соединением и трением двух палок для розжига, но когда палки разъединены и отложены, то результатное тепло прекращается и затухает, то точно так же эти три чувства рождены контактом, укоренены в контакте, имеют контакт своим источником и условиям. В зависимости от должных контактов соответствующие чувства возникают. С прекращением должных контактов соответствующие чувства прекращаются. Рахагата сутта – одинокий. И тогда один монах пришел к Благословенному, поклонившись ему, сел рядом. Затем он сказал Благословенному, учитель, только что я был в уединении, и такая цепочка мыслей пришла ко мне, Благословенный говорил о трех чувствах – о приятном, о болезненном и о чувстве, которое неприятно, неболезненно. Об этих трех чувствах говорил Благословенный. Но он также сказал, все, что чувствуется, подвержено страдательности. В связи с чем Благословенный сказал, все, что чувствуется, подвержено страдательности? Превосходно, монах. Превосходно. О трех чувствах я говорил, о приятном чувстве, о болезненном чувстве, и о чувстве, которое неприятно, неболезненно. Об этих трех чувствах я говорил. Но также я сказал, все, что чувствуется, подвержено страдательности. Так я сказал просто в связи с формациями, природа которых – заканчиваться, природа которых – спадать, природа которых – прекращаться, природа которых – изменяться. И я также учил по шаговому прекращению формаций. Когда достигается первая джхана, то прекращается внутренняя речь. Когда достигается вторая джхана, то прекращается направление ума на объект и удержание ума на объекте. Когда достигается третья джхана, то прекращается восторг. Когда достигается четвертая джхана, то прекращаются вдох и выдох. Когда достигается сфера безграничного пространства, то прекращается восприятие форм. Когда достигается сфера безграничного сознания, то прекращается сфера безграничного пространства. Когда достигается сфера отсутствия всего, то прекращается сфера безграничного сознания. Когда достигается сфера невосприятия, не невосприятия, то прекращается сфера отсутствия всего. Когда достигается прекращение восприятия и чувствования, то восприятия и чувствования прекращаются. Когда закончили загрязнение в уме монаха, жажда прекратилась, злоба прекратилась, заблуждение прекратилось. Затем, монах, я также учил по шаговому успокоению формации. Когда достигается первая джхана, то успокаивается внутренняя речь. Когда достигается вторая джхана, то успокаивается направление ума и удержание ума. Когда достигается третья джхана, то успокаивается восторг. Когда достигается четвертая джхана, то успокаиваются вдох и выдох. Когда достигается сфера безграничного пространства, то успокаивается восприятие форм. Когда достигается сфера безграничного сознания, то успокаивается сфера безграничного пространства. Когда достигается сфера отсутствия всего, то успокаивается сфера безграничного сознания. Когда достигается сфера невосприятия, не невосприятия, то успокаивается сфера отсутствия всего. Когда достигается прекращение восприятия и чувствования, то восприятия и чувствования успокаиваются. Когда закончили загрязнение в уме монаха, жажда успокойна, злоба успокойна, заблуждение успокойна. Есть вот эти шесть затиханий. Когда достигается первая джхана, то затихает внутренняя речь. Когда достигается вторая джхана, то затихают направления ума и удержания ума. Когда достигается третья джхана, то затихает восторг. Когда достигается четвертая джхана, то затихают вдох и выдох. Когда достигается прекращение восприятия и чувствования, то восприятия и чувствования затихают. Когда закончили загрязнение в уме монаха, жажда затихла, злоба затихла, заблуждение затихло. Патхама Акаса сутта, Небо 1. СН 36.12. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как разные ветра дуют в небе, восточные ветра, западные ветра, северные ветра, южные ветра, пыльные ветра и непыльные ветра, холодные ветра и теплые ветра, слабые ветра и сильные ветра, то точно так же различные чувства возникают в этом теле, приятные чувства возникают, болезненные чувства возникают, неприятные и неболезненные чувства возникают. И далее он добавил, подобно многим различным ветрам, дующим в небе туда и сюда, с востока и запада, с севера, с юга, несущие пыль и ее ненесущие, холодом дующие или жарой, те, что сильны, или заметны едва, многие дуют в небе ветра. И точно так же с этим же телом, многие чувства проявятся здесь, те, что приятны, те, что мучительны, как и лишенные двух этих черт. Но вот старательный монах не избегает бдительного постижения, и этот мудрый полностью постигнет чувство во всей их полноте. И полностью поняв все чувства, он не запятнан в этой самой жизни. И пребывающего с Дхаммой, после распада тела, владеющего знанием не распознать нигде. Дутия Каса Сутта, Небо 2. СН 36.13. Сутта идентична СН 36.12, но только здесь нет стиха в конце сутты. Агара Сутта, Гостевой Дом. СН 36.14. Благословенный сказал, монахи, представьте гостевой дом. Люди идут с востока, запада, с севера, с юга и поселяются там. Кхаттия, брахманы, весы, и судды приходят и поселяются там. Точно так же, монахи, различные чувства возникают в этом теле, приятные чувства возникают, болезненные чувства возникают, неприятные и неболезненные чувства возникают. Плотские приятные чувства возникают, плотские и неприятные чувства возникают, плотские и неприятные и неболезненные чувства возникают. Духовные приятные чувства возникают. Духовные болезненные чувства возникают. Духовные неприятные и неболезненные чувства возникают. 1.1, согласно комментарию, плотские, самиса, приятные чувства связаны с плотскими чувственными удовольствиями. Духовные, нерамиса, приятные чувства, это чувства, возникающие в джханах или из-за прозрения или посредством пометования, обудди и т.д. Плотское болезненное чувство, это плотское чувство, возникшее посредством плотских чувственных наслаждений, под комментарий поясняет, что это болезненное чувство у того, кто страдает из-за чувственных наслаждений. Духовное и болезненное чувство – это чувство неудовольствия, домонаса, возникающее из-за желания достичь высочайших освобождений, под комментарий говорит о бараханстве, хотя, возможно, здесь имеются в виду иджханы. Плотское и нейтральное чувство – это плотское чувство, возникающее посредством плотских чувственных наслаждений. Духовное нейтральное чувство – это нейтральное чувство, возникающее в четвертой джхане. Смотри также СН 36-31. Патхама Ананда Сутта, Ананда 1. СН 36-15. И тогда достопочтенный Ананда подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, что такое чувство? Каково происхождение чувства? Каково прекращение чувства? Каков путь, ведущий к прекращению чувства? Какова привлекательность чувства? Какова опасность? Каково спасение? Ананда, есть эти три чувства – приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Это называется чувством. С возникновением контакта возникает чувство. С прекращением контакта прекращается чувство. Этот самый благородный восьмеричный путь – это путь, ведущий к прекращению чувства, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение, наслаждение и радость, возникающее в зависимости от чувства, это является привлекательностью чувства. То, что чувство непостоянно, страдательно, подвержено изменению, это является опасностью чувства. Устранение и оставление желания и жажды к чувству, это является спасением от чувства. Затем, Ананда, я также учил по шаговому прекращению формаций. Один, когда закончили загрязнение в уме монаха, жажда затихла, отвращение затихло, невежество затихло. Один, этот фрагмент раскрывается в точности как в СН-36-11. Сутты СН-36-16-18 СН-36-16 идентичны СН-36-15, но здесь в начале сам Будда задает Ананде вопросы, на что тот отвечает, что лучше пусть на них ответит сам Будда, что тот и делает. СН-36-17 идентичны СН-36-15, но здесь вместо Ананды упоминается группа монахов СН-36-18 идентичны СН-36-16, но здесь вместо Ананды упоминается группа монахов. Панчиканга сутта, к Панчиканге СН-36-19. Это сутта, с добавлением одного предложения в начале и двух в конце, идентична МН-59. И тогда плотник Панчиканга отправился к Достопочтенному Удаину и, по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. Затем он обратился к Достопочтенному Удаину, Почтенный, о скольких видах чувств говорил Благословенный? Домохозяин, Благословенный говорил о трех чувствах, о приятном чувстве, о болезненном чувстве, о неприятном неболезненном чувстве. Об этих трех чувствах говорил Благословенный. Когда так было сказано, плотник Панчиканга сказал Достопочтенному Удаину, Благословенный не говорил о трех чувствах. Он говорил о двух чувствах, о приятном чувстве и о болезненном чувстве. А что касается чувства неприятного и болезненного, то благословенный говорил о нем как об утонченном приятном чувстве. Во второй раз достопочтенный Удайн обратился к плотнику Панчеканге, домохозяин, благословенный говорил о трех чувствах. И во второй раз плотник Панчеканга сказал достопочтенному Удайину, благословенный не говорил о трех чувствах. Он говорил о двух чувствах. В третий раз достопочтенный Удайн обратился к плотнику Панчеканге, домохозяин, благословенный говорил говорил о трех чувствах. И в третий раз плотник Панчиканга сказал достопочтенному Удаину, благословенный не говорил о трех чувствах. Он говорил о двух чувствах. Ни достопочтенный Удаин не мог убедить плотника Панчикангу, ни плотник Панчиканга не мог убедить достопочтенного Удаина. И вот достопочтенный Ананда случайно услышал беседу достопочтенного Удаина и Панчиканге. Тогда он отправился к благословенному, по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. Затем он рассказал благословенному обо всей беседе между достопочтенным Удаином и Панчикангой. Благословенный ответил, Ананда, разъяснение, которое не принял плотник Панчиканга от достопочтенного Удаина, было правильным. И разъяснение, которое не принял достопочтенный Удаин от плотника Панчиканги, тоже было правильным. Есть разъяснение, когда я говорил о двух чувствах, есть разъяснение, когда я говорил о трех чувствах, о пяти чувствах, о шести чувствах, о восемнадцати чувствах, о тридцати шести чувствах, о ста восьми чувствах. 1. Так я обучал Дхамме посредством разъяснений. Когда я обучил Дхамме посредством разъяснений, то может статься, что когда есть те, кто не одобряют, не принимают хорошо сказанное и хорошо поясненное друг другом, то начинаются диспуты, ссоры и полемики, и они будут ранить друг друга остриями своих языков. 2. Так я обучал Дхамме посредством разъяснений. Когда я обучил Дхамме посредством разъяснений, то может статься, что, когда есть те, кто соглашаются, одобряют, принимают хорошо сказанное и хорошо поясненное друг другом, они живут дружно, в учтивости, без ссор, подобно смешанному с водой молоку, приветствуя друг друга дружескими взорами. 3. Чувственные удовольствия. Ананда, есть пять нитей чувственности. Какие пять? 4. Формы, воспринимаемые глазом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. 5. Звуки, воспринимаемые ухом. Запахи, воспринимаемые носом. 6. Вкусы, воспринимаемые языком. 7. Ощущения, воспринимаемые телом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Любое удовольствие или радость, возникающая в зависимости от этих пяти нити чувственности, являются чувственным удовольствием. 2. И хотя кто-то может сказать, это высочайшее удовольствие, которое только могут переживать существа, я не соглашусь с ним в этом. Почему? Потому что есть другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. Первая джхана. И какое же, ананда, это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это? Вот монах, полностью оставивший чувственное удовольствие, оставивший неблагие качества, входит и пребывает в первой джхане, восторг и удовольствие, рожденные этим оставлением сопровождаются направлением ума на объект медитации и удержанием ума на этом объекте. Это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. И хотя кто-то может сказать, это высочайшее удовольствие, которое только могут переживать существа, я не соглашусь с ним в этом. Почему? Потому что есть другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. Вторая джхана. И какой же, ананда, это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это? Вот монах с успокоением направления и удержания ума входит и пребывает во второй джхане, его наполняют восторг и удовольствие, рожденные сосредоточением, и единение ума, который свободен от направления и удержания, он пребывает во внутренней устойчивости. Это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. И хотя кто-то может сказать, это высочайшее удовольствие, которое только могут переживать существа, я не соглашусь с ним в этом. Почему? Потому что есть другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. Третья джхана. И какой же, ананда, это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это? Вот монах с успокоением восторга становится невозмутимым, осознанным и бдительным, и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, непоколебимый и осознанный, он пребывает в приятном пребывании. Это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. И хотя кто-то может сказать, это высочайшее удовольствие, которое только могут переживать существа, я не соглашусь с ним в этом. Почему? Потому что есть другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. Четвертое джхана. И какое же, ананда, это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это? Вот монах с успокоением удовольствия и боли, как и с предшествующим угасанием радости и недовольства, входит и пребывает в четвертой джхане, он пребывает в чистейшей невозмутимости и осознанности, в неудовольствии и не боли. Это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. И хотя кто-то может сказать, это высочайшее удовольствие, которое только могут переживать существа, я не соглашусь с ним в этом. Почему? Потому что есть другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. Сфера безграничного пространства. И какое же, Ананда, это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это? Вот монах с полным преодолением восприятий форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающий внимания на восприятие множественности, воспринимая, безграничное пространство, входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. И хотя кто-то может сказать, это высочайшее удовольствие, которое только могут переживать существа, я не соглашусь с ним в этом. Почему? Потому что есть другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это сфера безграничного сознания. И какое же, Ананда, это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это? Вот монах с полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, безграничные сознания, входит и пребывает в сфере безграничного сознания. Это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. И хотя кто-то может сказать, это высочайшее удовольствие, которое только могут переживать существа, я не соглашусь с ним в этом. Почему? Потому что есть другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. Сфера отсутствия всего. И какое же, Ананда, это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это? Вот монах с полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, входит и пребывает в сфере отсутствия всего. Это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. И хотя кто-то может сказать, это высочайшее удовольствие, которое только могут переживать существа, я не соглашусь с ним в этом. Почему? Потому что есть другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. Сфера невосприятия, не невосприятия. И какое же, Ананда, это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это? Вот монах с полным преодолением сферы отсутствия всего входит и пребывает в сфере невосприятия, не невосприятия. Это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. И хотя кто-то может сказать, это высочайшее удовольствие, которое только могут переживать существа, я не соглашусь с ним в этом. Почему? Потому что есть другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. Прекращение восприятия и чувствования. И какое же, Ананда, это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это? Вот монах с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования. Это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. И может статься, Ананда, что какие-либо странники приверженцы иных учений, спросит, отшельник Гатама говорит о прекращении восприятия и чувствования, все же, описывает это как удовольствие. Что же это? Как такое может быть? Когда они скажут так, им следует ответить, друзья, благословенный описывает удовольствие не только когда есть приятное чувство. Но когда приятное где-либо и в чем-либо достигнуто, Тадхагата описывает это как удовольствие. 3. 1. Смотри. СН 36.22. 2. Чувственное удовольствие, то есть, приятное чувство, сукхаведана, полученное посредством одного из пяти органов чувств. 3. Канонический комментарий поясняет это так, начиная с четвертой джханы в медитации наличествует неприятное и неболезненное чувство. Но и это нейтральное чувство также называется удовольствием, сукха, поскольку оно умиротворенное и возвышенное. Те ощущения, которые возникают посредством пяти нити чувственных удовольствий и посредством восьми медитативных достижений, называются удовольствием, которое чувствуется, видо и та сукха. 4. Состояние и прекращение восприятия и чувствования называется удовольствием, которое не чувствуется, а видо и та сукха. Поэтому, вне зависимости от того, чувствуется удовольствие или же нет, оба варианта являются удовольствием по причине безболезненности состояний, не дугхабхавасангхатина сукхена. 4. Ван 9.34. Достопочтенный сарепутта восклицает, небабана приятно, друзья, небабана приятно. Монах Удайан спрашивает, какая же здесь приятность, друг, где ничего не чувствуется? Продолжение сутты можно сопоставить и с данной суттой. А небабанникак об удовольствии смотри также Ан 6.101. Хикху сутта, монахи. СН 36.20. Сутта идентична СН 36.19, но здесь Будда обращается с разъяснением, говоря не о Нанда, а монахе. Сивака сутта, к сиваке. СН 36.21. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе в монастыре Бамбуковой рощи в Беличьем святилище. И тогда странник Малисивака отправился к Благословенному и по прибытии обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. Сидя там, он сказал Благословенному, мастер Гатама, есть некоторые жрецы и отшельники, которые имеют следующее воззрение, чтобы человек не испытывал удовольствие, боль, или неудовольствие, не боль, все это полностью обусловлено тем, что было сделано им прежде. Что мастер Гатама скажет на это? Бывает так, что некоторые чувства возникают из-за желча. Один. Ты сам должен знать, как некоторые чувства возникают из-за желча. Даже в миру соглашаются с тем, что некоторые чувства возникают из-за желча. Поэтому те жрецы и отшельники, которые имеют воззрение, чтобы человек не испытывал удовольствие, боль, или неудовольствие, не боль, все это полностью обусловлено тем, что было сделано им прежде, упускают то, что они знают сами, упускают то, с чем соглашаются в миру. Поэтому я говорю, что такие жрецы и отшельники ошибаются. Бывает так, что некоторые чувства возникают из-за слизи, из-за внутренних ветров, из-за сочетания телесных жидкостей, из-за перемены времен года, из-за неаккуратного ухода за телом, из-за жесткого обращения, из-за результата каммы. Ты сам должен знать, как некоторые чувства возникают из-за результата каммы. Даже в миру соглашаются с тем, что некоторые чувства возникают из-за результата каммы. Поэтому те жрецы и отшельники, которые имеют воззрение, чтобы человек не испытывал удовольствие, боль, или неудовольствие, не боль, все это полностью обусловлено тем, что было сделано им прежде, упускают то, что они знают сами, упускают то, с чем соглашаются в миру. Поэтому я говорю, что такие жрецы и отшельники ошибаются. Когда так было сказано, странник Малисивака обратился к благословенному, великолепно, мастер Гатама. Великолепно. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатамме, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Желчи слизь, а также ветра, сочетание время года, неухоженность и обращение, восьмым результат будет Каммы. Два, один, например, боли и болезни, связанные с нарушением работоспособности желчного пузыря. Два, по заметке достопочтенного Дханиссара, данная строфа, похоже, была добавлена составителями канона для более легкого запоминания. Атхасата сутта, 108. СН 36.22. Благословенный сказал, монахи, я научу вас изложению Дхаммы на тему 108. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, и каково, монахи, изложение Дхаммы на тему 108? Я говорил о двух видах чувств с помощью одного метода изложения. Я говорил о трех видах чувств с помощью иного метода изложения. Я говорил о пяти видах чувств, о шести видах чувств, о восемнадцати видах чувств, о тридцати шести видах чувств, о 108 видах чувств с помощью еще другого метода изложения. Один, и что такое, монахи, два вида чувств? Это телесное и умственное чувство. Это называется двумя видами чувств. Два, и что такое, монахи, три вида чувств? Это приятные, болезненные, неприятные и неболезненные чувства. Это называется тремя видами чувств. Три, и что такое, монахи, пять видов чувств? Это качество удовольствия, качество боли, качество радости, качество недовольства, качество невозмутимости. Это называется пяти видами чувств. Один. Четыре, и что такое, монахи, шесть видов чувств? Это чувство, рожденное контактом глаза, контактом уха, контактом носа, контактом языка, контактом тела, контактом ума. Это называется шести видами чувств. Пять, и что такое, монахи, восемнадцать видов чувств? Шесть исследований, сопровождаемых радостью, шесть исследований, сопровождаемых недовольством, шесть исследований, сопровождаемых невозмутимостью. Это называется восемнадцатью видами чувств. Два, шесть, и что такое, монахи, тридцать шесть видов чувств? шесть исследований, сопровождаемых радостью, основанными на домохозяйской жизни, шесть исследований, сопровождаемых радостью, основанные на отречении, шесть исследований, сопровождаемых недовольством, основанным на домохозяйской жизни, шесть исследований, сопровождаемых недовольством, основанным на отречении, шесть исследований, сопровождаемых невозмутимостью, основанные на домохозяйской жизни, шесть исследований, сопровождаемых невозмутимостью, основанные на отречении. Это называется тридцатью шести видами чувств. 3. 7. И что такое, монахи, сто восемь видов чувств? Вышеупомянутые тридцать шесть видов чувств в прошлом, тридцать шесть в будущем, тридцать шесть в настоящем. Это называется сто восемь видами чувств. Это, монахи, называется изложением Дхамы на тему сто восьми. 1. Смотри. СН-48-36, где дается подробное разъяснение этих пяти качеств. 2. Смотри. 3. МН-137. Здесь эти три качества рассматриваются в отношении шести типов объектов – формы, звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения, объекты ума. Итого получается восемнадцать видов чувств. 3. Смотри пояснение в МН-137. Здесь эти шесть видов также рассматриваются в отношении шести типов объектов и получается тридцать шесть чувств. Хикхусута, монах. СН-36-23. И тогда один монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, что такое чувство? Каков источник чувства? Каков путь, ведущий к происхождению чувства? Каково прекращение чувства? Каков путь, ведущий к прекращению чувства? Какова привлекательность чувства? Какова опасность? Каково спасение? Монах – есть эти три чувства – приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Это называется чувством. С возникновением контакта возникает чувство. Жажда – это путь, ведущий к происхождению чувства. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. Этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению чувства, то есть, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильное усилие, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Удовольствие и радость, возникающие в зависимости от чувства, это является привлекательностью чувства. То, что чувство непостоянно, страдательно, подвержено изменениям, это является опасностью чувства. Устранение и отбрасывание желания и жажды к чувству, это является спасением от чувства. Пупбисутта, прежде. СН 36.24. Благословенный сказал, монахи, до моего просветления, пока я все еще был непросветленным Бодхисаттой, мысль пришла ко мне, что такое чувство? Каков источник чувства? Каков путь, ведущий к происхождению чувства? Каково прекращение чувства? Каков путь, ведущий к прекращению чувства? Какова привлекательность чувства? Какова опасность? Каково спасение? И тогда, монахи, мысль пришла ко мне, есть эти три чувства, приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Это называется чувством. С возникновением контакта возникает чувство. Жажда, это путь, ведущий к происхождению чувства. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. Этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению чувства, то есть, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь. Правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильные сосредоточения. Удовольствие и радость, возникающие в зависимости от чувства, это является привлекательностью чувства. То, что чувство непостоянно, страдательно, подвержено изменениям, это является опасностью чувства. Устранение и отбрасывание желаний и жажды к чувству, это является спасением от чувства. Ньяна сутта, знаний. СН 36.25. Благословенный сказал, один, таковы чувства, так, монахи, в отношении вещей, не слыханных прежде, возникло во мне видении, знаний, мудрость, истинное знание, свет. Таков источник чувства, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, возникло во мне видении, знаний, мудрость, истинное знание, свет. Таков путь, ведущий к происхождению чувства, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, возникло во мне видении, знаний, мудрость, истинное знание, свет. Таково прекращение чувства, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, возникло во мне видении, знаний, мудрость, истинное знание, свет. Таков путь, ведущий к прекращению чувства, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, возникло во мне видении, знаний, мудрость, истинное знание, свет. Такова привлекательность чувства, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, возникло во мне видение, знание, мудрость, истинное знание, свет. Такова опасность чувства, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, возникло во мне видение, знание, мудрость, истинное знание, свет. Таково спасение чувства, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, возникло во мне видении, знаний, мудрость, истинное знание, свет. Один, в латинской, на пале, записанном латиницей, редакции канона эта сутта идет как продолжение предыдущей. Но в бирманской и ланкийской редакциях она идет как отдельная. Самбахула-пхикху сутта, группа монахов. СН 3626. Сутта идентична СН 3623, но здесь вместо монахов в тексте идет фраза группа монахов. Патхамаса Манабрахамана сутта, жрецы и отшельники 1. СН 3627. Благословенный сказал, монахи, есть эти три чувства. Какие три? Приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Монахи, те жрецы и отшельники, которые не понимают в соответствии с действительностью привлекательности, опасности и спасения в отношении этих трех чувств, таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников. Эти почтенные не входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и не пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Но, монахи, те жрецы и отшельники, которые понимают эти вещи, тех я считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, входят и пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Дутиеса Манабрахама на сутта, жрецы и отшельники 2. СН 3628. Сутта аналогична СН 3627, только вместо фразы «привлекательность», «опасность» и «спасение» идет фраза «происхождение» и «прекращение», «привлекательность», «опасность» и «спасение». Татья Сама Манабрахама на сутта, жрецы и отшельники 3. СН 3629. Благословенный сказал, те жрецы и отшельники, монахи, которые не понимают чувства, его происхождения, его исчезновения и пути, ведущего к его исчезновению, таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные не входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и не пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Но, монахи, те жрецы и отшельники, которые понимают чувства, его происхождение, его исчезновение и путь, ведущий к его исчезновению, тех я считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, входят и пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Судхика сутта, кратко. СН 3630. Благословенный сказал, монахи, есть эти три чувства. Какие три? Приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Один. Один, в латинской версии канона эта сутта является началом следующей. Но в бирманской и ланкийской версиях она идет отдельно. Нирамиса сутта, духовный. СН 3631. Благословенный сказал, монахи, существует плотский восторг, существует духовный восторг, существует восторг, что превыше духовного. Существует плотское счастье, существует духовное счастье, существует счастье, что превыше духовного. Существует плотская невозмутимость, существует духовная невозмутимость, существует невозмутимость, что превыше духовной. Существует плотское освобождение, существует духовное освобождение, существует освобождение, что превыше духовного. Плотский восторг. И что такое, монахи, плотский восторг? Монахи, есть эти пять нити чувственного удовольствия. Какие пять? Формы, познаваемые глазом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Звуки, воспринимаемые ухом. Запахи, воспринимаемые носом. Вкусы, воспринимаемые языком. Тактильные ощущения, воспринимаемые телом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Таковы пять нити чувственного удовольствия. Восторг, возникающий в зависимости от этих пяти нити чувственного удовольствия, называется плотским восторгом. Духовный восторг. И что такое, монахи, духовный восторг. Вот, монахи, монах, оставивший чувственное удовольствие, оставивший неблагие качества, входит и пребывает в первой джхане, восторг и удовольствие, рожденные этим оставлением сопровождаются направлением ума на объект медитации и удержанием ума на этом объекте. С успокоением направления и удержания ума, он входит и пребывает во второй джхане, его наполняют восторг и удовольствие, рожденные сосредоточением, единение ума, который свободен от направления и удержания, он пребывает во внутренней устойчивости. Это называется духовным восторгом. Восторг, что превыше духовного. И что такое, монахи, восторг, что превыше духовного восторга? Когда монах, чьи пятна загрязнения ума уничтожены, пересматривает свой ум, освобожденный от жажды, освобожденный от злобы, освобожденный от заблуждения, в нем возникает восторг. Это называется восторгом, что превыше духовного. Плотское счастье. И что такое, монахи, плотское счастье? Монахи, есть эти пять нити чувственного удовольствия. Какие пять? Формы, звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Таковы пять нити чувственного удовольствия. Счастье, возникающее в зависимости от этих пяти нити чувственного удовольствия, называется плотским счастьем. Духовное счастье. И что такое, монахи, духовное счастье? Вот, монахи, монах, оставивший чувственное удовольствие, оставивший неблагие качества, входит и пребывает в первой джхане, во второй джхане, с успокоением восторга он пребывает невозмутимым, осознанным и бдительным, и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, непоколебимый и осознанный, он пребывает в удовольствии. Это называется духовным счастьем. Счастье, что превыше духовного. И что такое, монахи, счастье, что превыше духовного счастья? Когда монах, чьи пятна загрязнения ума уничтожены, пересматривает свой ум, освобожденный от жажды, освобожденный от злобы, освобожденный от заблуждения, в нем возникает счастье. Это называется счастьем, что превыше духовного. Плотская невозмутимость. И что такое, монахи, плотская невозмутимость? Монахи, есть эти пять нити чувственного удовольствия. Какие пять? Формы, звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Таковы пять нити чувственного удовольствия. Невозмутимость, возникающая в зависимости от этих пяти нити чувственного удовольствия, называется плотской невозмутимостью. Духовная невозмутимость. И что такое, монахи, духовная невозмутимость? Вот, монахи, монах, с успокоением удовольствия и боли, как и с предшествующим угасанием радости и недовольства, входит и пребывает в четвертой джхане, он пребывает в чистейшей невозмутимости и осознанности, в неудовольствии и не боли. Это называется духовной невозмутимостью. Невозмутимость, что превыше духовной. И что такое, монахи, невозмутимость, что превыше духовной невозмутимости? Когда монах, чьи пятна загрязнения ума уничтожены, пересматривает свой ум, освобожденный от жажды, освобожденный от злобы, освобожденный от заблуждения, в нем возникает невозмутимость. Это называется невозмутимостью, что превыше духовной. Освобождение. И что такое, монахи, плотское освобождение? Освобождение, связанное с миром форм, является плотским освобождением. 1. И что такое, монахи, духовное освобождение? Освобождение, связанное с бесформенным миром является духовным освобождением. И что такое, монахи, освобождение, что превыше духовного освобождения? Когда монах, чьи пятна загрязнения ума уничтожены, пересматривает свой ум, освобожденный от жажды, освобожденный от злобы, освобожденный от заблуждения, возникает освобождение. Это называется освобождением, что превыше духовного. 1. Комментарий поясняет, что освобождение мира форм является плоским, поскольку его объектом являются материальные формы. Смотри также эти 3.2. Матугама сутта, женщина. СН 37.1. Благословенный сказал, монахи, когда женщина наделена этими пятью факторами, она крайне неприятна мужчине. Какими пятью? Она некрасива, она небогата, она безнравственна, она апатична, она бесплодна. Когда женщина наделена этими пятью факторами, она крайне неприятна мужчине. Монахи, когда женщина наделена этими пятью факторами, она крайне приятна мужчине. Какими пятью? Она красива, она богата, она нравственна, она умна и трудолюбива, она способна рожать детей. Когда женщина наделена этими пятью факторами, она крайне приятна мужчине. Пыриса Сутта, мужчина. СН 37.2. Благословенный сказал, монахи, когда мужчина наделен этими пятью факторами, он крайне неприятен женщине. Какими пятью? Он некрасив, он небогат, он безнравственен, он апатичен, он бесплоден. Когда мужчина наделен этими пятью факторами, он крайне неприятен женщине. Монахи, когда мужчина наделен этими пятью факторами, он крайне приятен женщине. Какими пятью? Он красив, он богат, он нравственен, он умен и трудолюбив, он способен зачать детей. Когда мужчина наделен этими пятью факторами, он крайне приятен женщине. Авиника Духа Сутта – особые страдания. СН 37.3. Благословенный сказал, монахи, есть пять видов страданий, присущих исключительно женщине, которые испытывает женщина, но не испытывает мужчина. Какие пять? Вот, монахи, даже будучи молодой, женщина уходит жить в семью мужа, и, тем самым, она разлучена со своими родными. Таков первый вид страдания, присущий исключительно женщине, которая испытывает женщина, но не испытывает мужчина. Далее, женщина подвержена менструации. Это второй вид страдания, присущий исключительно женщине, которая испытывает женщина, но не испытывает мужчина. Далее, женщина беременеет. Это третий вид страдания, присущий исключительно женщине, которая испытывает женщина, но не испытывает мужчина. Далее, женщина рожает. Это четвертый вид страдания, присущий исключительно женщине, которая испытывает женщина, но не испытывает мужчина. Далее, женщину заставляют прислуживать мужчине. Это пятый вид страдания, присущий исключительно женщине, которая испытывает женщина, но не испытывает мужчина. Таковы, монахи, пять видов страданий, присущих исключительно женщине, которые испытывает женщина, но не испытывает мужчина. Тихидхамихи сутта, три качества. СН 37.4 Благословенный сказал, монахи, когда женщина наделена тремя качествами, то, после распада тела, после смерти, она, как правило, перерождается в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Какими тремя? Вот, монахи, утром женщина пребывает дома, а ее сердце охвачено пятном эгоизма, днем она пребывает дома, а ее сердце охвачено завистью, вечером она пребывает дома, а ее сердце охвачено чувственной жаждой. Когда женщина наделена этими тремя качествами, то, после распада тела, после смерти, она, как правило, перерождается в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Катхана сутта, раздражительно. СН-37-5. И тогда достопочтенный Анурутфа подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, я вижу, как женщины, после распада тела, после смерти, перерождаются в состояниях лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Сколькими качествами наделена женщина, учитель, что она перерождается так? Когда, Анурутфа, женщина наделена пятью качествами, то после распада тела, после смерти, она перерождается в состояниях лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Какими пятью? Она, не имеет качества веры, бесстыдная, не боится совершения плохих удеяний, раздражительная, немудрая. Когда женщина наделена этими пятью качествами, она перерождается в состояниях лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Сутты СН-37-6-13 Все эти сутты идентичны СН-37-5, за исключением четвертого качества в списке из пяти, который меняется с каждой новой суттой, злонамеренная, СН-37-6, завистливая, СН-37-7, скупая, СН-37-8, обладающая слабым нравственным поведением, СН-37-9, безнравственная, СН-37-10, не обученная в Дхамме, СН-37-11, ленивая, СН-37-12, тупая, СН-37-13. Панчевира сутта, 5. СН-37-14 Благословенный сказал, когда, Анурудха, женщина наделена пятью качествами, то после распада тела, после смерти, она перерождается в состояниях лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Какими питью? Она уничтожает живых существ, берет то, что ей не было дано, пускается в неблагое сексуальное поведение, говорит намеренную ложь, употребляет вино, спиртные напитки, одурманивающие вещества, вызывающие беспечность. Когда женщина наделена этими пятью качествами, она перерождается в состояниях лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Акадхана сутта, нераздражительна. СН 37.15 И тогда достопочтенный Анурудха подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, я вижу, как женщины после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. Сколькими качествами наделена женщина, учитель, что она перерождается так? Когда, Анурудха, женщина наделена пятью качествами, то после распада тела, после смерти, она перерождается в благих уделах, в небесном мире. Какими пятью? Она наделена качеством веры, имея чувство стыда, боится совершения плохих деяний, нераздражительная, мудрая. Когда женщина наделена этими пятью качествами, она перерождается в благих уделах, в небесном мире. Сутты СН-37-16-23 Все эти сутты идентичны СН-37-15, за исключением четвертого качества в списке из пяти, который меняется с каждой новой суттой, незлонамеренная, СН-37-16, независливая, СН-37-17, не скупая, СН-37-18, не обладающая слабым нравственным поведением, СН-37-19, Нравственная, СН-37-20, Ученая в Дхамме, СН-37-21, Усердная, СН-37-22, Осознанная, СН-37-23. Панчисила сутта, пять правил поведения. СН-37-24 Благословенный сказал, Когда, Анурудха, женщина наделена пятью качествами, то после распада тела, после смерти, она перерождается в благих уделах, в небесном мире. Какими пятью? Она воздерживается от уничтожения живых существ, воздерживается от того, чтобы брать то, что ей не было дано, воздерживается от неблагого сексуального поведения, воздерживается от произнесения намеренной лжи, воздерживается от употребления вина, спиртных напитков, одурманирующих веществ, вызывающих беспечность. Когда женщина наделена этими пятью качествами, она перерождается в благих уделах, в небесном мире. Весарада сутта, уверенная. СН 37 25. Благословенный сказал, монахи, существуют эти пять сил у женщины. Какие пять? Сила красоты, сила богатства, сила родни, сила сыновей, сила нравственности. Таковы пять сил у женщины. Когда женщина обладает этими пятью силами, она пребывает дома, будучи уверенной. Пасайха сутта, добившиеся расположения. СН 37 26. Благословенный сказал, монахи, существуют эти пять сил у женщины. Какие пять? Сила красоты, сила богатства, сила родни, сила сыновей, сила нравственности. Таковы пять сил у женщины. Когда женщина обладает этими пятью силами, она пребывает дома, добившаяся расположения мужа. Абхипхуа сутта, управляя. СН 37 27. Благословенный сказал, монахи, «Существуют эти пять сил у женщины». Какие пять? Сила красоты, сила богатства, сила родни, сила сыновей, сила нравственности. Таковы пять сил у женщины. Когда женщина обладает этими пятью силами, она пребывает дома, управляя своим мужем. Абхипхуа сутта, один. СН 37 28. Благословенный сказал, монахи, когда мужчина обладает одной силой, он пребывает, управляя женщиной. Какой одной? Силой авторитета. Когда женщина побеждена силой авторитета, то ее не может спасти ни сила красоты, ни сила богатства, ни сила родни, ни сила сыновей, ни сила нравственности. Абхипхуа сутта, в этом отношении. СН 37 29. Благословенный сказал, монахи, существуют эти пять сил у женщины. Какие пять? Сила красоты, сила богатства, сила родни, сила сыновей, сила нравственности. Если, монахи, женщина обладает силой красоты, но не силой богатства, то она ущербна в этом отношении. Но если она обладает силой красоты и также и силой богатства, то она совершенна в этом отношении. Если, монахи, женщина обладает силой красоты и силой богатства, но не обладает силой родни, то она ущербна в этом отношении. Но если она обладает силой красоты, силой богатства и также силой родни, то она совершенно в этом отношении. Если, монахи, женщина обладает силой красоты, силой богатства, силой родни, но не силой сыновей, то она ущербна в этом отношении. Но если она обладает силой красоты, силой богатства, силой родни и также силой сыновей, то она совершенно в этом отношении. Если, монахи, женщина обладает силой красоты, силой богатства, силой родни, силой сыновей, но не силой нравственности, то она ущербна в этом отношении. Но если она обладает силой красоты, силой богатства, силой родни, силой сыновей и также силой нравственности, то она совершенна в этом отношении. Таковы пять сил у женщины. На сенте сутта, выдворяют. СН 37.30 Благословенный сказал, монахи, существуют эти пять сил у женщины. Какие пять? Сила красоты, сила богатства, сила родни, сила сыновей, сила нравственности. Если, монахи, женщина обладает силой красоты, но не силой нравственности, они выдворяют ее из семьи. Они не терпят такой в своей семье. Если, монахи, женщина обладает силой красоты и силой богатства, но не силой нравственности, они выдворяют ее из семьи. Они не терпят такой в своей семье. Если, монахи, женщина обладает силой красоты, силой богатства, силой родни, но не силой нравственности, они выдворяют ее из семьи. Они не терпят такой в своей семье. Если, монахи, женщина обладает силой красоты, силой богатства, силой родни, силой сыновей, но не силой нравственности, они выдворяют ее из семьи. Они не терпят такой в своей семье. Если, монахи, женщина обладает силой нравственности, но не силой красоты, они устраивают ее в своей семье. Они не выдворяют ее. Если, монахи, женщина обладает силой нравственности, но не силой богатства, они устраивают ее в своей семье. Они не выдворяют ее. Если, монахи, женщина обладает силой нравственности, но не силой родни, они устраивают ее в своей семье. Они не выдворяют ее. Если, монахи, женщина обладает силой нравственности, но не силой сыновей, они устраивают ее в своей семье. Они не выдворяют ее. Таковы пять сил у женщины. Хету сутта, причина. СН 37-31. Благословенный сказал, монахи, существуют эти пять сил у женщины. Какие пять? Сила красоты, сила богатства, сила родни, сила сыновей, сила нравственности. Монахи, не из-за силы красоты, не из-за силы богатства, не из-за силы родни, не из-за силы сыновей происходит так, что после распада тела, после смерти, женщина перерождается в благому деле, в небесном мире. Но из-за силы нравственности эта женщина перерождается в благому деле, в небесном мире. Таковы пять сил у женщины. Тхана Сутта, ситуации СН 37-32 Благословенный сказал, монахи, существует пять ситуаций, которых сложно достичь женщине, не совершавшей накоплений заслуг. Какие пять? Один, она может желать, пусть я перерожусь в хорошей семье. Такова первая ситуация, которая сложно достичь женщине, не совершавшей накоплений заслуг. Два, она может желать, родившись в хорошей семье, пусть я выйду замуж за мужчину из хорошей семьи. Такова вторая ситуация, которая сложно достичь женщине, не совершавшей накоплений заслуг. Три, она может желать, родившись в хорошей семье и выйдя замуж за мужчину из хорошей семьи, пусть я буду пребывать дома без соперницы. Такова третья ситуация, которая сложно достичь женщине, не совершавшей накоплений заслуг. Четыре, она может желать, родившись в хорошей семье и выйдя замуж за мужчину из хорошей семьи, пребывая дома без соперницы, пусть я выношу сыновей. Такова четвертая ситуация, которой сложно достичь женщине, не совершавшей накоплений заслуг. Пять, она может желать, родившись в хорошей семье и выйдя замуж за мужчину из хорошей семьи, пребывая дома без соперницы, выносив сыновей, пусть я буду управлять мужем. Такова пятая ситуация, которой сложно достичь женщине, не совершавшей накоплений заслуг. Таковы пять ситуаций, которых сложно достичь женщине, не совершавшей накоплений заслуг. Монахи, существует пять ситуаций, которых легко достичь женщине, совершавшей накоплений заслуг. Какие пять? Она может желать, пусть я перерожусь в хорошей семье. Такова первая ситуация. Она может желать, родившись в хорошей семье и выйдя замуж за мужчину из хорошей семьи, пребывая дома без соперницы, выносив сыновей, пусть я буду управлять мужем. Такова пятая ситуация, которая легко достичь женщине, совершавшей накоплений заслуг. Таковы пять ситуаций, которых легко достичь женщине, совершавшей накопление заслуг. Панчисила Виссарада Сутта, уверенная с пятию правилами. СН 37.33. Благословенный сказал, монахи, когда женщина наделена пятию качествами, она пребывает дома уверенной. Какими питью? Она, воздерживается от уничтожения живых существ, воздерживается от того, чтобы брать то, что ей не было дано, воздерживается от неблагого сексуального поведения, воздерживается от произнесения намеренной лжи, воздерживается от употребления вина, спиртных напитков, одурманирующих веществ, вызывающих беспечность. Когда женщина наделена этими пятию качествами, она пребывает дома уверенной. ВАПТХИ СУТТА, ВОЗРАСТАНИИ. СН 37.34. Благословенный сказал, монахи, возрастая в пяти областях роста, женщина, являющаяся учеником благородных, возрастает с благородным ростом, она обретает суть, обретает лучшее в этом телесном существовании. В каких пяти? Она, возрастает в вере, в нравственности, в учености, в щедрости, в мудрости. Возрастая в этих пяти областях роста, женщина, являющаяся учеником благородных, возрастает с благородным ростом, она обретает суть, обретает лучшее в этом телесном существовании. И далее он добавил, когда она растет и в добродетелях, и в вере, и в мудрости, в даянии, и в обучении, последователь Будды нравственной, она достигнет сути здесь сама. Ниббана Паньха Сутта, вопрос о Ниббане. СН 38.1. Однажды достопочтенный Сарипутта пребывал в Магадхи в Налакагами. И тогда странник Джинбукхадака, один, подошел к достопочтенному Сарипутте и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал достопочтенному Сарипутте, друг Сарипутта, Ниббана, Ниббана, так говорят. Что такое Ниббана? Уничтожение жажды, уничтожение злобы, уничтожение заблуждения, это, друг, называется Ниббаной. Но, друг, существует ли путь, есть ли способ реализовать эту Ниббану? Существует путь, друг, есть способ реализовать эту Ниббану. И какой же, друг, этот путь, какой же способ для реализации этой Ниббаны? Это, друг, этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Таков, друг, путь, таков способ для реализации этой неббаны. Это отличный путь, друг, отличный способ для реализации этой неббаны. Подходящий путь, друг Сарипутта, для приложения старания. Один, согласно комментарию, он был племянником Сарипутты. Арахатта Паньха Сутта, вопрос об араханстве. СН 38.2. Сутта идентична СН 38.1, но здесь вместо неббаны идет слово араханство. Тхамма Вади Паньха Сутта, вопрос об приверженцах Тхаммы. СН 38.3. Странник Джинбук Хадака сказал, друг Сарипутта, кто является приверженцами Тхаммы в мире? Кто хорошо практикуют в мире? Кто является счастливыми в мире? Те, друг, кто обучают Тхамме ради оставления жажды, ради оставления злобы, ради оставления заблуждения, они являются приверженцами Тхаммы в мире. Те, кто практикуют ради оставления жажды, ради оставления злобы, ради оставления заблуждения, они хорошо практикуют в мире. Те, в ком жажда, злоба, и заблуждений были отброшены, срублены под корень, сделаны подобными обрубку пальмы, уничтожены так, что боли не смогут возникнуть в будущем, они являются счастливыми в мире. Но, друг, существует ли путь, есть ли способ отбросить эту жажду, злобу, и заблуждений? Существует путь, друг, есть способ отбросить эту жажду, злобу, и заблуждений. И какой же, друг, этот путь, какой же способ для отбрасывания этой жажды, злобы, и заблуждения? Это, друг, этот самый благородный восьмеричный путь, т.е. правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Таков, друг, путь, таков способ для отбрасывания этой жажды, злобы, и заблуждения. Это отличный путь, друг, Друг, отличный способ для отбрасывания этой жажды, злобы, и заблуждения. Подходящий путь, друг Сарипутта, для приложения старания. Кематхия сутта, ради чего? СН 38.4. Странник Джинбукхадака сказал, ради чего, друг Сарипутта, ведется святая жизнь под учительством отшельника Готамы? Друг, ради полного понимания страдания ведется святая жизнь под учительством благословенного. Но, друг, существует ли путь, есть ли способ для реализации полного понимания этого страдания? Существует путь, друг. Это этот самый благородный восьмеричный путь. Это отличный путь. Подходящий путь, друг Сарипутта, для приложения старания. Ассасаппатта сутта, утешение. СН 38.5. Странник Джинбукхадака сказал, друг Сарипутта, тот, кто достиг утешения, тот, кто достиг утешения, так говорят. Каким образом, друг, кто-либо достиг утешения? Когда, друг, монах понимает в соответствии с действительностью происхождения и исчезновения, привлекательность, опасность и спасение в отношении шести сфер контакта, то тогда он достиг утешения. Один. Но, друг, существует ли путь, есть ли способ для реализации этого утешения? Существует путь, друг. Это этот самый благородный восьмеричный путь. Это отличный путь. Подходящий путь, друг Сарипутта, для приложения старания. Один, по заметке Пхикху Бодхе, здесь закодирована формула, которая обозначается благородный ученик, Секха, за исключением Араханта, о котором речь идет в следующей сутте. Парамасасаппата сутта, наивысшее утешение. СН 38.6. Странник Джинбукхадака сказал, друг Сарипутта, тот, кто достиг наивысшего утешения, тот, кто достиг наивысшего утешения, так говорят. Каким образом, друг, кто-либо достиг наивысшего утешения? Когда, друг, поняв в соответствии с действительностью происхождения и исчезновения, привлекательность, опасность, и спасение в отношении шести сфер контакта, монах освободился посредством отсутствия цепляния, то тогда он достиг наивысшего утешения. Но, друг, существует ли путь, есть ли способ для реализации этого наивысшего утешения? Существует путь, друг. Это этот самый благородный восьмеричный путь. Это отличный путь. Подходящий путь, друг Сарипутта, для приложения старания. Ведана Паньха Сутта, вопрос о чувстве. СН 38.7. Странник Джинбукхадака сказал, друг Сарипутта, чувство, чувство, так говорят. Что такое чувство? Есть, друг, эти три чувства, приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Таковы три чувства. Но, друг, существует ли путь, есть ли способ для полного понимания этих трех чувств? Существует путь, друг. Это этот самый благородный восьмеричный путь. Это отличный путь. Подходящий путь, друг Сарипутта, для приложения старания. Асава Паньха Сутта, вопрос о пятнах. СН 38.8. Странник Джинбукхадака сказал, друг Сарипутта, пятно, пятно, так говорят. Что такое пятно? Есть, друг, эти три пятна, пятно чувственности, пятно существования, пятно невежества. Таковы три пятна. Но, друг, существует ли путь, есть ли способ для полного понимания этих трех пятен? Существует путь, друг. Это этот самый благородный восьмеричный путь. Это отличный путь. Подходящий путь, друг Сарипутта, для приложения старания. Ави Джи Паньха Сутта, вопрос о невежестве. СН 38.9. Странник Джинбукхадака сказал, друг Сарипутта, невежество, невежество, так говорят. Что такое невежество? Незнание страдания, незнание источника страдания, незнание прекращения страдания, незнание пути, ведущего к прекращению страдания. Это называется невежеством. Но, друг, существует ли путь, есть ли способ для отбрасывания этого невежества? Существует путь, друг. Это этот самый благородный восьмеричный путь. Это отличный путь. Подходящий путь, друг Сарипутта, для приложения старания. Танха Паньха Сутта, вопрос о жажде. СН 38.10. Странник Джинбукхадака сказал, друг Сарипутта, жажда, жажда, так говорят. Что такое жажда? Есть, друг, эти три вида жажды, жажда чувственных удовольствий, жажда существовать, жажда не существовать. Таковы три вида жажды. Но, друг, существует ли путь, есть ли способ для отбрасывания этой жажды? Существует путь, друг. Это этот самый благородный восьмеричный путь. Это отличный путь. Подходящий путь, друг Сарипутта, для приложения старания. Танха Паньха Сутта, вопрос о наводнениях. СН 38.11. Странник Джинбукхадака сказал, друг Сарипутта, наводнение, наводнение, так говорят. Что такое наводнение? Есть, друг, эти четыре наводнения, наводнение чувственности, наводнение существования, наводнение воззрений, наводнение невежества. Таковы четыре наводнения. Но, друг, существует ли путь, есть ли способ для отбрасывания этих четырех наводнений? Существует путь, друг. Это этот самый благородный восьмеричный путь. Это отличный путь. Подходящий путь, друг Сарипутта, для приложения старания. У Падана Паньха Сутта, вопрос о цыпляне. СН 38.12. Странник Джинбукхадака сказал, друг Сарипутта, цыпляне, цыпляне, так говорят. Что такое цыпляне? Есть, друг, эти четыре вида цыпляния, цыпляния к чувственным удовольствиям, цыпляния к воззрениям, цыпляния к правилам и предписаниям, цыпляния к доктрине Я. Таковы четыре вида цыпляния. Но, друг, существует ли путь, есть ли способ для отбрасывания этих четырех видов цыпляния? Существует путь, друг. Это этот самый благородный восьмеричный путь. Это отличный путь. Подходящий путь, друг Сарипутта, для приложения старания. Пхава Паньха Сутта «Вопрос о существовании». СН 38.13 Странник Джинбукхадака сказал, друг Сарипутта, существование, существование, так говорят. Что такое существование? Есть, друг, эти три вида существования, существование в мире чувств, существование в мире форм, существование в бесформенном мире. Таковы три вида существования. Но, друг, существует ли путь, есть ли способ для полного понимания этих трех видов существования? Существует путь, друг. Это этот самый благородный восьмеричный путь. Это отличный путь. Подходящий путь, друг Сарипутта, для приложения старания. Дукхапаньха сутта, вопрос о страдании. СН 38-14. Странник Джинбукхадака сказал, друг Сарипутта, страдание, страдание, так говорят. Что такое страдание? Есть, друг, эти три вида страдания, страдание из-за боли, страдание из-за аформации, страдание из-за изменений. Таковы три вида страданий. Один. Но, друг, существует ли путь, есть ли способ для полного понимания этих трех видов страданий? Существует путь, друг. Это этот самый благородный восьмеричный путь. Это отличный путь. Подходящий путь, друг Сарипутта, для приложения старания. Один. Эти три вида страдания объясняются в Висудхимагге. Если кратко, то страдание из-за боли, Дукхадукхата, это телесные и умственные болезненные чувства. Страдание из-за аформации, Сангхарадукхата, это все обусловленные феномены всех трех сфер существования, поскольку они подвержены появлению и угасанию. Страдание изменений, Випаринамадукхата, это приятное чувство, которое приносит страдание из-за его окончания. Саккая Паньха сутта, вопрос о личности. СН 38-15. Странник Джинбукхадука сказал, друг Сарипутта, личность, личность, так говорят. Что такое личность? Эти пять совокупностей, подверженных цеплянию, друг, были названы благословенным личностью, один, то есть, форма как совокупность, подверженная цеплянию, чувство как совокупность, подверженная цеплянию, восприятие как совокупность, подверженная цеплянию, формация ума как совокупность, подверженная цеплянию, сознание как совокупность, совокупность, подверженная цеплянью. Эти пять совокупностей, подверженных цеплянью, были названы благословенным личностью. Но, друг, существует ли путь, есть ли способ для полного понимания этой личности? Существует путь, друг. Это этот самый благородный восьмеричный путь. Это отличный путь. Подходящий путь, друг Сарипутта, для приложения старания. Один, примечание переводчика СВ, оригинальный палийский термин здесь сакая. В некоторых случаях я также перевожу это слово как самоопределение, поскольку ощущение у любого существа всегда связано с этими пятью совокупностями и себя он ощущает и определяет именно через них. У достопочтенного Бодхи Айдэнто Тевангуттара Никаэн переводит этот же самый термин как личностное существование и порсонал экзистенс. Дуккарапэнхасута, трудно осуществить. СН 38.16. Странник Джинбукхадака сказал, друг Сарипутта, что трудно осуществить в этой Дхамме Ивинае? Стать монахом, друг, вот что трудно осуществить в этой Дхамме Ивинае. Друг, что трудно осуществить тому, кто стал монахом? Довольствоваться видением святой жизни, друг, трудно тому, кто стал монахом. Но, друг, что трудно осуществить тому, кто стал довольствоваться? Практиковать в соответствии с Дхаммой, друг, трудно осуществить тому, кто стал довольствоваться. Но, друг, Друг, если монах практикуют в соответствии с Дхаммой, то много ли времени потребуется ему, чтобы стать арахантом? Немного, друг. Сутты СН 39.1.16. Все шестнадцать сутт этой Саньютты полностью идентичны по структуре и содержанию суттам в СН 38, но здесь с Арипуттой беседует странник по имени Самандака. Падхама Джхана Панха Сутта, первая Джхана. СН 40.1. Однажды Достопочтенный Махамакгалана пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И там Достопочтенный Махамакгалана обратился к монахам так, друзья-монахи. Друг отвечали те монахи. Достопочтенный Махамакгалана сказал следующее, вот, друзья, по мере того, как я пребывал уединенным в затворничестве, один, такое рассмотрение возникло в моем уме, так говорят, первая Джхана, первая Джхана. Что же такое первая Джхана? И тогда, друзья, мысль пришла ко мне, вот, отбросив чувственное удовольствие, отбросив неблагие состояния ума, монах входит и пребывает в первой Джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, а также восторгом и удовольствием, что рождены этим отбрасыванием. Это называется первой Джханой. Затем, друзья, отбросив чувственное удовольствие, отбросив неблагие состояния, я вошел и пребывал в первой джхане. По мере того, как я пребывал в ней, восприятие и внимание, сопровождаемое чувственностью, охватили меня. Тогда, друзья, Благословенный пришел ко мне посредством сверхъестественных сил и сказал так, Макгаллана, Макгаллана, не будь беспечным, Брахман, в отношении первой джханы. Утверди свой ум в первой джхане, объедини свой ум в первой джхане, сосредоточь свой ум в первой джхане. И далее, друзья, спустя какое-то время, отбросив чувственные удовольствия, отбросив неблагие состояния, я вошел и пребывал в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, а также восторгом и удовольствием, что рождены этим отбрасыванием. Если, друзья, кто-либо правдиво говорил бы о ком-либо так, он, ученик, достигший величия в прямом знании под руководством учителя, то он мог бы так правдиво сказать обо мне. Один, первые девять сутетты Санютты повествуют о медитативном опыте Макгаллана в период его недельной борьбы за араханство, как только он стал монахом. 2. Камасахагатасания монасикарасамудачарани. Комментарий поясняет, сопровождаемый пятью помехами. Дутия Джхана Панха Сутта, вторая Джхана. С.Н. 42. Однажды Достопочтенный Макгаллана пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И там Достопочтенный Макгаллана обратился к монахам так, друзья монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Макгаллана сказал следующий, вот, друзья, по мере того, как я пребывал уединенным в затворничестве, такое рассмотрение возникло в моем уме, так говорят, вторая Джхана, вторая Джхана. Что же такое вторая Джхана? Один, и тогда, друзья, мысль пришла ко мне, вот, с угасанием направления и удержания ума на объекте медитации монах входит и пребывает во второй Джхане, которая характерна внутренней устойчивостью и уединением ума, не имеет направления и удержания, наделена восторгом и удовольствием, что рождены сосредоточением. Это называется второй Джханой. Затем, друзья, с угасанием направления и удержания я вошел и пребывал во второй джхане. По мере того, как я пребывал в ней, восприятие и внимание, сопровождаемые направлением и удержанием, охватили меня. Тогда, друзья, благословенный пришел ко мне посредством сверхъестественных сил и сказал так, Макгаллана, Макгаллана, не будь беспечным, Брахман, в отношении второй джханы. Утверди свой ум во второй джхане, объедини свой ум во второй джхане, сосредоточь свой ум во второй джхане. И далее, друзья, спустя какое-то время, с угасанием направления и удержания я вошел и пребывал во второй джхане, которая характерна внутренней устойчивостью и уединением ума, не имеет направления и удержания, наделена восторгом и удовольствием, что рождены сосредоточением. Если, друзья, кто-либо правдиво говорил бы о ком-либо так, он, ученик, достигший величия в прямом знании под руководством учителя, то он мог бы так правдиво сказать обо мне. Один, вторая джхана также обозначается в суттах таким термином как благородная тишина, а ретун хипхава. Татья джхана панха сутта, третья джхана. СН 43. Однажды достопочтенный Махамак Галана пребывал в Саваттхе в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. И там достопочтенный Махамак Галана обратился к монахам так, друзья монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Махамак Галана сказал следующий, «Вот, друзья, по мере того, как я пребывал уединенным в затворничестве, такое рассмотрение возникло в моем уме, так говорят, третья джхана, третья джхана. Что же такое третья джхана? И тогда, друзья, мысль пришла ко мне, вот, с угасанием восторга монах пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, невозмутимый и осознанный, он пребывает в удовольствии. Это называется третьей джханой. Затем, друзья, с угасанием восторга, я вошел и пребывал в третьей джхане. По мере того, как я пребывал в ней, восприятие и внимание, сопровождаемое восторгом, охватили меня. Тогда, друзья, благословенный пришел ко мне посредством сверхъестественных сил и сказал так, «Макгаллана, Макгаллана, не будь беспечным, брахман, в отношении третьей джханы. Утверди свой ум в третьей джхане, объедини свой ум в третьей джхане, сосредоточь свой ум в третьей джхане». И далее, друзья, спустя какое-то время, с угасанием восторга я пребывал невозмутимым, осознанным и бдительным. Я ощущал приятное телом. Я вошел и пребывал в третьей джхане, о которой благородные говорят так, невозмутимый и осознанный, он пребывает в удовольствии. Если, друзья, кто-либо правдиво говорил бы о ком-либо так, он, ученик, достигший величия в прямом знании под руководством учителя, то он мог бы так правдиво сказать обо мне. Читуттха джхана панха сутта, четвертая джхана. СН 40, 4. Однажды Достопочтенный Махамакгалана пребывал в Савайтхе в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. И там Достопочтенный Махамакгалана обратился к монахам так, друзья монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Махамакгалана сказал следующий, «Вот, друзья, по мере того, как я пребывал уединенным в затворничестве, такое рассмотрение возникло в моем уме, так говорят, четвертая джхана, четвертая джхана. Что же такое четвертая джхана? И тогда, друзья, мысль пришла ко мне, вот, с успокоением удовольствия и боли, как и с предшествующим угасанием радости и недовольства, один монах входит и пребывает в четвертой джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Это называется четвертой джханой. Затем, друзья, с оставлением удовольствия и боли, я вошел и пребывал в четвертой джхане. По мере того, как я пребывал в ней, восприятие и внимание, сопровождаемое счастьем, охватили меня. Тогда, друзья, благословенный пришел ко мне посредством сверхъестественных сил и сказал так, «Макгаллана, Макгаллана, не будь беспечным, Брахман, в отношении четвертой джханы. Утверди свой ум в четвертой джхане, объедини свой ум в четвертой джхане, сосредоточь свой ум в четвертой джхане». И далее, друзья, спустя какое-то время, с оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, я вошел и пребывал в четвертой джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Если, друзья, кто-либо правдиво говорил бы о ком-либо так, он, ученик, достигший величия в прямом знании под руководством учителя, то он мог бы так правдиво сказать обо мне. Один, объяснение этих качеств их связь с джханами приводится, в частности, в СН-48-40. Акасананчия-танапанха-сутта, сфера безграничного пространства. СН-40-5. Однажды достопочтенный Махамагалана пребывал в Савайтхи в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. И там достопочтенный Махамагалана обратился к монахам так, «Друзья монахи, друг!» отвечали те монахи. Достопочтенный Махамагалана сказал следующее, «Вот, друзья, по мере того, как я пребывал уединенным в затворничестве, такое рассмотрение возникло в моем уме, так говорят, сфера безграничного пространства, сфера безграничного пространства. Что же такое сфера безграничного пространства?» И тогда, друзья, мысль пришла ко мне, вот, с полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, с невниманием к восприятиям множественности, осознавая пространство безгранично, монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Это называется сфера безграничного пространства. Затем, друзья, с полным преодолением восприятия форм, я вошел и пребывал в сфере безграничного пространства. По мере того, как я пребывал там, восприятие и внимание, сопровождаемые формами, охватили меня. Тогда, друзья, благословенный пришел ко мне посредством сверхъестественных сил и сказал так, Макгаллана, Макгаллана, не будь беспечным, Брахман, в отношении сферы безграничного пространства. Утверди свой ум в сфере безграничного пространства, объедини свой ум в сфере безграничного пространства, сосредоточь свой ум в сфере безграничного пространства. И далее, друзья, спустя какое-то время, с полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, с невниманием к восприятиям множественности, «Осознавая пространство безгранично, я вошел и пребывал в сфере безграничного пространства. Если, друзья, кто-либо правдиво говорил бы о ком-либо так, он, ученик, достигший величия в прямом знании под руководством учителя, то он мог бы так правдиво сказать обо мне». Вениамин Чиятана Панха Сутта, «Сфера безграничного сознания». СН 40, 6. «Однажды достопочтенный Махамагалана пребывал в Саваттхи в Рощаджеты в монастыре Анатхайпиндике. И там достопочтенный Махамагалана обратился к монахам так, «Друзья монахи, друг!» Отвечали те монахи. Достопочтенный Махамагалана сказал следующий, «Вот, друзья, по мере того, как я пребывал уединенным в затворничестве, такое рассмотрение возникло в моем уме, так говорят, сфера безграничного сознания, сфера безграничного сознания. Что же такое сфера безграничного сознания?» И тогда, друзья, мысль пришла ко мне, вот, с полным преодолением сферы безграничного пространства, осознавая сознание безгранично, монах входит и пребывает в сфере безграничного сознания. Это называется сфера безграничного сознания. Затем, друзья, с полным преодолением сферы безграничного пространства, осознавая сознание безгранично, я вошел и пребывал в сфере безграничного сознания. По мере того, как я пребывал там, восприятие и внимание, сопровождаемые сферой безграничного пространства, охватили меня. Тогда, друзья, Благословенный пришел ко мне посредством сверхъестественных сил и сказал так, Макгаллана, Макгаллана, не будь беспечным, Брахман, в отношении сферы безграничного сознания. Утверди свой ум в сфере безграничного сознания, объедини свой ум в сфере безграничного сознания, сосредоточь свой ум в сфере безграничного сознания. И далее, друзья, спустя какое-то время, с преодолением сферы безграничного пространства, осознавая сознание безгранично, я вошел и пребывал в сфере безграничного сознания. Если, друзья, кто-либо правдиво говорил бы о ком-либо так, он, ученик, достигший величия в прямом знании под руководством учителя, то он мог бы так правдиво сказать обо мне». Акинчиньятана Панха Сутта, сфера отсутствия всего. СН. 47. Однажды Достопочтенный Махамак Галана пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндике. И там Достопочтенный Махамак Галана обратился к монахам так, друзья-монахи. Друг отвечали те монахи. Достопочтенный Махамак Галана сказал следующий, «Вот, друзья, по мере того, как я пребывал уединенным в затворничестве, такое рассмотрение возникло в моем уме, так говорят, сфера отсутствия всего, сфера отсутствия всего. Что же такое сфера отсутствия всего? И тогда, друзья, мысль пришла ко мне, вот, с полным преодолением сферы безграничного сознания, осознавая здесь ничего нет, монах входит и пребывает в сфере отсутствия всего. Это называется сфера отсутствия всего. Затем, друзья, с полным преодолением сферы безграничного сознания, осознавая здесь ничего нет, я вошел и пребывал в сфере отсутствия всего. По мере того, как я пребывал там, восприятие и внимание, сопровождаемые сферой безграничного сознания, охватили меня. Тогда, друзья, благословенный пришел ко мне посредством сверхъестественных сил и сказал так, Макгаллана, Макгаллана, не будь беспечным, брахман, в отношении сферы отсутствия всего. Утверди свой ум в сфере отсутствия всего, объедини свой ум в сфере отсутствия всего, сосредоточь свой ум в сфере отсутствия всего. И далее, друзья, спустя какое-то время, с преодолением сферы безграничного сознания, осознавая здесь ничего нет, я вошел и пребывал в сфере отсутствия всего. Если, друзья, кто-либо правдиво говорил бы о ком-либо так, он, ученик, достигший величия в прямом знании под руководством учителя, то он мог бы так правдиво сказать обо мне. Нива Саньяна Саньятана Панха Сутта, сфера невосприятия и невосприятия. С.Н. 40, 8. Однажды Достопочтенный Махамакгалана пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И там Достопочтенный Махамакгалана обратился к монахам так, друзья монахи, друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Махамакгалана сказал следующий, вот, друзья, по мере того как я пребывал уединенным в затворничестве, такое рассмотрение возникло в моем уме, так говорят, сфера невосприятия, не невосприятия, сфера невосприятия, не невосприятия. Что же такое сфера невосприятия, не невосприятия? И тогда, друзья, мысль пришла ко мне, вот, с полным преодолением сферы отсутствия всего монах входит и пребывает в сфере невосприятия, не невосприятия. Это называется сфера невосприятия, не невосприятия. Затем, друзья, с полным преодолением сферы отсутствия всего, я вошел и пребывал в сфере невосприятия, не невосприятия. По мере того, как я пребывал там, восприятие и внимание, сопровождаемые сферой отсутствия всего, охватили меня. Тогда, друзья, Благословенный пришел ко мне посредством сверхъестественных сил и сказал так, Маггаллана, Маггаллана, не будь беспечным, Брахман, в отношении сферы невосприятия, не невосприятия. Утверди свой ум в сфере невосприятия, не невосприятия, объедини свой ум в сфере невосприятия, не невосприятия, сосредоточь свой ум в сфере невосприятия, не невосприятия. И далее, друзья, спустя какое-то время, с преодолением сферы отсутствия всего, я вошел и пребывал в сфере невосприятия, не невосприятия. Если, друзья, кто-либо правдиво говорил бы о ком-либо так, он, ученик, достигший величия в прямом знании под руководством учителя, то он мог бы так правдиво сказать обо мне. Анимитта Панха Сутта, Беспредметный. С.Н. 40, 9. Однажды Достопочтенный Махамакгалана пребывал в Савайтхи в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндики. И там Достопочтенный Махамакгалана обратился к монахам так, друзья монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Махамакгалана сказал следующий, вот, друзья, по мере того как я пребывал уединенным в затворничестве, такое рассмотрение возникло в моем уме, так говорят, беспредметное сосредоточение ума, беспредметное сосредоточение ума. Что же такое беспредметное сосредоточение ума? Один, и тогда, друзья, мысль пришла ко мне, вот, за счет невнимания ко всем образом монах входит и пребывает в беспредметном сосредоточении ума. Это называется беспредметным сосредоточением ума. Затем, «Друзья, за счет невнимания ко всем образом я вошел и пребывал в беспредметном сосредоточении ума. По мере того, как я пребывал там, мое сознание стало устремляться вместе с образами». 2. Тогда, друзья, благословенный пришел ко мне посредством сверхъестественных сил и сказал так, «Макгаллана, Макгаллана, не будь беспечным, Брахман, в отношении беспредметного сосредоточения ума. Утверди свой ум в беспредметном сосредоточении ума, объедини свой ум в беспредметном сосредоточении ума, сосредоточь свой ум в беспредметном сосредоточении ума». И далее, друзья, спустя какое-то время, за счет невнимания ко всем образом я вошел и пребывал в беспредметном сосредоточении ума. Если, друзья, кто-либо правдиво говорил бы о ком-либо так, он, ученик, достигший величия в прямом знании под руководством учителя, то он мог бы так правдиво сказать обо мне. 1. Анимитта Читтасамадхи. Комментарий поясняет, что это сосредоточение прозрения, випассана самадхи, которое происходит тогда, когда практикующий отбросил видение постоянства и так далее. 2. Нимитта Нуса Ревиньянанхати. Комментарий. Подобное произошло по мере того, как проистекало его мощное и острое знание прозрения в его сосредоточении прозрения. Подобно тому, как если когда человек, рубящий дерево острым топором, будет постоянно осматривать лезвие топора и из-за этого не выполнить работы по срубанию дерева, точно так же Тхера Макгаллана развил увлечение, ни каньте, к прозрению не осуществлял его до конечной цели. САККА СУТТА, САККА. СН. 40, 10. Однажды Достопочтенный Макгаллана пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анадхайпиндике. И тогда, так же быстро, как сильный человек распрямляет согнутую руку или сгибает распрямленную, Достопочтенный Макгаллана исчез из рощи Джеты и возник в мире божеств Туватимзы, прибежище в трех драгоценностях. И тогда САККА, царь Дэвов, подошел к Достопочтенному Макгаллане, поклонился Достопочтенному Макгаллане и встал рядом. Затем Достопочтенный Макгаллана обратился к нему, благостно это, царь Дэвов, принять прибежище в Будде. Поскольку они приняли прибежище в Будде, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. Благостно это, царь Дэвов, принять прибежище в Дхамме. Поскольку они приняли прибежище в Дхамме, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. Благостно это, царь Дэвов, принять прибежище в Сангхе. Поскольку они приняли прибежище в Сангхе, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. Благостно это, почтенный Макгаллана, принять прибежище в Будде. Дхамме. Сангхе. Поскольку они приняли прибежище в Сангхе, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. И затем Сапка, царь Дэвов, подошёл к достопочтенному Махамакгалуани с шестью сотнями Дэвов, семью сотнями Дэвов, восемью сотнями Дэвов, восьмью десятью тысячами Дэвов. Подойдя, он поклонился достопочтенному Махамакгалуани и встал рядом. Затем достопочтенный Махамакгалан обратился к нему, в благих уделах, в небесном мире. Благостно это, царь Дэвов, принять прибежище в Дхамме. Поскольку они приняли прибежище в Дхамме, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. Благостно это, царь Дэвов, принять прибежище в Сангхе. Поскольку они приняли прибежище в Сангхе, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. Благостно это, почтенный Макгаллана, принять прибежище в Будде. Дхамме. Сангхе. Поскольку они приняли прибежище в Сангхе, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. И затем Сапка, царь Дэвов, подошел к достопочтенному Махамакгалуани с шестью сотнями Дэвов, семью сотнями Дэвов, восемью сотнями Дэвов, восьмью десятью тысячами Дэвов. Подойдя, он поклонился достопочтенному Махамакгалуани и встал рядом. Затем достопочтенный Махамакгалана обратился к нему, благостно это, царь Дэвов, принять прибежище в Будде. Поскольку они приняли прибежище в Будде, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. Благостно это, царь Дэвов, принять прибежище в Дхамме. Поскольку они приняли прибежище в Дхамме, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. Благостно это, царь Дэвов, принять прибежище в Сангхе. Поскольку они приняли прибежище в Сангхе, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. Благостно это, почтенный Махамагалана, принять прибежище в Будде. Дхамме. Сангхе. Поскольку они приняли прибежище в Сангхе, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. Четыре фактора вступившего в поток. Затем Сапка, царь дэвов, подошёл к достопочтенному Махамагалане вместе с пятью сотнями дэвов. Подойдя, он поклонился достопочтенному Махамагалане и встал рядом. Затем достопочтенный Махамагалана обратился к нему, благостно это, царь дэвов, обладать подтвержденной верой в Будду, в самом деле таков благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Обладая подтвержденной верой в Будду, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. Благостно это, царь дэвов, обладать подтвержденной верой в Дхамму. Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Обладая подтвержденной верой в Дхамму, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. Благостно это, царь дэвов, обладать подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, несравненное поле заслуг для мира. Обладая подтвержденной верой в Сангху, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. Благостно это, царь Дэвов, обладать нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Обладая нравственными качествами, которые дороги благородным, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. Царь Сакка ответил, благостно это, почтенный Макгаллана, обладать подтвержденной верой в Будду. Тхаму. Сангху, обладать добродетельными качествами, ведущими к сосредоточению. Обладая нравственными качествами, которые дороги благородным, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. Благостно это, царь Дэвов, обладать подтвержденной верой в Будду. Тхаму. Сангху, обладать добродетельными качествами. Сапка ответил, благостно это, почтенный Маггаллана, обладать подтвержденной верой в Будду. Тхаму. Сангху, обладать добродетельными качествами. Превосходство в десяти отношениях благостно это, царь дэвов, принять прибежище в Будде. Поскольку они приняли прибежище в Будде, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. И они превосходят других дэвов в десяти отношениях, в длительности божественной жизни, в божественной красоте, в божественном счастье, в божественной славе, в божественном верховенстве, в божественных формах, в божественных звуках, в божественных запахах, в божественных вкусах, в божественных тактильных ощущениях. Благостно это, царь дэвов, принять прибежище в Тхаме, принять прибежище в Сангхе. Поскольку они приняли прибежище в Сангхе, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. И они превосходят других дэвов в десяти отношениях. Царь Сакка ответил, благостно это, почтенный Макгаллана, принять прибежище в Будде. Тхамме. Сангхе. Поскольку они приняли прибежище, превосходит других дэвов в десяти отношениях. И затем Сакка, царь дэвов, подошел к достопочтенному Макгаллане с шестью сотнями дэвов, семью сотнями дэвов, восемью сотнями дэвов, восьмью десятью тысячами дэвов. Благостно это, царь дэвов, обладать подтвержденной верой в Будду. Тхамму Сангху, обладать добродетельными качествами, превосходит других дэвов в десяти отношениях. Царь Сакка ответил, благостно это, почтенный Макгаллана, обладать подтвержденной верой в Будду. Тхамму Сангху, обладать добродетельными качествами, превосходит других дэвов в десяти отношениях. И затем Сапка, царь дэвов, подошел к достопочтенному Махамак Галани с шестью сотнями дэвов, семью сотнями дэвов, восемью сотнями дэвов, восьмью десятью тысячами дэвов. Превосходит других дэвов в десяти отношениях. Чиндана сутта, Чиндана. СН 40, 11. Сутта раскрывается в точности по схеме СН 40, 10, но вместе с Сапки здесь поочередно идут другие верховные божества миров Камалоки, и тогда Чиндана, молодой дэва. И тогда Суяма, молодой дэва. И тогда Сентусита, молодой дэва. И тогда Сунимита, молодой дэва. И тогда Васаватти, молодой дэва. Саниджана сутта, Путы. СН 41, 1. Однажды группа старших монахов пребывала в Мачихика Синдивроще Дикого Манга. Вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда старшие монахи собрались в павильоне, по мере того как они сидели там, между ними возникла такая беседа, «Друзья, Путы и то, что опутывает, эти вещи отличаются в сути и в названии или же суть одинакова, но только название разное». Некоторые старшие монахи ответили так, «Друзья, Путы и то, что опутывает, различаются и в сути и в названии». Некие другие старшие монахи ответили так, «Друзья, Путы и то, что опутывает имеют одну суть, но различаются только в названии». И тогда домохозяин Читта прибыл в Мегападхаку, один, по неким делам. И домохозяин Читта услышал, как говорят, группа старших монахов, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда собралась в павильоне, и, по мере того как они сидели там, между ними возникла такая беседа, друзья, путай то, что опутывает, эти вещи отличаются в сути и в названии или же суть одинаково, но только названия разные. И тогда домохозяин Читта отправился к тем старшим монахам, поклонился им, сел рядом и сказал, я слышал, достопочтенный, что когда группа старших монахов вернулась с хождения за подаяниями, после обеда они собрались в павильоне, по мере того как они сидели там, между ними возникла такая беседа, друзья, путай то, что опутывает, эти вещи отличаются в сути и в названии или же суть одинаково, но только названия разные. Так оно, домохозяин. Достопочтенный, путай то, что опутывает, отличаются и в сути и в названии. Я приведу вам на этот счет пример, поскольку бывает так, что мудрый человек понимает на примере значений сказанного. Представьте, достопочтенный, как если бы черный бык и белый бык были бы связаны вместе с единым упряжью или ярмом. Правильно было бы утверждать, черный бык является путами для белого быка, белый бык является путами для черного быка? Нет, домохозяин. Черный бык не является путами для белого быка, как и белый бык не является путами для черного быка. Но единое упряжь или ярмо, за счет которого они связаны вместе, вот где здесь путы. Точно так же, достопочтенный, глаз не является путами для форм, формы не являются путами для глаза, но желание и жажда, что возникают в зависимости от обоих, вот где здесь путы. Ухо не является путами для звуков, нос не является путами для запахов, язык не является путами для вкусов, тело не является путами для тактильных ощущений, ум не является путами для ментальных феноменов, но желание и жажда, что возникают в зависимости от обоих, вот где здесь путы. Какое благо для тебя, домохозяин, какое большое благо для тебя, домохозяин, что ты обладаешь око мудрости, которое постигает глубокое слово Будды. 1. Деревня, находящаяся неподалеку от Рощи Дикого Манга, где и происходят действия. Патхама Седатта Сутта, Иседатта 1. СН 41.2. Однажды группа старших монахов пребывала в Мачехикасенде в Рощи Дикого Манга. И тогда домохозяин Чита отправился к тем старшим монахам, поклонился им, сел рядом и сказал, «Достопочтенный, пусть старцы согласятся принять приглашение от меня на завтрашний обед». Старшие монахи молча согласились. И тогда домохозяин Чита, осознав, что старцы согласились, поднялся со своего сиденья, поклонился им и ушел, обойдя их с правой стороны. И после того, как минула ночь, рано утром старшие монахи оделись, взяли чаши верхней одеяния и отправились к дому домохозяина Читы. Там они сели на подготовленные сидения. И тогда домохозяин Чита подошел к старшим монахам, поклонился им, сел рядом и сказал самому старшему из них, «Достопочтенный старец, так говорят, разнообразие элементов, разнообразие элементов». В каком смысле, «Достопочтенный», говорилось о разнообразии элементов благословенным? Когда так было сказано, самый старший достопочтенный старец ничего не ответил. Во второй раз и в третий раз домохозяин Чита задал тот же самый вопрос, и во второй и в третий раз самый старший достопочтенный старец ничего не ответил. Один. В то время достопочтенный Сидатта был самым младшим монахом в той Сангхе. И достопочтенный Сидатта обратился к самому старшему достопочтенному старцу, «Позвольте, достопочтенный старец, ответить на вопрос домохозяина Читы». «Отвечай, друг Сидатта. Домохозяин, ты спрашиваешь так, «Достопочтенный старец, разнообразие элементов, разнообразие элементов». В каком смысле, «Достопочтенный», говорилось о разнообразии элементов благословенным? Да, достопочтенный. Об этом разнообразие элементов, домохозяин, говорилось благословенным, элемент глаза, элемент формы, элемент сознания глаза, элемент уха, элемент звука, элемент сознания уха, элемент носа, элемент запаха, элемент сознания носа, элемент языка, элемент вкуса, элемент сознания языка, элемент тела, элемент тактильного ощущения, элемент сознания тела, элемент ума, элемент ментального феномена, элемент сознания ума. Вот в каком смысле, домохозяин, говорилось о разнообразии элементов в благословенном. И тогда домохозяин Чита, восхитившись и возрадовавшись словам достопочтенного Исидатты, собственноручно обслужил старших монахов различными видами превосходной еды. Когда старшие монахи поели и убрали чаши, они встали со своих сидений и ушли. Затем самый старший достопочтенный старец обратился к достопочтенному Исидатте. Хорошо, друг Исидатта, что тебе пришел на ум ответ на этот вопрос? Мне ответ на ум не пришел. Поэтому, друг Исидатта, каждый раз, когда и в другое время подобный вопрос будут задавать, тебе и следует его прояснять. Один, согласно комментарию, старец знал как ответить, но был плохим оратором и потому молчал. Однако такая точка зрения не согласуется с его признанием ниже по тексту сутты. Дутия Исидатта Сутта, Исидатта 2. СН 41.3. Однажды группа старших монахов пребывала в Мачехикасанди в роще Дикого Манга. И тогда домохозяин Чита отправился к тем старшим монахам, поклонился им, сел рядом и сказал, «Достопочтенный, пусть старцы согласятся принять приглашение от меня на завтрашний обед». Старшие монахи молча согласились. И тогда домохозяин Чита, осознав, что старцы согласились, поднялся со своего сиденья, поклонился им и ушел, обойдя их с правой стороны. И после того, как минула ночь, рано утром старшие монахи оделись, взяли чаши верхней одеяния и отправились к дому домохозяина Читы. Там они сели на подготовленные сиденья. И тогда домохозяин Чита подошел к старшим монахам, поклонился им, сел рядом и сказал самому старшему из них, «Достопочтенный старец», различные воззрения, что возникают в мире, мир вечен или мир не вечен, мир ограничен или мир безграничен, душа и тело суть одно и то же или душа одно, а тело, иное, татхагата существует после смерти, татхагата не существует после смерти, татхагата и существует и не существует после смерти, татхагата не существует, и не существует после смерти, эти, а также и 62 воззрения, упомянутые в Брахмаджаля. Что существует, когда эти воззрения возникают? Чего не существует, когда этих воззрений не возникает? Когда так было сказано, самый старший достопочтенный старец ничего не ответил. Во второй раз и в третий раз домохозяин Чита задал тот же самый вопрос, и во второй и в третий раз самый старший достопочтенный старец ничего не ответил. В то время достопочтенный Седатта был самым младшим монахом в той Сангхе. И достопочтенный Седатта обратился к самому старшему достопочтенному старцу, позвольте, достопочтенный старец, ответить на вопрос домохозяина Читы. Отвечай, друг Виседатта. Домохозяин, ты спрашиваешь так, достопочтенный старец, различные воззрения, что возникают в мире, чего не существует, когда этих воззрений не возникает? Да, достопочтенный. Что касается различных воззрений, что возникают в мире, домохозяин, мир вечен. Татхагата не существует, не не существует после смерти, эти, а также и шестьдесят два воззрения, упомянутые в брахмаджале, когда наличествуют воззрения АЯ, то возникают эти воззрения. Когда они наличествуют воззрения АЯ, то тогда этих воззрений не возникает. Но, достопочтенный, каким образом возникает воззрение АЯ? Вот, домохозяин, необученный заурядный человек, не навещающий благородных, не обученный в их дисциплине Ихдхами, не навещающий чистых умом людей, не обученный в их дисциплине Ихдхами, считает, что «Форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится в форме». Он считает, что чувство, восприятие, формация ума. Сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится в сознании. Вот как возникает воззрение я. И как, достопочтенный, не возникает воззрение я? Вот, домохозяин, обученный ученик благородных, навещающий благородных, обученный в их дисциплине и их Дхами, навещающий чистых умом людей, обученный в их дисциплине и их Дхами, не считает, что форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится в форме. Он не считает, что чувство, восприятие, формация ума в сознании – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится в сознании. Вот так не возникает воззрения я. «Достопочтенный, откуда родом мастера Сиддата? Я из Аванте, домохозяин. Там, достопочтенный, в Аванте, есть один человек по имени Сиддата, наш друг, которого мы никогда не видели, и который покинул мирскую жизнь ради жизни бездомной. Встречал ли достопочтенный его когда-либо? Да, домохозяин. И где же, достопочтенный, теперь этот достопочтенный проживает?» Когда так было сказано, достопочтенный Сиддата ничего не ответил. «Мастер, вы и есть тот самый Сиддата? Тогда пусть мастер Сиддата довольствуется восхитительной рощей дикого мангума Чхикасанды. А я буду усердно снабжать мастера Сиддата одеждой, едой, кровом и лекарствами. Звучит любезно, домохозяин. И тогда домохозяин Чита, восхитившись и возрадовавшись словам достопочтенного Сиддаты, собственноручно обслужил старших монахов различными видами превосходной еды. Когда старшие монахи поели и убрали чаши, они встали со своих сидений и ушли. Затем самый старший достопочтенный старец обратился к достопочтенному Сиддате. Хорошо, друг Сиддата, что тебе пришел на ум ответ на этот вопрос? Мне ответ на ум не пришел. Поэтому, друг Сиддата, каждый раз, когда и в другое время подобный вопрос будут задавать, тебе и следует его прояснять. И затем достопочтенный Сиддата привел в порядок жилище, взял чашля одеяния и покинул Мачхикасанду. И после того, как он ушел, он никогда сюда более не возвращался. Махака Патихария Супта, чудо, сотворенное Махакой. СН 41.4. Однажды группа старших монахов пребывала в Мачхикасанде в роще дикого манга. И тогда домохозяин Чита отправился к тем старшим монахам, поклонился им, сел рядом и сказал, достопочтенный, пусть старцы согласятся принять приглашение от меня на завтрашний обед. Старшие монахи молча согласились. И тогда домохозяин Чита, осознав, что старцы согласились, поднялся со своего сиденья, поклонился им и ушел, обойдя их с правой стороны. И после того, как минула ночь, рано утром старшие монахи оделись, взяли чаши верхние одеяния и отправились к дому домохозяина Читы. Там они сели на подготовленные сиденья. И тогда домохозяин Чита собственноручно обслужил старших монахов превосходным молочным рисом с топленым маслом. Когда старшие монахи поели и убрали чаши, они встали со своих сиденья и ушли. И затем домохозяин Чита, сказав, раздайте остатки пищи, отправился вслед за старшими монахами. В то время стояла страшная жара, и старцы шли так, как будто их тело таяли из-за еды, которую они только что поели. В то время достопочтенный Махака был самым младшим монахом в Сангхе. И достопочтенный Махака обратился к самому старшему достопочтенному старцу, было бы хорошо, достопочтенный старец, если подул бы прохладный ветерок, если образовалась бы завеса из облаков, если пошел бы мелкий дождь. Да, было бы хорошо, друг. И тогда достопочтенный Махака сотворил такое чудо посредством сверхъестественных сил, что подул прохладный ветерок, образовалась завеса из облаков, пошел мелкий дождь. Мысль пришла к домохозяину Чите, вот какой сверхъестественной силой и могуществом обладает самый младший монах в Сангхе. И тогда, как только достопочтенный Махака пришел в монастырь, он сказал самому старшему достопочтенному старцу, достаточно, достопочтенный старец. Довольно, друг Махака. Сделанного вполне хватит, друг Махака, предложенного вполне достаточно. Затем старшие монахи разошлись по своим жилищам, а достопочтенный Махака отправился в собственную хижину. И тогда домохозяин Чита подошел к достопочтенному Махаке, поклонился ему, сел рядом и сказал, было бы хорошо, достопочтенный, если бы мастер Махака продемонстрировал мне сверхчеловеческое чудо посредством сверхъестественных сил. В таком случае, домохозяин, расстели свой плащ на террасе и разбросай по нему пучок травы. Хорошо, достопочтенный, ответил домохозяин Чита, расстелил свой плащ на террасе и разбросал по нему пучок травы. Затем, войдя в свою хижину и заперев дверь, достопочтенный Махака сотворил такое чудо посредством сверхъестественных сил, что пламя вылетело из-за мощной скважины и щелей у двери и сожгло траву, но не плащ. Домохозяин Чита встряхнул плащ и встал рядом, напуганный и пораженный. Затем достопочтенный Махака вышел из хижины и обратился к домохозяину Чите, достаточно, домохозяин? Довольно, достопочтенный Махака. Сделанного вполне хватит, достопочтенный Махака, предложенного вполне достаточно. Пусть достопочтенный Махака довольствуется восхитительной рощей дикого мангу Мачхи Касанды. А я буду усердно снабжать достопочтенного Махаку одеждой, едой, кровом и лекарствами. Звучит любезно, домохозяин. И затем достопочтенный Махака привел в порядок жилище, взял чашу и одеяние и покинул Мачхи Касанду. И после того, как он ушел, он никогда сюда более не возвращался. Патхама Камабху Сутта, Камабху 1. СН 41.5. Однажды достопочтенный Камабху пребывал в Мачхи Касанди в рощи дикого манга. И тогда домохозяин Чита отправился к достопочтенному Камабхе, поклонился ему и сел рядом. Достопочтенный Камабху сказал ему, так было сказано, домохозяин, с прекрасными колесами, с навесом белым, едет колесница на одной спице, смотри как пребывает, без проблем, поток отрезан, скованности нет. Один. Как, домохозяин, следует понимать значение этого краткого утверждения в подробностях? Это было сказано благословенным, достопочтенный? Да, домохозяин. Тогда подождите немного, достопочтенный, пока я обдумываю значение этой фразы. И затем, после некоторого молчания, домохозяин Чита сказал достопочтенному Камабху, достопочтенный, прекрасный означает нравственные качества. С навесом белым означает освобождение. Одна спица означает осознанность. Едет означает поступление и возвращение. Колесница означает это самое тело, состоящее из четырех элементов, рожденное отцом и матерью, выстроенное из риса и каша, подверженное непостоянству, износу, стиранию, распаду и рассеиванию. Жажда, достопочтенный, это проблема. Злоба, это проблема. Заблуждение, это проблема. Для монаха, чьи пятна загрязнения ума уничтожены, эти три качества были отброшены, вырваны с корнем, сделаны подобными обрубку пальмы, уничтожены так, что боли не смогут появиться в будущем. Поэтому монах, чьи пятна уничтожены, обозначается фразой без проблем. Тот, кто пребывает, означает Тараханта. Поток, это достопочтенный, обозначение желания. Для монаха, чьи пятна уничтожены, она была отброшена, вырвана с корнем, сделана подобная обрубку пальмы, уничтожена так, что боли не сможет появиться в будущем. Поэтому монах, чьи пятна уничтожены, обозначается фразой Тот, у кого отрезан поток. Жажда, достопочтенный, это скованность. Злоба, это скованность. Заблуждение, это скованность. Для монаха, чьи пятна уничтожены, эти три качества были отброшены, вырваны с корнем, сделаны подобными обрубку пальмы, уничтожены так, что боли не смогут появиться в будущем. Поэтому монах, чьи пятна уничтожены, обозначается фразой скованности нет. Поэтому, достопочтенный, когда так было сказано благословенным, поток отрезан, скованности нет, то вот так я понимаю в подробностях значение того, что сказал благословенный вкратце. Какое благо для тебя, домохозяин, какое большое благо для тебя, домохозяин, что ты обладаешь око мудрости, которое постигает глубокое слово Будды. Один, эта фраза была сказана в отношении Бхаддиеву Дани 76. Комментарий на Удану поясняет, что все эти качества напрямую относятся к колеснице и метафорически, к караханту. Колесница не имеет изъянов, то есть прекрасна, потому что ее колеса не имеют изъянов. Навес означает навес на колеснице. Без проблем, означает колесницу, в которой нет тряски. Отрезанный поток. В обычной колеснице непрерывный поток масла смазывает оси ступицу, но в этой колеснице этого нет. Скованности нет, в обычной колеснице есть множество подпорок и креплений, которые не дают платформе трястись из-за оси и так далее, но в этой нет таких креплений. Дутия Камабху Сутта, Камабху 2. СН 41.6. Однажды достопочтенный Камабху проживал рядом с Мачихикасандой в роще Манга. И тогда домохозяин Читто подошел к нему и, поклонившись, сел рядом. Затем он обратился к достопочтенному Камабхе, почтенный, сколько всего есть видов формации? Есть три вида формации, домохозяин, телесные формации, словесные формации, умственные формации. Очень хорошо, достопочтенный. И, восхитившийся добрив ответ достопочтенного Камабхе, Читто задал ему следующий вопрос, но что такое телесные формации, что такое словесные формации, что такое умственные формации? Вдохи и выдохи – это телесные формации. Направление ума на мысли и развитие этой мысли – это словесные формации. Восприятие чувства – это умственные формации. Очень хорошо, достопочтенный. И, восхитившийся добрый ответ достопочтенного Камабхи, Читта задал ему следующий вопрос. Но почему вдохи и выдохи – это телесные формации? Почему направление ума на мысли и развитие этой мысли – это словесные формации? Почему восприятие и чувствование – это умственные формации? Вдохи и выдохи телесны. Они тесно связаны с телом. Вот почему вдохи и выдохи – это телесные формации. Направляя ум на какую-либо мысль и развивая эту мысль, человек начинает говорить. Вот почему направление ума на мысли и развитие этой мысли – это словесные формации. Восприятие чувства – умственные. Они тесно связаны с умом. Вот почему восприятие чувства – это умственные формации. Очень хорошо, достопочтенный. И, восхитившийся, одобрив ответ достопочтенного Камабхи, Читта задал ему следующий вопрос, а как происходит достижение прекращения восприятия и чувствования? Когда монах достигает прекращения восприятия и чувствования, к нему не приходит мысль о том, что сейчас я достигну прекращения восприятия и чувствования или я достигаю прекращения восприятия и чувствования или я достиг прекращения восприятия и чувствования. Вместо этого, к такому состоянию приводит то, каким образом ранее был развит ум. Очень хорошо, достопочтенный. И, восхитившийся одобрив ответ достопочтенного Камабхи, Читта задал ему следующий вопрос, когда монах достигает прекращения восприятия и чувствования, что прекращается первым, телесной формацией, словесной формацией или умственной формацией? Когда монах достигает прекращения восприятия и чувствования, то первыми прекращаются словесные формации, затем прекращаются телесные формации, и после этого умственной формации. 1. Очень хорошо, достопочтенный. И, восхитившийся одобрив ответ достопочтенного Камабхи, Читта задал ему следующий вопрос, в чем разница между монахом, который умер, и монахом, который достиг прекращения восприятия и чувствования? В случае с монахом, который умер, его телесные формации прекратились и затихли, его словесные формации прекратились и затихли, его умственные формации прекратились и затихли, его жизненная сила полностью исчерпалось, его тепло утратилось, его способности отключены. Но в случае с монахом, который достиг прекращения восприятия и чувствования, его телесные формации прекратились и затихли, его словесные формации прекратились и затихли, его умственные формации прекратились и затихли, но его жизненная сила не исчерпана, тепло не утратилось, и его способности яркие и четкие. В этом разница между монахом, который умер, и монахом, который достиг прекращения восприятия и чувствования. 2. Очень хорошо, достопочтенный. И восхитившийся, одобрив ответ достопочтенного Камабхи, Читта задал ему следующий вопрос, как происходит выход из прекращения восприятия и чувствования? Когда монах выходит из прекращения восприятия и чувствования, к нему не приходит мысль о том, что сейчас я выйду из прекращения восприятия и чувствования или я выхожу из прекращения восприятия и чувствования или я вышел из прекращения восприятия и чувствования. Вместо этого, к такому состоянию приводит то, каким образом ранее был развит ум. Очень хорошо, достопочтенный. И, восхитившись и одобрив ответ достопочтенного Камабхи, Читта задал ему следующий вопрос, когда монах выходит из прекращения восприятия и чувствования, что появляется первым, телесные формации, словесные формации или умственные формации? Когда монах выходит из прекращения восприятия и чувствования, то первыми появляются умственные формации, затем появляются телесные формации, и после этого появляются словесные формации. Очень хорошо, достопочтенный. И, восхитившись и одобрив ответ достопочтенного Камабхи, Читта задал ему следующий вопрос, когда монах вышел из прекращения восприятия и чувствования, сколько контактов составляют контакт? Когда монах вышел из прекращения восприятия и чувствования, то три контакта составляют контакт, контакт с пустотностью, контакт с беспредметностью, контакт с ненаправленностью. 3. Очень хорошо, достопочтенный. И, восхитившийся, одобрив ответ достопочтенного Камабхи, Читта задал ему следующий вопрос. Когда монах вышел из прекращения восприятия и чувствования, к чему склоняется его ум, к чему он устремляется, к чему направляется? Когда монах вышел из прекращения восприятия и чувствования, то его ум склоняется к уединению, устремляется к уединению, направляется к уединению. 4. Очень хорошо, достопочтенный. И, восхитившийся, одобрив ответ достопочтенного Камабхи, Читта задала ему следующий вопрос, какие качества ума столь необходимы, чтобы достичь прекращения восприятия и чувствования? Странно, домохозяин, что ты спросил последним то, о чем следовало спросить в самом начале. Но, тем не менее, я отвечу тебе. Два качества очень важны в достижении прекращения восприятия и чувствования, успокоении и прозрении. 5. 1. Согласно СН 3611, словесные формации прекращаются при достижении второй джханы, телесной формации, при достижении четвертой джханы, умственной формации, при достижении прекращения восприятия и чувствования. 2. Этого вопроса и ответа нет в похожей сути, МН 44. 3. Пустотность, беспредметность и ненаправленность. Название состояния сосредоточения, предшествующего Нигбания. Они различаются только в подходе. Согласно комментарию, они окрашивают первое познание практикующим Нигбаны. Если он развивал тему прозрения в непостоянство, то он впервые увидит Нигбану как беспредметность, если он развивал тему прозрения в страдательность, то он впервые увидит Нигбану как ненаправленность, если он развивал тему прозрения в безличностность, то он впервые увидит Нигбану как пустотность. 4. Согласно комментарию, уединение в данном контексте означает Ниббану. После выхода из прекращения восприятия и чувствования, получив контакт с пустотностью, беспредметностью и ненаправленностью, ум естественным образом склоняется к прямому переживанию Ниббаны. 5. Этот вопрос и ответ также не включен в МН-44. Успокоение и прозрение, самадхэви пассана, на языке пали. Гадатта Сутта, Гадатта. С.Н. 41.7. Однажды достопочтенный Гадатта пребывал в Мачехикасанди в роще дикого манга. И тогда домохозяин Чита отправился к достопочтенному Гадатте, поклонился ему и сел рядом. Достопочтенный Гадатта сказал ему, по мере того как тот сидел рядом, домохозяин, безмерное освобождение ума, освобождение ума посредством отсутствия всего, пустотное освобождение ума, беспредметное освобождение ума, эти вещи различны в суде. И в названии, или же имеют одну суть, но различаются только в названии? Есть способ объяснению, достопочтенный, когда эти вещи различаются в сути и также различаются в названии, и есть способ, когда они имеют одну суть, но различаются только в названии. И каков, достопочтенный, метод, когда эти вещи различаются в сути и также различаются в названии? 1. Вот монах распространяет в первом направлении, как и во втором направлении, в третьем, четвертом, сознании, наполненной доброжелательностью. Он продолжает распространять такой ум вверх, вниз, вокруг и всюду, ко всем и к самому себе, всецело охватывая мир умом, наполненным доброжелательностью, обильным, обширным, безграничным, лишенным недоброжелательности, свободным от неприязни. Он распространяет в первом направлении, как и во втором направлении, в третьем, четвертом сознании, наполненной состраданием. Он распространяет в первом направлении, как и во втором направлении, в третьем, четвертом сознании, наполненной сорадованием. Он распространяет в первом направлении, как и во втором направлении, в третьем, четвертом сознании, наполненной невозмутимостью. Обильным, обширным, безграничным, лишенным недоброжелательности, свободным от неприязни. Это называется безмерным освобождением ума. 2. И что такое, достопочтенный, освобождение ума посредством отсутствия всего? Вот, полностью преодолев сферу безграничности сознания, осознавая, здесь ничего нет, монах входит и пребывает в сфере отсутствия всего. Это называется освобождением ума посредством отсутствия всего. 3. И что такое, достопочтенный, пустотное освобождение ума? Вот монах, уйдя в лес или к подножию дерева или в пустое жилище, размышляет так, это пусто от я или от того, что принадлежит я. Это называется пустотным освобождением ума. 4. И что такое достопочтенный, беспредметное освобождение ума? Вот, не обращая внимания ни на какие объекты, монах входит и пребывает в беспредметном сосредоточении ума. Это называется беспредметным освобождением ума. Таков, достопочтенный, способ объяснения, когда эти вещи различаются в сути и также различаются в названии. И каков, достопочтенный, способ, когда они имеют одну суть, но различаются только в названии? Жажда, друг, это создатель разграничений. Злоба, это создатель разграничений. Заблуждение, это создатель разграничений. В монахе, чьи пятна загрязнения ума окончились, эти три качества были оставлены, уничтожены, сделаны подобными обрубку пальмы, лишены всяческих условий для развития, не смогут возникнуть в будущем. Если говорить о безграничном состоянии освобожденного ума, то непоколебимые состояния освобожденного ума – самые наилучшие. И это непоколебимые состояния освобожденного ума лишено жажды, лишено злобы, лишено заблуждения. Жажда – это что-то. Злоба – это что-то. Заблуждение – это что-то. В монахе, чьи пятна окончились, эти три качества были оставлены, уничтожены, сделаны подобными обрубку пальмы, лишены всяческих условий для развития, не смогут возникнуть в будущем. Если говорить о состоянии освобожденного ума посредством отсутствия всего, то непоколебимые состояния освобожденного ума – самые наилучшие. И это непоколебимые состояния освобожденного ума лишено жажды, лишено злобы, лишено заблуждения. Жажда – это сотворение образов. Злоба – это сотворение образов. Заблуждение – это сотворение образов. В монахе, чьи пятна окончились, эти три качества были оставлены, уничтожены, сделаны подобными обрубку пальмы, лишены всяческих условий для развития, не смогут возникнуть в будущем. Если говорить о беспредметном состоянии освобожденного ума, то непоколебимые состояния освобожденного ума – самые наилучшие. И это непоколебимые состояния освобожденного ума лишено жажды, лишено злобы, лишено заблуждения. Таков, достопочтенный, способ объяснения, когда эти вещи имеют одну суть, но различаются только в названии. Какое благо для тебя, домохозяин, какое большое благо для тебя, домохозяин, что ты обладаешь оком мудрости, который постигает глубокое слово Будды. Нигантха Натапутта Сутта, Нигантха Натапутта. СН 41.8. И тогда Нигантха Натапутта прибыл в Мачехикасанду вместе с большой группой Нигантхов. Домохозяин чьи-то услышал об этом и вместе с группой мирян отправился к Нигантха Натапутте. Он обменялся вежливыми приветствиями с Нигантхой Натапуттой и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями сел рядом. Затем Нигантха Натапутта обратился к нему, домохозяин, веришь ли ты отшельнику готами, когда он говорит, «Существует уровень сосредоточения без направления и удержания ума на объекте? Существует прекращение направления и удержания?» В этом вопросе, почтенный, я не опираюсь на веру в благословенного, когда он говорит, «Существует уровень сосредоточения без направления и удержания ума на объекте? Существует прекращение направления и удержания?» 1. Когда так было сказано, Нигантха Натапутта с высока и глядел группу своих последователей и сказал, «Посмотрите-ка, уважаемые! Как прямолинейен этот домохозяин Читта! Как честен и открыт! Тот, кто думает, что направление удержания ума можно остановить, мог бы пофантазировать о том, что способен поймать сетью ветер или же остановить поток реки Ганг своим кулаком. Как ты думаешь, почтенный, что является высшим, знание или вера? Знание, домохозяин, превыше веры. Что же, достопочтенный, до той степени, до которой я пожелаю, отбросив чувственное удовольствие, отбросив неблагие состояния ума, я вхожу и пребываю в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием, а также восторгом и удовольствием, что рождены этим отбросыванием. Далее, до той степени, до которой я пожелаю, с угасанием направления и удержания я вхожу и пребываю во второй джхане. Далее, до той степени, до которой я пожелаю, с угасанием восторга, я вхожу и пребываю в третьей джхане. Далее, до той степени, до которой я пожелаю, с прекращением удовольствия о боли, я вхожу и пребываю в четвертой джхане. Поскольку я знаю и вижу так, почтенный, зачем мне опираться на веру в какого-либо жреца или отшельника в отношении утверждения, что существует уровень сосредоточения без направления и удержания ума на объекте, существует прекращение направления и удержания? Когда так было сказано, Нигандхан Атапутта Коса взглянул на группу своих последователей и сказал, «Посмотрите-ка, уважаемые! Какой подлый этот домохозяин Читта! Какой он жулик и обманщик! Как мы поняли, почтенный, ты только что сказал, «Посмотрите-ка, уважаемые! Как прямолинейен этот домохозяин Читта! Как честен и открыт! А теперь, как мы понимаем, ты говоришь, «Посмотрите-ка, уважаемые! Какой подлый этот домохозяин Читта! Какой он жулик и обманщик! Если твое первое утверждение истинно, почтенный, то тогда твое второе утверждение ложно! Если твое первое утверждение ложно, то твое второе утверждение истинно!» Далее, почтенный, можно задать эти десять справедливых вопросов. Когда ты осознаешь их значение, то можешь вместе с группой своих последователей ответить мне. Один вопрос, одна краткая сводка, один ответ. Два вопроса, две кратких сводки, два ответа. Три, четыре, десять вопросов, десять кратких сводок, десять ответов. И затем домохозяин Читта поднялся со своего сиденья и ушел, не задав ни Гантхина Тапути эти десять справедливых вопросов. Два. Один, примечание переводчика СВ, направление и удержание, на Пале, Витакка и Вичара. На грубом уровне эти два фактора относятся к функции речи, однако на уровне джханы, согласно Висуттхимагге, они представляют собой более утонченные функции направления ума и удержания ума на объекте медитации, например, на дыхании. Здесь Читта ставит словесную ловушку Нигантхина Тапути, когда говорит, что не полагается на веру в благословенного в отношении достижения второй джханы, о которой идет речь, поскольку он сам лично мог достигать этого уровня и знал это напрямую, о чем, как видно дальше по тексту, не догадался Натапути. Два. Комментарий поясняет, что если бы Читта задал эти вопросы, то, после того как Нигантха со своими последователями обдумал бы их, Читта мог бы принять их у себя дома и продолжить беседу. Достопочтенный Бодхе, не совсем понятно, задал ли Читта эти вопросы, которые потом были, быть может, вырезаны редакторами канона, или же просто обозначил формат, не сообщив содержимого. Возможно, Натапути отказался принять этот вызов, а потому Читта ушел, так и не задав их. Примечание переводчика СВ, очевидно, речь идет о десяти вопросах, разъясненных в Анн 10.27. Ачела Кассапа сутта, аскет Ачела Кассапа. СН 41.9. И тогда голый аскет Кассапа, который в мирской жизни был старым другом домохозяина Читты, прибыл в Мачхи-Кассанду. Домохозяин Читта услышал об этом и отправился к голому аскету Кассапе. Он обменялся с ним вежливыми приветствиями, и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал ему, как давно, почтенный Кассапа, ты покинул мирскую жизнь, чтобы жить бездомной жизнью? Уже тридцать лет как, домохозяин, я покинул мирскую жизнь, чтобы жить бездомной жизнью. За эти тридцать лет, почтенный, достиг ли ты каких-либо сверхчеловеческих достижений в знании и видении, что достойно благородных, какого-либо приятного пребывания? За эти тридцать лет, как я ушел жить бездомной жизнью, домохозяин, я не достиг каких-либо сверхчеловеческих достижений в знании и видении, что достойно благородных, каких-либо приятных пребываний, но получил только наготу, бритую голову и кисть для подметания сидения. Один. Когда так было сказано, домохозяин Читта сказал ему, как удивительно, почтенный. В самом деле, как поразительно, почтенный. Как хорошо разъяснил Адхама, что за тридцать лет ты не достиг каких-либо сверхчеловеческих достижений в знании и видении, что достойно благородных, никаких приятных пребываний, но получил только наготу, бритую голову и кисть для подметания сидения. Два. А ты, домохозяин? Как долго ты являешься мирским последователем Будды? Столько же, почтенный, уже тридцать лет как. За эти тридцать лет, домохозяин, достиг ли ты каких-либо сверхчеловеческих достижений в знании и видении, что достойно благородных, какого-либо приятного пребывания? А как может быть иначе, почтенный? До той степени, до которой я пожелаю, отбросив чувственные удовольствия, отбросив неблагие состояния ума, я вхожу и пребываю в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием, а также восторгом и удовольствием, что рождены этим отбросиванием. Далее, до той степени, до которой я пожелаю, с угасанием направления и удержания я вхожу и пребываю во второй джхане. Далее, до той степени, до которой я пожелаю, с угасанием восторга, я вхожу и пребываю в третьей джхане. Далее, до той степени, до которой я пожелаю, с прекращением удовольствия от боли, я вхожу и пребываю в четвертой джхане. И кроме того, если я скончаюсь до того, как скончается благословенный, то будет неудивительно, если он заявит обо мне так, нет каких-либо оков, из-за которых домохозяин Читта мог бы вернуться обратно в этот мир. 3. Когда так было сказано, голый аскет Кассапа сказал домохозяину Читте, как удивительно, почтенный в самом деле, как поразительно, почтенный. Как хорошо разъяснена Дхамма, что мирянин, одетый в белые, может достичь сверхчеловеческих достижений в знании и видении, что достоин благородных, приятного пребывания. Могу ли я получить младшее посвящение в этой Дхамме Винае, могу ли получить высшее посвящение? И тогда домохозяин Читта отвел голого аскета Кассапа к старшим монахам и сказал им, достопочтенный, этот голый аскет Кассапа, наш старый друг по нашей мирской жизни. Пусть старцы дадут ему младшее посвящение, пусть дадут ему высшее посвящение. А я буду усердно снабжать его одеждой, едой, кровом и лекарствами. И тогда голый аскет Кассапа получил младшее посвящение в этой Дхамме Винае, получил высшее посвящение. И вскоре после получения высшего посвящения, пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, достопочтенный Кассапа, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Достопочтенный Кассапа стал одним из арахантов. Один, согласно комментарию, имеется в виду кисточка из петушиных перьев, которая подметается от пыли то место, куда аскет хочет сесть. Два, по словам Пхикху Бодхе, здесь непонятно, хвалят ли чьи-то учения Будды, или же иронично критикуют учение, которому следует аскет Кассапа. Три, другими словами, чьи-то заявляет, что он, не возвращающийся. Гелана Сутта, болен. СН 4110. И тогда домохозяин чьи-то был нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. И вот несколько дэвов, проживающих в парках, в рощах, в деревьях, в лекарственных травах, а также лесные гиганты собрались и обратились к домохозяину Чи-то, пожелай, домохозяин, так, пусть и останут своем миродержцем в будущем. Когда так было сказано, домохозяин Чи-то сказал этим божествам, и это тоже не постоянно, и это тоже неустойчиво, это то, что потом нужно будет оставить и пойти дальше. Когда так было сказано, друзья и товарищи, родственники и родня домохозяина Чи-то обратились к нему, утвердить в осознанности, хозяин, Не лепечь ей ерунды. Что я такого сказал, что вы обращаетесь ко мне так? Ты сказал нам, и это тоже не постоянно, и это тоже неустойчиво, это то, что потом нужно будет оставить и пойти дальше. Это потому, что дэвы, проживающие в парках, в рощах, в деревьях, в лекарственных травах, а также лесные гиганты собрались и обратились ко мне, пожелай, домохозяин, так, пусть я стану целым миродержцем в будущем. А я ответил им, и это тоже не постоянно, и это тоже неустойчиво, это то, что потом нужно будет оставить и пойти дальше. А зачем этим божествам, хозяин, говорить это тебе? Потому что эти божества думают так, это домохозяин чьи-то нравственные и порядочные. Если он пожелает, пусть я стану целым миродержцем в будущем. То, поскольку он нравственен, то эта его мечта может сбыться из-за его чистоты. Праведный царь будет совершать праведные подношения. 1. Видя эту выгоду, эти божества собрались и сказали, пожелай, домохозяин, так, пусть я стану целым миродержцем в будущем. А я ответил им, и это тоже не постоянно, и это тоже неустойчиво, это то, что потом нужно будет оставить и пойти дальше. В таком случае, дай нам тоже наставление, домохозяин. 1. Что же, вот как вам следует тренировать себя, мы будем обладать подтвержденной верой в Будду, в самом деле, благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. 2. Мы будем обладать подтвержденной верой в Дхамму. Дхамма превосходна разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. 3. Мы будем обладать подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, 4 пары или 8 типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Четыре, когда есть что-либо в нашей семье, чем можно было бы поделиться, все это мы безвозмездно подарим тем, кто нравственен и порядочен. Вот как вам следует тренировать себя. И тогда, зародив веру в Будду, в Хамму, и Сангху среди своих друзей и товарищей, родственников и родных, наставив их в щедрости, домохозяин Читта скончался. Один, по заметке Пхикху Бодхе, божества хотят убедиться в том, что из-за них в будущем царь будет совершать подношение божествам. Чанда-сутта, Чанда. СН 42.1. В Саваттхе. И тогда градоначальник Чанда гневливо отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Господин, в чем причина, из-за чего некоего человека считают гневливым? И в чем причина, из-за чего некоего человека считают добрым? Вот, градоначальник, некий человек не отбросил жажду. Поскольку он не отбросил жажду, другие люди раздражают его. Когда другие раздражают его, он проявляет раздражение, так, его считают гневливым. Он не отбросил злобу. Поскольку он не отбросил злобу, другие люди раздражают его. Когда другие раздражают его, он проявляет раздражение, так, его считают гневливым. Он не отбросил заблуждений. Поскольку он не отбросил заблуждений, другие люди раздражают его. Когда другие раздражают его, он проявляет раздражение, так, его считают гневливым. В этом причина, вот из-за чего некоего человека считают гневливым. Вот, градоначальник, некий человек отбросил жажду. Поскольку он отбросил жажду, другие люди не раздражают его. Когда другие не раздражают его, он не проявляет раздражения, так, его считают добрым. Он отбросил злобу. Поскольку он отбросил злобу, другие люди не раздражают его. Когда другие не раздражают его, он не проявляет раздражения, так, его считают добрым. Он отбросил заблуждений. Поскольку он отбросил заблуждение, другие люди не раздражают его. Когда другие не раздражают его, он не проявляет раздражения, так, его считают добрым. В этом причина, вот из-за чего некоего человека считают добрым. Когда так было сказано, градоначальник Чанда сказал благословенному, «Великолепно, господин! Великолепно!» Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зря Чеда мог увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. «Я принимаю прибежище в благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь». Талапутта сутта, Талапутта. СН 42.2. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И тогда директор театральной труппы Талапутта подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Господин, я слышал, что в линии учителей, среди старых актеров, говорят так, если актер в театре или на арене развлекает и веселит людей тем, что истинно, и тем, что ложно, то после распада тела, после смерти, он перерождается среди смеющихся божеств. Что благословенный скажет на это? Довольно, директор, оставь это. Не спрашивай меня об этом». Во второй раз и в третий раз директор труппы Талапутта сказал, «Господин, я слышал, что в линии учителей, среди старых актеров, говорят так, если актер в театре или на арене развлекает и веселит людей тем, что истинно и тем, что ложно, то после распада тела, после смерти, он перерождается среди смеющихся божеств. Что благословенный скажет на это? В самом деле, директор, мне не достучаться до тебя, когда я говорю, «Довольно, директор, оставь это». Не спрашивай меня об этом. Но, все же, я отвечу тебе. В театре или на арене, среди существ, которые еще не лишены жажды, которые скованы оковами жажды, актер развлекает их будоражащими вещами, которые возбуждают в них лишь еще больше жажды. В театре или на арене, среди существ, которые еще не лишены злобы, которые скованы оковами злобы, актер развлекает их разъяряющими вещами, которые возбуждают в них лишь еще больше злобы. В театре или на арене, среди существ, которые еще не лишены заблуждения, которые скованы оковами заблуждения, актер развлекает их запутывающими вещами, которые возбуждают в них лишь еще больше заблуждения. Так, будучи самопьяненным и беспечным, сделав опьяненными и беспечными других, после распада тела, после смерти, он перерождается в аду смеха. 1. Но если он придерживается такого воззрения, как это, если актер в театре или на арене развлекает и веселит людей тем, что истинно, и тем, что неправда, то после распада тела, после смерти, он перерождается среди смеющихся божеств, то это его неправильные воззрения. А человека с неправильными воззрениями, я говорю тебе, ожидает одна из этих двух участей, либо ад, либо мир животных. Когда так было сказано, директор труппы Талапутты закричал и заплакал. Благословенный сказал, я так и не достучался до тебя, когда сказал, довольно, директор, оставь это. Не спрашивай меня об этом. Я рыдаю не из-за того, господин, что сказал мне Благословенный, но потому, что меня долгое время дурили, надували и обманывали те старые актеры в линии учителя, которые говорили, если актер в театре или на арене развлекает и веселит людей тем, что истинно, и тем, что ложно, то после распада тела, после смерти, он перерождается среди смеющихся божеств. Великолепно, господин. Великолепно. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в Благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в Санкт-Химонахов. Могу ли я получить младшее посвящение у Благословенного, господин, могу ли я получить высшее монашеское посвящение? И тогда директор труппы Талапутта получил младшее посвящение у Благословенного и высшее посвящение. И вскоре после того, как он получил высшее посвящение, пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, достопочтенный Талапутта, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Достопочтенный Талапутта стал одним из арахантов. Один, согласно комментарию, это часть непрерывного Адавича, где существ пытают таким образом, что это отдаленно выглядит как пение и танцы. Ядхаджива сутта, Ядхаджива. СН 42.3. И тогда начальник наемников Ядхаджива подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Господин, я слышал, что в линии учителей, среди старых наемников, говорят так, если наемник усердный и пылкий в битве, то, если его убьют и прикончит, в то время, как он пребывает усердным и пылким в битве, то, после распада тела, после смерти, он перерождается среди божеств, погибших в битве. Что Благословенный скажет на это? Довольно, начальник, оставь это. Не спрашивай меня об этом». Во второй раз и в третий раз начальник наемников Ядхаджива сказал, «Господин, я слышал, что в линии учителей, среди старых наемников, говорят так, если наемник усердный и пылкий в битве, то, если его убьют и прикончит, в то время, как он пребывает усердным и пылким в битве, то, после распада тела, после смерти, он перерождается среди божеств, погибших в битве. Что Благословенный скажет на это? В самом деле, начальник, мне не достучаться до тебя, когда я говорю, «Довольно, начальник, оставь это». «Не спрашивай меня об этом. Но, все же, я отвечу тебе. Когда, начальник, наемник усердный и пылкий в битве, то его ум уже низок, испорчен, направлен неправильным образом так, пусть эти существа будут убиты, повержены, уничтожены, ликвидированы, истреблены. Если затем другие убьют его, прикончат его, по мере того, как он пребывает усердным и пылким в битве, то, после распада тела, после смерти, он перерождается в аду убитых воинов. 1. Но если он придерживается такого воззрения, как это, если наемник усердный и пылкий в битве, то, если его убьют и прикончит, в то время, как он пребывает усердным и пылким в битве, то, после распада тела, после смерти, он перерождается среди божеств, погибших в битве, то это его неправильное воззрение. А человека с неправильными воззрениями, я говорю тебе, ожидает одна из этих двух участей, либо ад, либо мир животных. Когда так было сказано, начальник Итхаджива закричал и заплакал. Благословенный сказал, я так и не достучался до тебя, когда сказал, довольно, начальник, оставь это. Не спрашивай меня об этом. Я рыдаю не из-за того, господин, что сказал мне Благословенный, но потому, что меня долгое время дурили, надували и обманывали те старые наемники в линии учителей, которые говорили, если наемник усердный и пылкий в битве, то, если его убьют и прикончит, в то время, как он пребывает усердным и пылким в битве, то, после распада тела, после смерти, он перерождается среди божеств, погибших в битве. Великолепно, господин. Великолепно. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же Благословенный различными способами прояснил Дхаму. Я принимаю прибежище в Благословенном, прибежище в Дхаме, и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть Благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, согласно комментарию, это часть непрерывного Адавича, где существа рождаются в виде погибших в бою солдат. Сутты СН-42-4-5. Эти две сутты идентичны СН-42-3, но в первой действующем лицом является начальник воинов на боевых слонах Хат-Тхароха, а во второй – начальник кавалеристов Ассароха. Асибан-Хакапутта сутта Асибан-Хакапутта. СН-42-6. Однажды Благословенный пребывал на лайнде в манговой роще Поварике. И тогда градоначальник Асибан-Хакапутта подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Господин, как говорят, брахманы западного региона, те, что носят горшки для воды, носят гирлянды из водорослей, омывают себя в воде, почитают священный огонь, направляют умершего ввысь, ведут его, сопровождают к небесному миру. Один. Но благословенный, Арахант, полностью просветленный, может сделать так, что после распада тела, после смерти, весь мир мог бы переродиться в благому деле, в небесном мире. Что же, градоначальник, на этот счет я задам тебе вопрос. Отвечая так, как сочтешь нужным. Как ты думаешь, градоначальник? Представь, как если бы человек уничтожал жизнь, брал то, что ему не было дано, пускался в неблагое сексуальное поведение, говорил намеренную ложь, говорил сеющий распри речи, говорил грубые слова, пустословил, был бы жадным, полным недоброжелательности, имел бы неправильное воззрение. И большая толпа людей собралась бы вокруг него, и они возносили бы молитвы, декламировали восхваление, обходили бы его вокруг в почтительном приветствии, говоря так, после распада тела, после смерти, пусть это человек переродится в благому делу, в небесном мире. Как ты думаешь, градоначальник, из-за молитв этой большой толпы людей, из-за их восхвалений, из-за их обхождений вокруг в почтительном приветствии, мог бы это человек после распада тела, после смерти, переродиться в благому делу, в небесном мире? Нет, господин. Представь, градоначальник, как если бы человек швырнул бы в глубокий пруд огромный булыжник. И большая толпа людей собралась бы вокруг него, и они возносили бы молитвы, декламировали восхваление, обходили бы его вокруг в почтительном приветствии, говоря так, всплыви, дорогой булыжник. Поднимайся, дорогой булыжник. Выйди на сушу, дорогой булыжник. Как ты думаешь, градоначальник, из-за молитв этой большой толпы людей, из-за их восхвалений, из-за их обхождений вокруг в почтительном приветствии, мог бы этот булыжник всплыть, подняться, выйти на сушу? Точно так же, градоначальник, если человек уничтожает жизнь, берет то, что не дано, имеет неправильное воззрение, то даже если собралась бы большая толпа людей вокруг него, то, все же, после распада тела, после смерти, этот человек переродился бы в состоянии лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. Как ты думаешь, градоначальник? Представь, как если бы человек воздерживался от уничтожения жизни, от взятия того, что ему не было дано, от неблагого сексуального поведения, от намеренной лжи, от сеющих расприличей, от грубых слов, от пустословия, и он не был бы жадным, не имел бы недоброжелательности и придерживался бы правильных воззрений. И большая толпа людей собралась бы вокруг него, и они возносили бы молитвы, декламировали восхваления, обходили бы его вокруг в почтительном приветствии, говоря так, после распада тела, после смерти, пусть этот человек переродится в состоянии лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. Как ты думаешь, градоначальник? Из-за молитвы этой большой толпы людей, из-за их восхвалений, из-за их обхождения вокруг в почтительном приветствии, мог бы этот человек после распада тела, после смерти, переродиться в состоянии лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду? Представь, градоначальник, как если бы человек погрузил горшок с топленым маслом или с простым маслом в глубокий пруд и разбил бы его. Все осколки и фрагменты утонули бы, но топленое масло или простое масло всплыло бы. И большая толпа людей собралась бы вокруг него, и они возносили бы молитвы, декламировали восхваления, обходили бы его вокруг в почтительном приветствии, говоря так, утони, дорогое топленое масло или простое масло. Осядь, дорогое топленое масло или простое масло. Отправляйся ко дну, дорогое топленое масло или простое масло. Как ты думаешь, градоначальник? Из-за молитвы этой большой толпы людей, из-за их восхвалений, из-за их обхождений вокруг в почтительном приветствии, могло бы это топленое масло или простое масло утонуть, а сесть, отправиться ко дну? Точно так же, градоначальник, если человек воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что ему не было дано, имеет правильное воззрение, то даже если собралась бы большая толпа людей вокруг него, то, все же, после распада тела, после смерти, этот человек переродился бы в благом уделе, в небесном мире. Когда так было сказано, градоначальник Асибанха Капутта обратился к Благословенному, великолепно, господин! Великолепно! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанный, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же Благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в Благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть Благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, согласно комментарию, они стоят над трупом и произносят фразу, направляйся в мир Брахмы, направляйся в мир Брахмы. Кхиттупама сутта, пример с полем. СН 42.7. Однажды Благословенный пребывал в Наланде в Манговой рощи Паварики. И тогда градоначальник Асибанха Капутта подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, господин, не пребывает ли Благословенный в сострадании ко всем живым существам? Так оно, градоначальник, Татхагата пребывает в сострадании ко всем живым существам. Тогда почему же, господин, Благословенный учит Тхаме тщательно одних, но не столь тщательно других? Что же, градоначальник, на этот счет я задам тебе вопрос. Отвечая так, как сочтешь нужным. Как ты думаешь, градоначальник? Представь, как если бы у фермера было три поля, превосходные, среднего качества, и низкого, грубой, соленой, с плохой почвой? Как ты думаешь, градоначальник? Если бы фермер захотел бы посеять зерна, то где бы он посеял их вначале, на превосходном поле, на поле среднего качества, или на поле низкого качества, которые грубой, соленой, с плохой почвой? Если бы, господин, фермер захотел бы посеять зерна, то он бы посеял их вначале на превосходном поле. Посеяв зерна там, он далее и посеял бы зерна на поле среднего качества. Посеяв зерна там, он мог бы посеять, а мог бы и не сеять зерна на поле низкого качества, которые грубые, соленые, с плохой почвой. И почему? Потому что его, как минимум, можно было бы использовать для прокорма скота. Градоначальник, для меня подобны превосходному полю моей монахи и монахине. Их я обучаю Дхаме, которая прекрасна в начале, прекрасна в середине, прекрасна в конце, как в духе, так и в букве. Я раскрываю им святую жизнь, полностью совершенную и чистую. И почему? Потому что они будут пребывать со мной в качестве своего острова, со мной в качестве своего крова, со мной в качестве своего защитника, со мной в качестве своего прибежища. Далее, Градоначальник, для меня подобны полю среднего качества мои миряне-мирянки. Их я также обучаю Дхаме, которая прекрасна в начале, прекрасна в середине, прекрасна в конце, как в духе, так и в букве. Я раскрываю им святую жизнь, полностью совершенную и чистую. И почему? Потому что они будут пребывать со мной в качестве своего острова, со мной в качестве своего крова, со мной в качестве своего защитника, со мной в качестве своего прибежища. Далее, градоначальник, для меня подобны полю низкого качества, с грубой, солёной, плохой почвой, жрец и отшельники, а также странники-приверженцы иных учений. Их я также обучаю Дхамме, которая прекрасна в начале, прекрасна в середине, прекрасно в конце, как в духе, так и в букве. Я раскрываю им святую жизнь, полностью совершенную и чистую. И почему? Потому что даже если они поймут лишь одно предложение, это приведет к их благополучию и счастью на долгое время. Представь, градоначальник, как если бы у человека было три горшка для воды, один без трещин, который не пропускает воду, другой, без трещин, но который пропускает воду, и еще один, с трещинами, который пропускает воду. Как ты думаешь, градоначальник, если бы то человек захотел запастись водой, то где бы он вначале сохранил ее, в горшке для воды, который без трещин, который не пропускает воду, или в горшке для воды, который без трещин, но который пропускает воду, или в горшке для воды с трещинами, который пропускает воду? Если бы, господин, это человек захотел бы запастись водой, то он вначале сохранил бы ее в горшке для воды, который не имеет трещин, который не пропускает воду. Сделав запас воды в нем, он затем сохранил бы ее в горшке для воды и без трещин, но который пропускает воду. Сделав запас воды в нем, он затем сохранил бы ее в горшке для воды и с трещинами, который пропускает воду. И почему? Потому что, как минимум, ее можно было бы использовать для мытья посуды. Градоначальник, для меня подобны горшку для воды и без трещин мои монахи и монахини. Их я обучаю Дхамме. Со мной в качестве своего прибежища. Далее, градоначальник, для меня подобный горшку без трещин, но пропускающему воду, мои миряне и мирянки. Их я также обучаю Тхамме, со мной в качестве своего прибежища. Далее, градоначальник, для меня подобный горшку с трещинами, пропускающему воду, жрецы и отшельники, а также странники-приверженцы иных учений. Их я также обучаю Тхамме. Потому что если даже они поймут лишь одно предложение, это приведет к их благополучию и счастью на долгое время. Когда так было сказано, градоначальник Асибанхакапута обратился к благословенному, великолепно, господин. Великолепно. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в Благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Санкт-Хасута, горн из морской раковины. СН 42.8. Однажды благословенный пребывал рядом с Наландой в манговой роще Паварики. И в то время старейшина Асибанхакапута, ученик Нигантхов, отправился к благословенному и по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. И тогда благословенный сказал ему, старейшина, как учит Дхамме своих учеников Нигантханатапута? Нигантханатапута учит Дхамме своих учеников так, господин, все те, кто убивают, обречены на удел лишений, обречены на ад. Все те, кто воруют, пускаются в неблагое сексуальное поведение, говорят ложь, обречены на удел лишений, обречены на ад. Когда кто-то делает что-либо постоянно, то это ведет его к тому или иному уделу прирождения. Вот так Нигантханатапута учит Дхамме своих учеников. Если бы это было так, что когда кто-то делает что-либо постоянно, то это ведет его к тому или иному уделу прирождения, то, в таком случае, согласно словам Нигантханатапуты, никто не отправляется в удел лишений, в ад. Как ты думаешь, старейшина, если кто-либо убивает живых существ, то при сопоставлении того времени, что он тратил на это и не тратил, днем или же ночью, чего будет больше, времени, что он потратил на убийство, или же времени, когда он не убивал? Если кто-либо убивает, господин, то при сопоставлении того времени, что он тратил на это и не тратил, днем или же ночью, то того времени, что он потратил на убийство, будет меньше, а времени, когда он не убивал, будет, конечно же, больше. Выходит, если это так, что, когда кто-то делает что-либо постоянно, то это ведет его к тому или иному уделу прирождения, то, в таком случае, согласно словам Нигантханатапуты, никто не отправляется в удел лишений, в ад. Как ты думаешь, старейшина, если кто-либо ворует? Как ты думаешь, старейшина, если кто-либо пускается в неблагое сексуальное поведение? Как ты думаешь, старейшина, если кто-либо говорит ложь, то при сопоставлении того времени, что он тратил на это и не тратил, днем или же ночью, чего будет больше, времени, что он потратил на ложь, или же времени, когда он не лгал? Если кто-либо лжет, господин, то, при сопоставлении того времени, что он тратил на это и не тратил, днем или же ночью, то того времени, что он потратил на ложь, будет меньше, а времени, когда он не лгал, будет, конечно же, больше. Бывает так, старейшина, когда какой-либо учитель придерживается такой доктрины, имеет такое воззрение, все те, кто убивают, обречены на удел лишений, обречены на ад. Все те, кто воруют. Все те, кто пускаются в неблагое сексуальное поведение. Все те, кто говорят ложь, обречены на удел лишений, обречены на ад. И ученик имеет веру в этого учителя, и мысль приходит к нему, наш учитель придерживается такой доктрины, имеет такое воззрение, все те, кто убивают, обречены на удел лишений, обречены на ад. Я убивал живых существ. Значит, я тоже обречен на удел лишений, обречен на ад. И он цепляется к такому воззрению. Если он не отбросит подобные доктрины, не отбросит подобного состояния ума, не отбросит подобного воззрения, то, как если бы его туда затянули силой, он окажется в аду. Мысль приходит к нему, наш учитель придерживается такой доктрины, имеет такое воззрение, все те, кто воруют. Все те, кто пускаются в неблагое сексуальное поведение. Все те, кто говорят ложь, обречены на удел лишений, обречены на ад. Я намеренно говорил неправду. Значит, я тоже обречен на удел лишений, обречен на ад. И он цепляется к такому воззрению. Если он не отбросит подобные доктрины, не отбросит подобного состояния ума, не отбросит подобного воззрения, то, как если бы его туда затянули силой, он окажется в аду. И вот, старейшина, Татхагата появляется в мире, достойный и правильно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Разными способами он критикует и порицает убийство, говоря, воздерживайтесь от убийства. Он критикует и порицает вороство, говоря, воздерживайтесь от вороства. Он критикует и порицает неблагое сексуальное поведение, говоря, воздерживайтесь от неблагого сексуального поведения. Он критикует и порицает ложь, говоря, воздерживайтесь от лжи. И ученик имеет веру в этого учителя, и размышляет, разными способами благословенный критиковал и порицал убийство, говоря, воздерживайтесь от убийства. До той или иной степени я убивал живых существ. Это было неправильно. Это было плохо. Но, если из-за этого я стану мучить себя угрызениями совести, то это не отменит свершенных мной злодеяний. Размышляя так, он тут же отбрасывает убийство и в будущем воздерживается от убийства. Вот как происходит оставление этого неблагого поступка. Вот как происходит преодоление этого неблагого поступка. Отбросив убийство, он воздерживается от убийства. Отбросив вороство, он воздерживается от вороства. отбросив недозволенное сексуальное поведение, он воздерживается от недозволенного сексуального поведения. Отбросив ложь, он воздерживается от лжи. Отбросив всеющую расприречь, он воздерживается от всеющей расприречи. Отбросив грубую речь, он воздерживается от грубой речи. Отбросив пустословий, он воздерживается от пустословия. Отбросив скупость, он перестает быть скупым. Отбросив недоброжелательность и злобу, он становится тем, чей ум не охвачен недоброжелательностью. Отбросив неправильное воззрение, он становится тем, кто обладает правильными воззрениями. И этот ученик благородных, старейшина, лишенной скупости, лишенной недоброжелательности, незапутанный, бдительный, осознанный, наполняет первое направление умом, наделенным доброжелательностью, равно как и второе, равно как и третье, равно как и четвертое. Вверх, вниз, вокруг и везде во всей полноте он наполняет всю вселенную умом, наделенным доброжелательностью, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Подобно тому, как сильный человек, который дует в горн из морской раковины, может с легкостью извести четыре направления, то точно так же, когда освобожденный доброжелательностью ум развит и взращен подобным образом, то более не остается любого свершенного до определенной степени проступка. 1. И этот ученик благородных, лишенной скупости, лишенной недоброжелательности, незапутанный, бдительный, осознанный, наполняет первое направление умом, наделенным состраданием, умом, наделенным сорадованием, умом, наделенным невозмутимостью, равно как и второе, равно как и третье, равно как и четвертое. Вверх, вниз, вокруг и везде во всей полноте он наполняет всю вселенную умом, наделенным невозмутимостью, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Подобно тому, как сильный человек, который дует в горн из морской раковины, может с легкостью извести четыре направления, то, точно так же, когда освобожденный невозмутимостью ум развит возделан подобным образом, то более не остается любого свершенного до определенной степени проступка. Когда так было сказано, старейшина Асибанха Капута, ученик Нигантхов, обратился к благословенному, «Великолепно, господин! Великолепно! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхаму. Я принимаю прибежище в благословенном, прибежище в Дхаме, и прибежище в Сангхе монахов. Пусть благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь». Один, примечание переводчика С.В. В переводе достопочтенного Бодхе, любая совершенная ограниченная кама не наличствует там, то есть у него, не присутствует там. Вероятно, сюда относятся любые негативные поступки за исключением пяти самых тяжелых, которые неизбежно приводят после смерти к рождению в аду, убийство отца, матери, пролитие крови Будды со злым умыслом, убийство Араханта, создание расколов Сангхи. Кула Сутта, Семьи. С.Н. 42.9. Однажды благословенный, странствуя по стране, касался Большой Сангхи и монахов, прибыл в Наланду. Там, в Наланде, он остановился в манговой роще Паварики. И в ту пору Наланду охватил голод, наступило время нехватки, посев был погублен и превратился в солому. И тогда Нигантха Натапутта пребывал в Наланде вместе с большой группой Нигантхов. И вот градоначальник Ассибангхакапутта, мирской последователь Нигантхов, отправился к Нигантхе Натапутте, поклонился ему и сел рядом. Затем Нигантханатапутта сказал ему, «Ну же, градоначальник, докажи ошибочность учения отшельника Гатамы. И тогда тебе пойдет славная молва». Градоначальник Ассибангхакапутта доказал ошибочность учения отшельника Гатамы, такого великого и могущественного. Но как же, господин, мне доказать ошибочность учения отшельника Гатамы, такого великого и могущественного? Отправляйся, градоначальник, к отшельнику Гатаме и задай ему такой вопрос, «Господин, не восхваляет ли благословенный различными способами сочувствия к семьям, защиту семей, сострадания к семьям? Если, будучи спрошенным тобой так, отшельник Гатама скажет, да, градоначальник, Татхагата восхваляет различными способами сочувствия к семьям, защиту семей, сострадания к семьям, то тебе следует ответить ему, тогда зачем же, господин, благословенный странствует с Большой Сангхой монахов во времена голода и нехватки, когда посев погублен не превратился в солому. Благословенный практикуют ради уничтожения семей, ради причинения горя семьям, ради краха семей. Когда ты задашь отшельнику Гатами этот двойной вопрос Рогатину, он не сможет ни проглотить это, ни выплюнуть. «Хорошо, господин», ответил градоначальник Осибэндхакапута. Затем он встал со своего сиденья, поклонился Нигантхина Тапутти, обойдя его с правой стороны, ушел, отправившись к Благословенному. Прибыв к Благословенному он поклонился ему, сел рядом и сказал, господин, не восхваляет ли Благословенный различными способами сочувствия к семьям, защиту семей, сострадания к семьям? Да, градоначальник, Татхагата восхваляет различными способами сочувствия к семьям, защиту семей, сострадания к семьям. Тогда зачем же, господин, Благословенный странствует с Большой Сангхой монахов во времена голода и нехватки, когда посев погублен и превратился в солому? Благословенный практикуют ради уничтожения семей, ради причинения горя семьям, ради краха семей. Я помню прошлое на 91 цикл существования мира тому назад, градоначальник, но я не припоминаю ни единой семьи, которая была бы разрушена лишь из-за подношения приготовленной еды. Напротив, все те богатые семьи, что есть, с большим богатством и имуществом, с запасами золота и серебра, с владениями и продовольствием, с обилием ценностей и зерна, все они стали таковыми из-за свершения дарения, из-за праведности, из-за самоконтроля. Существует, градоначальник, 8 причин и условий для разрушения семей. Семьи разрушаются из-за, царя, воров, огня, воды, утери накопленного, невзгоды за неумелого управления делами, появление в семье расточителя, который глупо тратит, транжирит, проматывает ее имущество, непостоянство. Таковы 8 причин и условий для разрушения семей. И когда существуют эти 8 причин и условий для разрушения семей, если кто-либо скажет обо мне так, Благословенный практикуют ради уничтожения семей, ради причинения горя семьям, ради краха семей, то, если он не отбросит этого убеждения и этого состояния ума, если не оставит этого воззрения, то тогда, как если бы его туда затянули силой, он окажется в аду. Когда так было сказано, градоначальник Асибандха Капута обратился к благословенному, великолепно, господин. Великолепно. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в Благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Маничулака сутта, Маничулака. СН 42.10. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И тогда члены царской свиты собрались во дворце, и, по мере того, как они сидели там, среди них возникла такая беседа, золото и серебро позволительны тем отшельникам, что следуют за сыном Сакьев. Отшельники, идущие за сыном Сакьев, соглашаются принимать золото и серебро. Отшельники, идущие за сыном Сакьев, принимают золото и серебро. И тогда градоначальник Маничулака сидел среди них. И он обратился к тому собранию, не говорите так, господа. Золото и серебро не разрешены для отшельников, что следуют за сыном Сакьев. Отшельники, идущие за сыном Сакьев, не соглашаются принимать золото и серебро. Отшельники, идущие за сыном Сакьев, не принимают золото и серебро. Они отбросили драгоценности и золото. Они отбросили использование золота и серебра. И Маничулака смог так и убедить то собрание. Затем Манечулака отправился к Благословенному, поклонился ему, сел рядом. Он сообщил Благословенному обо всем, что случилось, добавив, «Я надеюсь, господин, что когда я ответил так, я сказал то, как это было сказано Благословенным, и не сказал того, что было бы противоположным действительности, объяснил в соответствии с Дхаммой, так что бы мое утверждение не повлекло бы за собой уместной почвы для критики. Вне сомнений, градоначальник, когда ты ответил так, то ты сказал то, как это было сказано мной, не влечет за собой уместной почвы для критики. Ибо, градоначальник, золото и серебро не разрешены для отшельников, что следует за сыном Сакьев. Отшельники, идущие за сыном Сакьев, не соглашаются принимать золото и серебро. Отшельники, идущие за сыном Сакьев, не принимают золото и серебро. Они отбросили драгоценности и золото. Они отбросили использование золота и серебра. Если золото и серебро позволительны кому-либо, то и пять нитей чувственных удовольствий позволительны ему. Если пять нитей чувственных удовольствий позволительны ему, то однозначно, ты можешь считать такого тем, кто не обладает характером отшельника или последователя сына сакьев. Далее, градоначальник, я утверждаю так, солому может искать тот, кому нужна солома. Древесину может искать тот, кому нужна древесина. Телегу может искать тот, кому нужна телега. Рабочую силу может искать тот, кому нужна рабочая сила. Но я не утверждаю, что отшельник каким-либо образом мог бы искать или принимать золото и серебро. Гандхабхака сутта, Гандхабхаки. СН 42.11. Однажды Благословенный пребывал в стране Маула в Мауском городе Урувелакопе. И тогда градоначальник Гандхабхака отправился к Благословенному, по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. Затем он обратился к Благословенному, было бы хорошо, господин, если бы Благословенный объяснил мне возникновение и окончание страданий. Городоначальник, если бы я объяснил тебе возникновение и окончание страданий по отношению к прошлому, говоря, так было в прошлом, то ты бы засомневался и запутался. Если бы я объяснил тебе возникновение и окончание страданий по отношению к будущему, говоря, так будет в будущем, то ты бы засомневался и запутался. Посему вместо этого я, сидя прямо здесь, объясню тебе возникновение и окончание страданий прямо здесь и сейчас. Слушай внимательно, я буду говорить. Как скажете, господин, ответил градоначальник Гандхабхака. Благословенный сказал, как ты думаешь, градоначальник, если какие-либо люди вырубил Акаппе, из-за которых ты бы опечалился, заплакал, болезненно запереживал, забеспокоился и впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили? Да, господин, есть люди вырубил Акаппе, из-за которых я бы опечалился, заплакал, болезненно запереживал, забеспокоился и впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили. А есть ли какие-либо люди вырубил Акаппе, из-за которых ты бы не опечалился, не заплакал, болезненно не запереживал, не забеспокоился и не впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили? Да, господин, есть люди в Уру-Вил-Акаппе, из-за которых я бы не опечалился, не заплакал, болезненно не запереживал, не забеспокоился и не впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили. Так почему, в чем причина того, что убийство, заточение, штраф или осуждение одних людей в Уру-Вил-Акаппе причинили бы тебе печаль, стинание, боль, беспокойство и отчаяние, тогда как убийство, заточение, штраф или осуждение других людей в Уру-Вил-Акаппе не причинили бы тебе печали, стинание, боли, беспокойство и отчаяние, те люди в Уру-Вил-Акаппе, убийство, заточение, штраф или осуждение которых доставили бы мне печаль, стинание, боль, беспокойство и отчаяние, – это те, к кому я опитаю влечение и приязнь. А те люди вырувила каппи, убийства, заточения, штраф или осуждение, которых не доставили бы мне печали, стенания, боли, беспокойства и отчаяния – это те, к которым у меня нет влечения и приязни. И теперь, градоначальник, то, что ты сейчас осознал, понял, постиг прямо сейчас в настоящем вне зависимости от времени. Это же самое ты можешь соотнести с прошлым и будущим. Любое возникнувшее страдание, возникшее во мне в прошлом, имело желание и в качестве причины, желание и в качестве корня, поскольку желание и есть причина страдания. И любое возникнувшее страдание, что возникнет во мне в будущем, будет иметь желание и в качестве причины, желание и в качестве корня, поскольку желание и есть причина страдания. Поразительно, господин! Изумительно! Как ловко благословенно изложил это, любое возникнувшее страдание, возникшее во мне в прошлом, имеет желание и в качестве причины, желание в качестве корня, поскольку желание есть причина страдания. И любое возникнувшее страдание, что возникнет во мне в будущем, будет иметь желание в качестве причины, желание в качестве корня, поскольку желание есть причина страдания. У меня есть сын, господин, по имени Чараваси, который очень далеко живет от меня. Когда я просыпаюсь утром, я отправляю посыльного, говоря ему, иди и узнай, как там Чараваси. И покуда не вернется посыльный, я прямо вне себя, думая, «Надеюсь, Чараваси не заболел». Теперь, градоначальник, как ты думаешь, если Чараваси убьют или заключат в темницу, оштрафуют или осудят, будешь ли ты печалиться, плакать, болезненно переживать, беспокоиться и впадать в отчаяние? Господин, если моего сына Чараваси убьют или заключат в темницу, оштрафуют или осудят, вся моя жизнь перевернется. Как же мне не испытывать печали, стенания, боли, беспокойства и отчаяния? Таким образом, градоначальник, благодаря этому разумению можно осознать, как, появляясь, возникает страдание, желание, это источник страдания, желание, его корень, поскольку желание есть причина страдания. Теперь, как ты думаешь, градоначальник, прежде чем ты увидел или услышал о матери Чараваси, испытывал ли ты к ней желание, страсть или любовь? Нет, господин. А после того, как ты увидел или услышал о матери Чараваси, испытал ли ты к ней желание, страсть или любовь? Да, господин. Как ты думаешь, если мачароваси убьют или заключат в темницу, оштрафуют или осудят, будешь ли ты печалиться, плакать, болезненно переживать, беспокоиться и впадать в отчаяние? Господин, если мачароваси убьют или заключат в темницу, оштрафуют или осудят, вся моя жизнь перевернется. Как же мне не испытывать печали, стенания, боли, беспокойства и отчаяния? Россия сутта, Россия. СН 42.12. И тогда городоначальник России отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Господин, я слышал так, отшельник Гатама критикуют всякий аскетизм. Он категорически порицает и ругает любых отшельников, которые ведут суровую жизнь в аскезе. Те, кто говорят так, господин, говорят ли так, как это было сказано благословенным, не говорят ли того, что было бы противоположным действительности? Объясняют ли они в соответствии с Дхаммой, так что их утверждение не влечет за собой уместной почвы для критики? Те, кто говорят так, городоначальник, не говорят того, что было сказано мной, они утверждают противоположной действительности. Две крайности существуют, городоначальник, эти две крайности, которым не стоит следовать тому, кто, покинув жизнь домохозяина, ушел в жизнь бездомную. 1. Стремление к чувственному счастью и чувственных удовольствий. Низкому, вульгарному, мирскому, постыдному, не приносящему блага. 2. Стремление к самоумерщвлению, болезненному, постыдному, не приносящему блага, не склоняясь ни к одной из этих крайностей, Татхагата пробудился в срединный путь, который способствует видению, который способствует знанию, который ведет к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббане. И что же это за срединный путь, в который пробудился Татхагата, который способствует видению, ведет к неббане, Это этот благородный восьмеричный путь, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильное усилие, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Таков тот самый срединный путь, в который пробудился Тадхагата, который способствует видению, ведет к неббане. Личности, наслаждающиеся чувственными удовольствиями. Есть, градоначальник, три типа личностей, которые наслаждаются чувственными удовольствиями, существующих в мире. Какие три? Один, вот, градоначальник, некий человек, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство неправедным способом, путем насилия. Поступив так, он не делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, не делится этим и не совершает накопления заслуг. Далее, градоначальник, некий человек, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство неправедным способом, путем насилия. Поступив так, он делает себя счастливым и довольным, но не делится этим и не совершает накопления заслуг. Далее, градоначальник, некий человек, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство неправедным способом, путем насилия. Поступив так, он делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, делится этим и совершает накопление заслуг. Далее, градоначальник, некий человек, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство и праведным и неправедным способом, путем ненасилия и путем насилия. Поступив так, он не делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, не делится этим и не совершает накопления заслуг. Далее, градоначальник, некий человек, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство и праведным, и неправедным способом, путем ненасилия и путем насилия. Поступив так, он делает себя счастливым и довольным, но не делится этим и не совершает накопления заслуг. Далее, градоначальник, некий человек, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным и неправедным способом, путем ненасилия и путем насилия. Поступив так, он делает себя счастливым и довольным и, кроме того, делится этим и совершает накопление заслуг. Три, далее, градоначальник, некий человек, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным способом, путем ненасилия. Поступив так, он не делает себя счастливым и довольным и, кроме того, не делиться этим и не совершает накопления заслуг. Далее, градоначальник, некий человек, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным способом, путем ненасилия. Поступив так, он делает себя счастливым и довольным, но не делиться этим и не совершает накопления заслуг. Далее, градоначальник, некий человек, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным способом, путем ненасилия. Поступив так, он делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, делится этим и совершает накопление заслуг. Но он использует свое богатство, будучи привязанным к нему, будучи очарованным им, будучи слепо поглощенным им, не видя опасности в нем, не понимая спасения. Далее, градоначальник, некий человек, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным способом, путем ненасилия. Поступив так, он делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, делится этим и совершает накопление заслуг. И он использует свое богатство, не будучи привязанным к нему, не будучи очарованным им, не будучи слепо поглощенным им, видя опасность в нем, понимая спасение. Основание для порицания и похвалы. В этом отношении, градоначальник один, человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство неправедным способом, путем насилия, и, который, поступив так, не делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, не делится этим и не совершает накопления заслуг, можно порицать на трех основаниях. На каких трех основаниях его можно порицать? Он ищет богатство неправедным способом, путем насилия, таковы первые основания, на котором его можно порицать. Он не делает себя счастливым и довольным, таково второе основание, на котором его можно порицать. Он не делится этим и не совершает накопления заслуг, таково третье основание, на котором его можно порицать. Такого человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, можно порицать на этих трех основаниях. Два, в этом отношении, градоначальник, человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство неправедным способом, путем насилия, и, который, поступив так, Делает себя счастливым и довольным, но не делится этим и не совершает накопления заслуг, можно порицать на двух основаниях и восхвалять на одном основании. На каких двух основаниях его можно порицать? Он ищет богатство неправедным способом, путем насилия, таковы первые основания, на котором его можно порицать. Он не делится этим и не совершает накопления заслуг, таково второе основание, на котором его можно порицать. И на каком основании его можно восхвалять? Он делает себя счастливым и довольным, таково основание, на котором его можно восхвалять. Такого человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, можно порицать на этих двух основаниях и восхвалять на этом одном основании. 3. В этом отношении, градоначальник, человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство неправедным способом, путем насилия, и, который, поступив так, делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, делится этим и совершает накопление заслуг, можно порицать на одном основании и восхвалять на двух основаниях. И на каком одном основании его можно порицать? Он ищет богатство неправедным способом, путем насилия, таково одно основание, на котором его можно порицать. И на каких двух основаниях его можно восхвалять? Он делает себя счастливым и довольным, таково первое основание, на котором его можно восхвалять. Он делится этим и совершает накопление заслуг, таково второе основание, на котором его можно восхвалять. Такого человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, можно порицать на этом одном основании и восхвалять на этих двух основаниях. 4. В этом отношении, градоначальник, человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство и праведным, и неправедным способом, путем ненасилия и путем насилия, который, поступив так, не делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, не делиться этими и совершает накопления заслуг, можно восхвалять на одном основании и порицать на трех основаниях. На каком одном основании его можно восхвалять? Он ищет богатство праведным способом, путем ненасилия. На каких трех основаниях его можно порицать? Он ищет богатство неправедным способом, путем насилия. Он не делает себя счастливым и довольным. Он не делится этим и не совершает накопления заслуг. 5. В этом отношении, градоначальник, человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство и праведным, и неправедным способом, путем ненасилия и путем насилия, который, поступив так, делает себя счастливым и довольным, но не делится этим и не совершает накопления заслуг, можно восхвалять на двух основаниях и порицать на двух основаниях. На каких двух основаниях его можно восхвалять? Он ищет богатство праведным способом, путем ненасилия. Он делает себя счастливым и довольным. На каких двух основаниях его можно порицать? Он ищет богатство неправедным способом, путем насилия. Он не делится этим и не совершает накопления заслуг. 6. В этом отношении, градоначальник, человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство и праведным, и неправедным способом, путем ненасилия и путем насилия, который, поступив так, делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, делится этим и совершает накопления заслуг, можно восхвалять на трех основаниях и порицать на одном основании. На каких трех основаниях его можно восхвалять? Он ищет богатство праведным способом, путем ненасилия. Он делает себя счастливым и довольным. Он делится этим и совершает накопление заслуг. На каком одном основании его можно порицать? Он ищет богатство неправедным способом, путем насилия. 7. В этом отношении, градоначальник, человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным способом, путем ненасилия, который, поступив так, не делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, не делится этим и не совершает накопления заслуг, можно восхвалять на одном основании и порицать на двух основаниях. На каких двух основаниях его можно порицать? Он не делает себя счастливым и довольным. Он не делится этим и не совершает накопления заслуг. 8. В этом отношении, градоначальник, человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным способом, путем ненасилия, который, поступив так, делает себя счастливым и довольным, но не делится этим и не совершает накопления заслуг, можно восхвалять на двух основаниях и порицать на одном основании. На каком одном основании его можно порицать? Он не делится этим и не совершает накопления заслуг. 9. В этом отношении, градоначальник, человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным способом, путем ненасилия, который, поступив так, делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, делится этим и совершает накопление заслуг, но при этом использует свое богатство, будучи привязанным к нему, будучи очарованным им, будучи слепо поглощенным им, не видя опасности в нем, не понимая спасения, можно восхвалять на трех основаниях и порицать на одном основании. На каком одном основании его можно порицать? Он использует свое богатство, будучи привязанным к нему, будучи очарованным им, будучи слепо поглощенным им, не видя опасности в нем, не понимая спасения. 10. В этом отношении, градоначальник, человека, который наслаждается чувственными удовольствиями, ищет богатство праведным способом, путем ненасилия, который, поступив так, делает себя счастливым и довольным, и, кроме того, делится этим и совершает накопление заслуг, и к тому же, он использует свое богатство, не будучи привязанным к нему, не будучи очарованным им, не будучи слепо поглощенным им, видя опасность в нем, понимая спасение, можно восхвалять на четырех основаниях. На каких четырех основаниях его можно восхвалять? Он ищет богатство праведным способом, путем ненасилия. Он делает себя счастливым и довольным. Он делится этим и совершает накопление заслуг. Он использует свое богатство, не будучи привязанным к нему, не будучи очарованным им, не будучи слепо поглощенным им, видя опасность в нем, понимая спасение. Три вида отшельников. Есть, градоначальник, три вида отшельников, ведущих суровую жизнь в аскезе, что существуют в мире. Какие три? Один, вот, градоначальник, некий отшельник, что ведет суровую жизнь, опираясь на веру, покинул жизнь мирскую и ушел жить жизнью бездомной, имея такую мысль, быть может, я достигну благого состояния. Быть может, я обрету сверхчеловеческое достижение в знании и видении, что достойно благородных. Один, он пытает мучить себя, но все же не обретает благого состояния или же сверхчеловеческого достижения в знании и видении, что достойно благородных. Два, далее, градоначальник, некий отшельник, что ведет суровую жизнь, опираясь на веру, покинул жизнь мирскую. Он пытает мучить себя, и обретает благое состояние, но все же не обретает сверхчеловеческого достижения в знании и видении, что достойно благородных. Три, далее, градоначальник, некий отшельник, что ведет суровую жизнь, опираясь на веру, покинул жизнь мирскую. Он пытает мучить себя, и обретает благое состояние, а также обретает и сверхчеловеческое достижение в знании и видении, что достойно благородных. В этом отношении, градоначальник, некоего отшельника, что ведет суровую жизнь, который пытает мучить себя, но все же не обретает благого состояния или же сверхчеловеческого достижения в знании и видении, что достойно благородных, можно порицать на трех основаниях. На каких трех основаниях его можно порицать? Он пытает мучить себя. Он не обретает благого состояния. Он не обретает сверхчеловеческого достижения в знании и видении, таково третье основание, на котором его можно порицать. Этого отшельника, что ведет суровую жизнь, можно порицать на этих трех основаниях. В этом отношении, градоначальник, некоего отшельника, что ведет суровую жизнь, который пытает мучить себя, и обретает благое состояние, но не сверхчеловеческое достижение в знании и видении, что достойно благородных, можно порицать на двух основаниях и восхвалять на одном основании. На каких двух основаниях его можно порицать? Он пытает мучить себя. Он не обретает сверхчеловеческого достижения в знании и видении. На каком одном основании его можно восхвалять? Он обретает благое состояние. В этом отношении, градоначальник, некоего отшельника, что ведет суровую жизнь, который пытает мучить себя, и обретает благое состояние, а также обретает и сверхчеловеческое достижение в знании и видении, что достойны благородных, можно порицать на одном основании и восхвалять на двух основаниях. На каком одном основании его можно порицать? Он пытает мучить себя. На каких двух основаниях его можно восхвалять? Он обретает благое состояние. Он обретает сверхчеловеческое достижение в знании и видении. Три вида исчерпания. Существует, градоначальник, эти три вида исчерпания, два, которые видимы здесь и сейчас, не зависящие от времени, приглашающие пойти и увидеть, ведущие к цели, познаваемые мудрыми самостоятельно. Какие три? Один, вот некий человек переполнен жаждой, и по этой причине он устремляется к собственному несчастью, к несчастью других, к несчастью обоих. Когда жажда отброшена, он не устремляется ни к собственному несчастью, ни к несчастью других, ни к несчастью обоих. Исчерпание жажды, видимо, здесь и сейчас, не зависит от времени, приглашает пойти и увидеть, ведет к цели, познается мудрыми самостоятельно. Два, вот некий человек переполнен злобой, и по этой причине он устремляется к собственному несчастью, к несчастью других, к несчастью обоих. Когда злоба отброшена, он не устремляется ни к собственному несчастью, ни к несчастью других, ни к несчастью обоих. Исчерпание злобы видимо здесь и сейчас, не зависит от времени, приглашает пойти и увидеть, ведет к цели, познается мудрыми самостоятельно. Три, вот некий человек переполнен заблуждением, и по этой причине он устремляется к собственному несчастью, к несчастью других, к несчастью обоих. Когда заблуждение отброшено, он не устремляет не к собственному несчастью, не к несчастью других, не к несчастью обоих. Исчерпание заблуждения видимо здесь и сейчас, не зависит от времени, приглашает пойти и увидеть, ведёт к цели, познаётся мудрыми самостоятельно. Таковы, градоначальник, три вида исчерпания, которые видимы здесь и сейчас, не зависящие от времени, приглашающие пойти и увидеть, ведущие к цели, познаваемые мудрыми самостоятельно. Когда так было сказано, градоначальник России обратился к Благословенному, великолепно, господин. Великолепно. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же Благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в Благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе монахов. Пусть Благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, согласно Пхикху Бодхе, Благое состояние, Кусала Дхамма, является более низким достижением, чем сверхчеловеческие плоды практики. Первое является возвышенным нравственным поведением, тогда как второе подразумевает Джханы сверхмирские пути и плоды, включая Аниббану. Два, Будда использует джаинский термин исчерпаний, который в их доктрине подразумевал исчерпаний всей негативной каммы, а значит и страданий, смотри. МН 101. В его же учении, согласно примечанию комментария, это означает исчерпание жажды, злобы, заблуждения. Паталья сутта, Паталья. СН 42.13. Однажды благословенный пребывал в стране Кольев в городе Кольев под названием Уттара. И тогда градоначальник Паталья отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Я слышал так, господин, отшельник Гатама знает магию». Один. Я надеюсь, господин, что те, кто говорят так, отшельник Гатама знает магию, говорят именно так, как это было сказано благословенным, и не говорят того, что было бы противоположным действительности, что они объясняют в соответствии с Дхамой, так что их утверждение не влечет за собой уместной почвы для критики. Потому что мы не хотели бы искажать сказанное благословенным, господин. Градоначальник, те, кто говорят, отшельник Гатама знает магию, говорят именно так, как это было сказано мной, и не говорят того, что было бы противоположным действительности. Они объясняют в соответствии с Дхамой, так что их утверждение не влечет за собой уместной почвы для критики. В таком случае, господин, мы не поверили той очевидной истине, которую говорили те жрецы и отшельники, утверждая, отшельник Гатама знает магию. В самом деле, почтенный, отшельник Гатама, колдун. Градоначальник, а разве тот, кто утверждает, я знаю магию, так же утверждает и я колдун. Так оно, благословенный. Так оно, о счастливый. В таком случае, градоначальник, я задам тебе вопрос по этой самой теме. Отвечаю так, как посчитаешь нужным. Как ты думаешь, градоначальник, знаешь ли ты наемников Калифса с висающими головными уборами? Да, господин. Как ты думаешь, градоначальник? В чем заключается работа наемников Калифса с висающими головными уборами? Их работа, господин, в том, чтобы арестовывать воров для Калифа и доставлять послания Калиф. Как ты думаешь, градоначальник, наемники Калифса с висающими головными уборами добродетельны или безнравственны? Я знаю, господин, что они безнравственны, плохи. Их можно причислить к тем в этом мире, кто плохой и безнравственный. Градоначальник, правильно ли было бы утверждать, градоначальник Калифса с висающими головными уборами безнравственны и плохи. Градоначальник Паталью тоже безнравственны и плохой? Нет, господин, я не такой, как наемники Калифса с висающими головными уборами. У меня не такой характер, как у них. Если, градоначальник, о тебе можно сказать, градоначальник Паталья знает, что наемники Калифса с висающими головными уборами безнравственны и плохи, но сам градоначальник Паталью не безнравственный и неплохой, то почему же тогда нельзя сказать о Татхагате? Татхагата знает магию, но Татхагата не колдун. Я знаю магию, градоначальник, а также знаю результаты магии, и я знаю то, как колдун, по мере его странствий в круговерти перерождений, после распада тела, после смерти, перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Я знаю, градоначальник, уничтожение жизни, результат уничтожения жизни, и я знаю, как тот, кто уничтожает жизнь, по мере его странствий в круговерти перерождений, после распада тела, после смерти, перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Я знаю, градоначальник, взятие того, что не было дано, неблагое сексуальное поведение, лживые речи, сеющие распри речи, грубые речи, пустословие, жадность, недоброжелательность и злобу, неправильные воззрения, и результат неправильных воззрений, и я знаю, как тот, кто имеет неправильные воззрения, по мере его странствий в круговерти перерождений, после распада тела, после смерти, перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Есть, градоначальник, некие жрецы и отшельники, которые учат так, имеют такие воззрения, любой, кто уничтожает жизнь, переживает боль и несчастье, как плод этой камыжи в этой самой жизни. Любой, кто берет то, что не было дано, совершает неблагое сексуальное поведение, говорит лживые речи, переживает боль и несчастье в этой самой жизни. Бывает, градоначальник, что можно увидеть некоего человека, в украшениях и нарядах, чистого и ухоженного, с красиво постриженными волосами и бородой, наслаждающегося чувственными удовольствиями с женщинами, как если бы он был царем. И о нем спрашивают, почтенный, что сделал этот человек, что он весь в украшениях и нарядах, наслаждается чувственными удовольствиями с женщинами, как если бы был царем. И они отвечают, почтенный, этот человек напал на врага царя и забрал его жизнь. Царь был им доволен и наградил его. Вот почему этот человек весь в украшениях, наслаждается чувственными удовольствиями с женщинами, как если бы был царем. Далее, градоначальник, бывает так, что можно увидеть некоего человека с прочно связанными крепкой веревкой руками за спиной, с обритой головой, которого ведут по улицам, от площади к площади под барабанную дробь, а затем выводят через южные ворота и отрубают ему голову к югу от города. И о нем спрашивают, почтенный, что сделал этот человек, что он шел со связанными крепкой веревкой руками за спиной, и ему отрубили голову к югу от города. И они отвечают, почтенный, этот человек, враг царя, забрал жизнь мужчины или женщины. Вот почему правители, схватив его, приговорили его к такому наказанию. Как ты думаешь, градоначальник, видел ли ты или слышал ли ты о таком? Я видел такое, господин, и слышал о таком, и еще услышу об этом. Поэтому, градоначальник, когда те жрецы и отшельники, которые учат так, имеют такие воззрения, любой, кто уничтожает жизнь, переживает боль и несчастье в этой самой жизни, говорят правильно или ошибочно? Ошибочно, господин. А те, кто лепечут пустую ерунду, нравственны или безнравственны? Безнравственны, господин. А тот, кто безнравственны и плохой, тот практикует правильно или неправильно? Практикует неправильно, господин. А тот, кто практикует неправильно, имеет правильные воззрения или неправильные? Неправильные, господин. И подобает ли верить тем, кто имеет неправильные воззрения? Нет, господин. Далее, градоначальник, бывает так, что можно увидеть некоего человека, в украшениях и нарядах, чистого и ухоженного, с красиво постриженными волосами и бородой, наслаждающегося чувственными удовольствиями с женщинами, как если бы он был царем. И о нем спрашивают, «Почтенный, что сделал этот человек, что он весь в украшениях и нарядах, наслаждается чувственными удовольствиями с женщинами, как если бы был царем?» И они отвечают, «Почтенный, этот человек напал на врага царя и украл драгоценный камень. Царь был им доволен и наградил его. Вот почему этот человек весь в украшениях, наслаждается чувственными удовольствиями с женщинами, как если бы был царем. Далее, градоначальник, бывает так, что можно увидеть некоего человека с прочно связанными крепкой веревкой руками за спиной, с обритой головой, которого ведут по улицам, от площади к площади под барабанную дробь, а затем выводят через южные ворота и отрубают ему голову к югу от города. И о нем спрашивают, почтенный, что сделал этот человек, что он шел со связанными крепкой веревкой руками за спиной, и ему отрубили голову к югу от города, И они отвечают, почтенный, это человек, враг царя, он украл кое-что из деревни или из леса, совершил кражу. Вот почему правители, схватив его, приговорили его к такому наказанию. Поэтому, градоначальник, когда те жрецы и отшельники, которые учат так, имеют такие воззрения, любой, кто берет то, что ему не было дано, переживает боль и несчастье в этой самой жизни, говорят правильно или ошибочно. Далее, градоначальник, бывает так, что можно увидеть некоего человека, в украшениях и нарядах. И о нем спрашивают, почтенный, что сделал этот человек, что он весь в украшениях и нарядах. И они отвечают, почтенный, этот человек соблазнил жен врага царя. Царь был им доволен и наградил его. Вот почему этот человек весь в украшениях. Далее, градоначальник, бывает так, что можно увидеть некоего человека с прочно связанными крепкой веревкой руками за спиной. И о нем спрашивают, почтенный, что сделал этот человек? И они отвечают, почтенный, этот человек соблазнил женщин или девушек из хороших семей. Вот почему правители, схватив его, приговорили его к такому наказанию. Поэтому, градоначальник, когда те жрецы и отшельники, которые учат так, имеют такие воззрения, любой, кто совершает неблагое сексуальное поведение, переживает боль и несчастье в этой самой жизни, говорят правильно или ошибочно? Далее, градоначальник, бывает так, что можно увидеть некоего человека, в украшениях и нарядах. И о нем спрашивают, почтенный, что сделал этот человек, что он весь в украшениях и нарядах? И они отвечают, почтенный, этот человек развлекал царя лживыми речами. Царь был им доволен и наградил его. Вот почему этот человек весь в украшениях. Далее, градоначальник, бывает так, что можно увидеть некоего человека с прочно связанными крепкой веревкой руками за спиной. И о нем спрашивают, «Почтенный, что сделал этот человек?» И они отвечают, «Почтенный, этот человек разорил домохозяина или его сына лживыми речами». Вот почему правители, схватив его, приговорили его к такому наказанию. Поэтому, градоначальник, когда те жрецы и отшельники, которые учат так, имеют такие воззрения, любой, кто говорит лживые речи, переживает боль и несчастье в этой самой жизни, говорят правильно или ошибочно? Нет, господин, «Как чудесно, господин! Как удивительно, господин! У меня есть гостевой дом с кроватями, сиденьями, с горшком для воды, с масляной лампой. Когда там останавливаются какие-либо жрецы и отшельники, я делюсь с ними всем этим насколько могу». В прошлом, господин, четыре учителя, имевших различные воззрения, различные убеждения, различные предпочтения, приходили и останавливались в этом гостевом доме. Один, один учитель учил так, имел такие воззрения, нет ничего, что дано, нет ничего, что предложено, нет ничего, что пожертвовано. Нет плода или результата хороших или плохих поступков. Нет этого мира, нет следующего мира, нет отца, нет матери, нет спонтанно рождающихся существ. Нет жрецов и отшельников, которые посредством правильной жизни и правильной практики истинно провозглашали бы, что напрямую познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Два, другой учитель учил так, имел такие воззрения, есть то, что дано, есть то, что предложено, есть то, что пожертвовано. Есть плод и результат хороших или плохих поступков. Есть этот мир, есть следующий мир, есть отец, есть мать, есть спонтанно рождающиеся существа. Есть жрецы и отшельники, которые посредством правильной жизни и правильной практики истинно провозглашают, что напрямую познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Три, другой учитель учил так, имел такие воззрения, действуя или побуждая действовать других, калечая или побуждая калечь других, пытая или побуждая пытать других, огорчая или побуждая огорчать других, причиняя боль или побуждая причинять боль других, наводя ужас или побуждая наводить ужас других, забирая жизнь, забирая то, что не было дано, врываясь в дома, расхищая имущество, совершая кражу, совершая разбой, занимаясь прелюбодеянием, говоря ложь, человек не делает зла. Если железным диском с острыми краями превратить всех живых существ на земле в одну кучу из плоти, одну груду из плоти, то не свершилось бы зла по этой причине, не наступило бы зла. Даже если кто-либо шел бы вдоль правого берега Ганга, убивая и побуждая убивать других, калечая и побуждая калечить других, пытая и побуждая пытать других, то не свершилось бы зла по этой причине, не наступило бы зла. Даже если кто-либо шел бы вдоль левого берега Ганга, раздавая дары и побуждая раздавать дары других, жертвуя и побуждая жертвовать других, то не свершилось бы благих заслуг по этой причине, не наступило бы заслуг. Благодаря щедрости, самоконтролю, сдержанности, правдивой речи, не свершается заслуг по этой причине, не наступает заслуг. 4. Другой учитель учил так, имел такие воззрения, действуя или побуждая действовать других, калечая или побуждая калечить других, пытая или побуждая пытать других, других, огорчая или побуждая огорчать других, причиняя боль или побуждая причинять боль других, наводя ужас или побуждая наводить ужас других, забирая жизнь, забирая то, что не было дано, врываясь в дома, расхищая имущество, совершая кражу, совершая разбой, занимаясь прелюбодеянием, говоря ложь, человек совершает зло. Если железным диском с острыми краями превратить всех живых существ на земле в одну кучу из плоти, одну груду из плоти, то зло свершилось бы по этой причине, наступило бы зло. Если кто-либо шел бы вдоль правого берега Ганга, убивая и побуждая убивать других, калечая и побуждая калечить других, пытая и побуждая пытать других, то зло свершилось бы по этой причине, наступило бы зло. Если кто-либо шел бы вдоль левого берега Ганга, раздавая дары и побуждая раздавать дары других, жертвуя и побуждая жертвовать других, то свершились бы благие заслуги по этой причине, наступили бы заслуги. Благодаря щедрости, самоконтролю, сдержанности, правдивой речи, свершаются заслуги по этой причине, наступают заслуги. И возникло во мне, господин, замешательство и сомнение, какой же из этих почтенных жрецов и отшельников говорит истину, какой же из них говорит неправду? Само собой разумеется, что ты пришел в растерянность, само собой разумеется, что ты засомневался. Сомнения возникли в тебе в отношении того, что сбивает с толку. Но у меня есть такая убежденность по отношению к благословенному, благословенный сможет обучить меня Дхамме так, что я отброшу это состояние замешательства. Существует, градоначальник, сосредоточение Дхаммы. Если бы ты обрел сосредоточение ума в этом, то мог бы отбросить состояние замешательства. И что такое, градоначальник, сосредоточение Дхаммы? Вот, градоначальник, отбросив уничтожение жизни, ученик благородных воздерживается от уничтожения жизни. Отбросив взятие того, что не было дано, он воздерживается от взятие того, что ему не было дано. Отбросив неблагое сексуальное поведение, он воздерживается от неблагого сексуального поведения. Отбросив лживые речи, он воздерживается от лживых речей. Отбросив сеющие распри речи, он воздерживается от сеющих распри речей. Отбросив грубые речи, он воздерживается от грубых речей. Отбросив пустословий, он воздерживается от пустословия. Отбросив жадность, он не жаден. Отбросив недоброжелательность и ненависть, он пребывает с умом, лишённым недоброжелательности. Отбросив неправильное воззрение, он обладает правильными воззрениями. Далее, градоначальник, этот ученик благородных, лишённый таким образом жадности, лишённый недоброжелательности, беззамутнённого ума, бдительный, постоянно осознанный, пребывает, наполняя первое направление умом, наделённым доброжелательностью, равно как и второе, равно как и третье, равно как и четвёртое. Вверх, вниз, вокруг и всюду. Как и к самому себе он наполняет весь мир умом, наделенным доброжелательностью, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. И он рассуждает так, этот учитель учит так, имеет такое воззрение, нет ничего, что дано, нет ничего, что предложено, нет ничего, что пожертвовано. Нет плода или результата хороших или плохих поступков. Нет этого мира, нет следующего мира, нет отца, нет матери, нет спонтанно рождающихся существ. Нет жрецов и отшельников, которые посредством правильной жизни и правильной практики истинно провозглашали бы, что напрямую познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Если слова этого почтенного учителя правдивы, тем не менее, для меня является бесспорным то, что я не притесняю ни слабого, ни сильного. В обоих случаях я выигрываю, поскольку я сдержан в теле, речи, уме, и, поскольку, после распада тела, после смерти, я перерожусь в благому деле, в небесном мире. По мере таких рассуждений возникает радость. Когда возникает радость, появляется восторг. Когда ум пропитан восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает счастье. У того, кто ощущает счастье, ум становится сосредоточенным. Это, градоначальник, является сосредоточением Дхаммы. Если бы ты обрел сосредоточение ума в этом, то мог бы отбросить состояние замешательства. Далее, градоначальник, этот ученик благородных, лишенный таким образом жадности, наполняет весь мир умом, наделенным доброжелательностью, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. И он рассуждает так, этот учитель учит так, имеет такое воззрение, есть то, что дано, есть то, что предложено, есть то, что пожертвовано. Есть плод и результат хороших или плохих поступков. Есть этот мир, есть следующий мир, есть отец, есть мать, есть спонтанно рождающиеся существа. Есть жрецы и отшельники, которые посредством правильной жизни и правильной практики истинно провозглашают, что напрямую познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Если слова этого почтенного учителя правдивы, тем не менее, для меня является бесспорным то, что я не притесняю ни слабого, ни сильного. В обоих случаях я выигрываю, поскольку я сдержан в теле, речи, уме, и, поскольку, после распада тела, после смерти, я перерожусь в благом уделе, в небесном мире. По мере таких рассуждений возникает радость. Когда возникает радость, появляется восторг. Когда ум пропитан восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает счастье. У того, кто ощущает счастье, ум становится сосредоточенным. Далее, градоначальник, этот ученик благородных, лишенный таким образом жадности, наполняет весь мир умом, наделенным доброжелательностью, обильным, обширным, неизмеримым, не имеющим враждебности и недоброжелательности. И он рассуждает так, этот учитель учит так, имеет такое воззрение, действуя или побуждая действовать других, калечая или побуждая калечить других. Благодаря щедрости, самоконтролю, сдержанности, правдивой речи, не свершается заслуг по этой причине, не наступает заслуг. Если слова этого почтенного учителя правдивы, тем не менее, для меня является бесспорным то, что я не притесняю ни слабого, ни сильного. У того, кто ощущает счастье, ум становится сосредоточенным. И он рассуждает так, этот учитель учит так, имеет такое воззрение, действуя или побуждая действовать других, калечая или побуждая калечить других. Благодаря щедрости, самоконтролю, сдержанности, правдивой речи, свершаются заслуги по этой причине, наступают заслуги. Если слова этого почтенного учителя правдивы, тем не менее, для меня является бесспорным то, что я не притесняю ни слабого, ни сильного. У того, кто ощущает счастье, ум становится сосредоточенным. Далее, градоначальник, этот ученик благородных, лишенный таким образом жадности, наполняет всю вселенную умом, наделенным состраданием. Далее, градоначальник, этот ученик благородных, лишенный таким образом жадности, наполняет всю вселенную умом, наделенным сорадованием. Далее, градоначальник, этот ученик благородных, лишенный таким образом жадности, наполняет всю вселенную умом, наделенную невозмутимостью. Два. У того, кто ощущает счастье, ум становится сосредоточенным. Это, градоначальник, является сосредоточением Дхаммы. Если бы ты обрел сосредоточение ума в этом, то мог бы отбросить состояние замешательства. Когда так было сказано, градоначальник Паталью обратился к благословенному, великолепно, господин. Великолепно. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в Благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе монахов. Пусть благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, Нигантхи, Джайны, утверждали, что Будда знает некий особый вид магии, который позволяет обращать людей в свою веру. Два, здесь каждое безмерное состояние, сострадание, срадование, невозмутимость, в отношении каждого из четырех воззрений учителей раскрывается так же, как выше раскрывается доброжелательность в отношении каждого из этих четырех воззрений учителей. Фрагмент текста везде одинаковый. Кайготасати сутта, осознанность, направленная вовнутрь тела. СН 43.1. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас необусловленному и пути, ведущему к необусловленному. Слушайте. И что такое, монахи, необусловленное? Уничтожение жажды, уничтожение злобы, уничтожение заблуждения, вот что называется необусловленным. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Осознанность, направленная вовнутрь тела, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. 1. Так, монахи, я научил вас необусловленному и пути, ведущему к необусловленному. Все, что должен сделать сострадательный учитель с состраданием к своим ученикам и желанием благополучия, это я сделал для вас. Вон там, подножья деревьев, монахи. Там, пустые жилища. Медитируйте, монахи, не будьте беспечными, не впадайте потом в сожаление. Таково наше наставление вам. Один, это практики первой сатипаттханы, осознанность к телу. Они рассматриваются отдельно в Каиготасати-сути, МН 119. Комментарий в целом определяет их как медитацию на 32 частях тела. Сутты СН 43.2.11 Все эти сутты идентичны СН 43.1, за исключением объяснения пути, который в каждой сутте имеет свое определение, успокоение и прозрение, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. СН 43.2, Самадхавипасана сутта, успокоение и прозрение. Сосредоточение с направлением и удержанием ума на объекте медитации, сосредоточение без направления, но только с удержанием, сосредоточение без направления и без удержания, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. Один. СН 43.3, Святыкасавичара сутта, с направлением и удержанием. Пустотное сосредоточение, беспредметное сосредоточение, ненаправленное сосредоточение, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. Два. СН 43.4, Суннятосамадхи сутта, пустотное сосредоточение, Четыре основы осознанности, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. СН-сорок-три-пять, Сатипадхана-сута, основы осознанности. Четыре правильных усилия, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. СН-сорок-три-шесть, Саммападхана-сута, правильные усилия. Четыре основы сверхъестественных сил, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. СН-43-7, Итхипада-сутта, основа сверхъестественных сил. Пять качеств, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. СН-43-8, Индрио-сутта, пять качеств. Пять сил, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. СН-43-9, Бала-сутта, пять сил. Семь факторов просветления, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. СН 43.10, Баджханга сутта, факторы просветления. Благородный восьмеричный путь, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. СН 43.11, Макганга сутта, благородный восьмеричный путь. 1. Речь идет о глубоком сосредоточении вплоть до второй джханы. 2. Смотри примечание номер 4 КМН 44. Асангхата сутта, необусловленной. СН 43.12. Благословенный сказал, монахи, я научу вас необусловленному и пути, ведущему к необусловленному. Слушайте, успокоение. И что такое, монахи, необусловленное? Уничтожение жажды, уничтожение злобы, уничтожение заблуждения, вот что называется необусловленным. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Успокоение, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. Так, монахи, я научил вас необусловленному и пути, ведущему к необусловленному. Все, что должен сделать сострадательный учитель с состраданием к своим ученикам и желанием благополучия, это я сделал для вас. Вон там, подножья деревьев, монахи. Там, пустые жилища. Медитируйте, монахи, не будьте беспечными, не впадайте потом в сожаление. Таково наше наставление вам. Прозрение. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному. Прозрение, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. Сосредоточение. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному. Сосредоточение с направлением и удержанием ума на объекте медитации, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному. Сосредоточение без направления, но с удержанием ума на объекте медитации, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Сосредоточение без направления и удержание ума на объекте медитации, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Пустотное сосредоточение, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Беспредметное сосредоточение, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Ненаправленное сосредоточение, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. Основы осознанности. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании чувств в чувствах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании ума в уме, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. Четыре правильных усилия. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Вот, монахи, монах порождает желание к обрасыванию возникших плохих, неблагих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Вот, монахи, монах порождает желание к возникновению невозникших благих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Вот, монахи, монах порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, к их неугасанию, увеличению, разрастанию, осуществлению посредством развития. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. Четыре основы сверхъестественных сил. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания и формирователей старания, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. Пять качеств. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Вот, монахи, монах развивает качество веры, которое основано на отречении, бесстрастии, прекращении и созревает выставлении, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Вот, монахи, монах развивает качество усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которое основано на отречении, бесстрастии, прекращении и созревает выставлении, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. Пять сил. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Вот, монахи, монах развивает силу веры, которая основана на отречении, бесстрастии, прекращении и созревает выставлении, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Вот, монахи, монах развивает силу усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая основана на отречении, бесстрастии, прекращении и созревает выставлении, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. Семь факторов просветления. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Вот, монахи, монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Вот, монахи, монах развивает исследование феноменов, усердии, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. Благородный восьмеричный путь. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Вот, монахи, монах развивает правильное воззрение, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. И каков, монахи, путь, ведущий к необусловленному? Вот, монахи, монах развивает правильное устремление, правильную речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильную осознанность, правильное сосредоточение, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении, вот что называется путем, ведущим к необусловленному. Так, монахи, я научил вас необусловленному и пути, ведущему к необусловленному. Все, что должен сделать сострадательный учитель с состраданием к своим ученикам, и с желанием благополучия, это я сделал для вас. Вон там, подножья деревьев, монахи. Там, пустые жилища. Медитируйте, монахи, не будьте беспечными, не впадайте потом в сожаление. Таково наше наставление вам. Сутты СН 43-13-44 Все эти сутты полностью идентичны СН 43-1, но в каждой из них меняется эпитет Нигбаны, монахи, я научу вас неуклонному и пути, ведущему к неуклонному. СН 43-13, монахи, я научу вас незапятненному. СН 43-14, монахи, я научу вас истине. СН 43-15, монахи, я научу вас дальнему берегу. СН 43-16, монахи, я научу вас утонченному. СН 43-17, монахи, я научу вас тому, что очень трудно узреть. СН 43-18, монахи, я научу вас нестареющему. СН-43-19, монахи, я научу вас устойчивому. СН-43-20, монахи, я научу вас нераспадающемуся. СН-43-21, монахи, я научу вас непроявляющемуся. СН-43-22, монахи, я научу вас неразрастающемуся. 1. СН-43-23, монахи, я научу вас умиротворенному. СН-43-24, монахи, я научу вас бессмертному. СН-43-25, монахи, я научу вас возвышенному. СН-43-26, монахи, я научу вас благоприятному. СН-43-27, монахи, я научу вас безопасному. СН-43-28, монахи, я научу вас уничтожению жажды. СН-43-29, монахи, я научу вас восхитительному. СН-43-30, монахи, я научу вас удивительному. СН-43-31, монахи, я научу вас безболезненному. СН-43-32, монахи, я научу вас безболезненному состоянию. СН-43-33, монахи, я научу вас не в бане. 2. СН-43-34, монахи, я научу вас безстрадательному. СН-43-35, монахи, я научу вас безстрастию. СН-43-36, монахи, я научу вас чистейшему. СН-43-37, монахи, я научу вас свободе. СН-43-38, монахи, я научу вас нецепляющему. СН-43-39, монахи, я научу вас острову. СН-43-40, монахи, я научу вас убежищу. СН-43-41, монахи, я научу вас пристанищу. СН-43-42, монахи, я научу вас прибежищу. СН-43-43, монахи, я научу вас цели. СН-43-44-1, согласно комментарию, неразрастающемуся из-за жажды, самомнении и воззрений. Два, примечание переводчика СВ, Ниббана дословно означает «тугасание». Кхема сутта, Кхема. СН-44-1. Однажды благословенный пребывал в Саввадь Тхеврощаджеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда монахиня Кхема во время своих странствий по стране Касала становилась в Таранаваттху, что между Савваддхи и Сакетой. В то время Касальвский царь по Синаде по пути из Сакетой в Савваддхи остановился на ночлег в Таранаваттху, что между Сакетой и Савваддхи. И тогда Касальвский царь по Синаде обратился к одному человеку так, иди же, почтенный, и выясни, есть ли в Таранаваттху какой-либо жрец или отшельник, кого я мог бы посетить сегодня. Да, господин, ответил-то человек, но, обойдя весь Таранаваттху, он так и не увидел жреца или отшельника, которого мог бы посетить царь по Синаде. Однако, он повстречал монахиню Кхему, остановившуюся в Таранаваттху, а посему отправился к царю по Синаде и сказал ему, «Господин, в Таранаваттху нет жреца или отшельника, которого Ваше Величество могло бы посетить. Но все же, господин, там есть монахиня по имени Кхема, ученица благословенного, Араханта, полностью просветленного. И в отношение этой достопочтенной ходит такая благая молва, она мудрая, сведущая, умная, ученая, великолепный оратор, находчивая. Пусть Ваше Величество посетит ее». И тогда Касальвский царь по Синаде отправился к монахине Кхеме, поклонился ей, сел рядом и сказал, «Так как же, достопочтенная, существует ли Татхагата после смерти? Великий царь, благословенный не утверждал, что Татхагата существует после смерти. В таком случае, достопочтенная, Татхагата не существует после смерти? Великий царь, благословенный не утверждал, что Татхагата не существует после смерти. Так выходит ли, достопочтенное, что Татхагата и существует и не существует после смерти? Великий Царь, благословенный не утверждал, что Татхагата и существует и не существует после смерти. Значит, достопочтенное, Татхагата и не существует, не не существует после смерти? Великий Царь, благословенный не утверждал и такого, что Татхагата и не существует, не не существует после смерти. Как такое может быть, достопочтенное? Будучи спрошенной, так как же, достопочтенная, существует ли Татхагата после смерти? Не существует после смерти? И существует и не существует после смерти? Не существует, и не существует после смерти? Каждый раз вы отвечали, Великий Царь, благословенный не утверждал, что это так. Так в чем же условие и причина, достопочтенная, что благословенный не утверждал, что это так? Что же, Великий Царь, я задам тебе вопрос на эту же самую тему. Отвечая так, как посчитаешь нужным. Как ты думаешь, Великий Царь, есть ли у тебя счетоводы или математик, который мог бы сосчитать песчинки в реке Ганг таким образом, здесь столько-то крупиц песка или здесь столько-то сотен крупиц песка или здесь столько-то тысяч крупиц песка или здесь столько-то сотен тысяч крупиц песка? Нет, достопочтенная. В таком случае, Великий Царь, есть ли у тебя счетоводы или математик, который мог бы сосчитать воду в Великом Океане так, здесь столько-то литров воды или здесь столько-то сотен литров воды или здесь столько-то тысяч литров воды или здесь столько-то сотен тысяч литров воды? Нет, достопочтенная. И почему? Потому что Великий Океан глубокий, безмерный, неизмеримый. Точно так же, Великий Царь, та форма, посредством которой кто-либо описывает Татфагату, мог бы описать его, была отброшена Татфагатой, срублена под корень, сделана подобная обрубка пальмы, уничтожена, так что боли не может возникнуть в будущем. Татфагата, Великий Царь, освобожден от определения в рамках формы. Он глубок, безмерен, неизмерим, как океан. 1. Утверждение Татфагата существует после смерти неуместно, Татфагата не существует после смерти неуместно, Татфагата и существует и не существует после смерти неуместно, Татфагата не существует, и не существует после смерти неуместно. То чувство, посредством которого кто-либо. То восприятие, посредством которого кто-либо. Те формации ума, посредством которых кто-либо, то сознание, посредством которого кто-либо, описывая Татхагату, мог бы описать его, было отброшено Татхагатой, срублено под корень, сделано подобным обрубку пальмы, уничтожено, так что боли не может возникнуть в будущем. Татхагата, великий царь, освобожден от определения в рамках сознания. Он глубок, безмерен, неизмерим, как океан. Утверждение Татхагата существует после смерти неуместно, Татхагата не существует после смерти неуместно, Татхагата и существует и не существует после смерти неуместно, Татхагата не существует, и не существует после смерти неуместно. И тогда Касальский царь по Синаде, восхитившись и возрадовавшись утверждению монахини Кхемы, поднялся со своего сиденья, поклонился и ушел, обойдя ее с правой стороны. И затем, при случае, Касальвский царь по Синаде подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, так как же, господин, существует ли Татхагата после смерти? Великий царь, я не утверждал, что Татхагата существует после смерти. 2. Утверждение Татхагата существует после смерти неуместно, Татхагата не существует после смерти неуместно, Татхагата и существует и не существует после смерти неуместно, Татхагата не существует, и не существует после смерти неуместно. Удивительно, господин! Поразительно, господин, как объяснение смысла используемой фразой учителя и ученика совпадают и согласуются друг с другом, не расходятся в отношении главного вопроса. Как-то раз, господин, я отправился к монахине Кхемии и расспросил ее о том же самом. Достопочтенная объяснила мне суд точно так же, в тех же терминах и фразах, что и благословенный. Удивительно, господин. Поразительно, господин, как объяснение смысла используемой фразы учителя и ученика совпадают и согласуются друг с другом, не расходятся в отношении главного вопроса. А теперь, господин, нам нужно идти. Мы очень заняты и у нас много дел. В таком случае, великий царь, можешь идти, когда сочтешь нужным. И тогда касальский царь по Синаде, восхитившись и возрадовавшись утверждению благословенного, встал со своего сиденья и ушел, обойдя его с правой стороны. Один, комментарий, та форма, посредством которой кто-либо мог бы описать Татхагату как существо, саптосангхатом Татхагатом, высоким или низким, светлокожим или темнокожим, была отброшена всеведущим Татхагатой посредством отбрасывания источников возникновения этой формы. Он освобожден от определения в рамках формы, рупасангха и мутта, потому что в будущем у него не будет появления формы, поэтому теряет истинность даже такое утверждение, в плане его физической формы и умственных свойств, как он будет таким или таким. Поэтому он освобожден даже от описания через форму. Он глубок, Гамбхира, из-за глубины его склонностей, Аджхасы и Гамбхирата, из-за глубины его качеств, Гуна Гамбхирата. Что касается описания такого всеведущего Татхагаты как существа с такими глубокими качествами, то когда кто-либо видит невозможность такового описания за несуществование пяти совокупностей, то утверждение Татхагата, как существо, существует после смерти, и подобное, не является правильным. Смотри также СН 22.35 и СН 22.36, на предмет безмерности и возможности измерить смотри также Ан 3.115. Два, здесь повторяется весь диалог, который произошел с монахи Нидхемой. Ануратха сутта, к Ануратхе. СН 44.2. Я слышал, что однажды Благословенный пребывал рядом с Висалией в большом лесу в остроконечном павильоне. В это время Достопочтенный Ануратха находился неподалеку от Благословенного в лесной хижине. И большая группа странствующих аскетов пришла к Достопочтенному Ануратхе, по прибытии, они обменялись с ним вежливыми приветствиями. После обмена приветствиями они сели рядом. Затем они обратились к Достопочтенному Ануратхе, друг Ануратха, если описывать Татхагату, высшего из людей, величайшего из людей, достигшего на и высших достижений, то это следует делать в рамках одного из этих четырех утверждений, Татхагата существует после смерти, не существует после смерти, и существует и не существует после смерти, не существует, и не существует после смерти. Когда так было сказано, Достопочтенный Ануратха обратился к странствующим аскетам, друзья, если описывать татхагату, высшего из людей, величайшего из людей, достигшего наивысших достижений, то это следует делать вне рамок этих четырех утверждений, татхагата существует после смерти, не существует после смерти, и существует и не существует после смерти, не существует, и не существует после смерти. Когда так было сказано, то странствующие аскеты обратились к достопочтенному Ануратхе, этот монах либо новичок, недавно получивший посвящение, либо глупый неопытный старец. И странствующие аскеты, обратившись к достопочтенному Ануратхе как к новичку или глупцу, встали со своих сидений и ушли. Спустя некоторое время после того, как аскеты ушли, достопочтенный Ануратха подумал, если меня вновь будут спрашивать эти странствующие аскеты, как мне ответить, чтобы это совпадало с тем, что говорит благословенный, чтобы не скажать слова благословенного недействительным, чтобы ответить в соответствии с Дхаммой, так чтобы не было повода для критики моих слов у тех, кто рассуждает в согласии с Дхаммой. Тогда достопочтенный Ануратха отправился к благословенному и, поклонившись ему, сел рядом. Затем он сказал благословенному, только что я находился в лесной хижине неподалеку от благословенного. И большая группа странствующих аскетов пришла, и они сказали мне, друг Ануратха, если описывать Татхагату, высшего из людей, величайшего из людей, достигшего на и высших достижений, то это следует делать в рамках одного из этих четырех утверждений, Татхагата существует после смерти, не существует после смерти, и существует и не существует после смерти, не существует, и не существует после смерти. Когда так было сказано, я сказал им, друзья, если описывать Татхагату, высшего из людей, величайшего из людей, достигшего на и высших достижений, то это следует делать вне рамок этих четырех утверждений, Татхагата существует после смерти, не существует после смерти, и существует и не существует после смерти, не существует, и не существует после смерти. Когда так было сказано, то странствующие аскеты сказали мне, этот монах либо новичок, недавно получивший посвящение, либо глупый и неопытный старец. И, обратившись ко мне так, они встали со своих сидений и ушли. Тогда спустя некоторое время после того, как аскеты ушли, я подумал, если меня вновь будут спрашивать эти странствующие аскеты, как мне ответить, чтобы это совпадало с тем, что говорит Благословенный, чтобы не скажать слова благословенного недействительным, чтобы ответить в соответствии с Дхамой, так чтобы не было повода для критики моих слов у тех, кто рассуждает в согласии с Дхамой? Благословенный ответил, как ты думаешь, Ануратха, форма постоянно или непостоянно? Непостоянно, учитель. А то, что непостоянно, то успокаивающе или болезненно? Болезненно, учитель. И правильно ли относиться к тому, что непостоянно, болезненно, и что подвержено изменениям, таким образом, это мое я таков. Это мое я? Нет, учитель. Чувство постоянно или непостоянно? Непостоянно, учитель. Восприятие постоянно или непостоянно? Формации ума постоянно или непостоянны? Непостоянны, учитель. Сознание постоянно или непостоянно? Каково твое мнение, Ануратха, считаешь ли ты татхагатой форму? Считаешь ли ты Тадхагатой чувства? Считаешь ли ты Тадхагатой восприятия? Считаешь ли ты Тадхагатой формации? Считаешь ли ты Тадхагатой сознания? Каково твое мнение, Ануратха, считаешь ли ты, что Тадхагата находится в форме? Где-либо еще, помимо формы. В чувстве? Где-либо еще, помимо чувства. В восприятии? Где-либо еще, помимо восприятия. В формациях? Где-либо еще, помимо формаций. В сознании? Где-либо еще, помимо сознания? Каково твое мнение, Ануратха, считаешь ли ты, что Татхагата – это форма чувства восприятия и формации сознания? Считаешь ли ты, что Татхагата – это нечто без формы, без чувства, без восприятия, без формации, без сознания? Итак, Ануратха, если ты не можешь указать на Татхагату как на истину или реальность даже в этой самой жизни, правильно ли будет заявлять? Друзья, если описывать Татхагату – высшего из людей, величайшего из людей, достигшего наивысших достижений, то это следует делать вне рамок этих четырех утверждений. 1. Татхагата существует после смерти, не существует после смерти, и существует и не существует после смерти, не существует, и не существует после смерти. Очень хорошо, Ануратха. очень хорошо. Как прежде, так и сейчас, я объясняю только страдания и прекращение страдания. Один, примечание переводчика СВ, здесь, как и в Ямака сутте, СН 22.85, монах придерживается неправильного воззрения о том, что существует некая истинная скрытая сущность Татхагаты. Монах Ануратха, вероятно, услышав, что такая сущность Татхагаты не может быть ухвачена в рамках четырех вопросов, перечисленных в начале сутты, начинает считать, что эту сущность, видимо, можно описать вне рамок этих вопросов. Будда проводит последовательный анализ, чтобы показать Ануратхе саму ошибочность концепции скрытой сущности Татхагаты, и показывает, что поскольку такой сущности не удается обнаружить нигде и никак, то разве можно говорить о том, что она существует и подлежит некоему описанию? Смотри также и Мака-сутту, где монах считал, что такая гипотетическая сущность уничтожается после смерти Араханта, или Будды. Падхама Сарипутта-катхита-сутта, Сарипутта и Катхита-один. СН 44-3. Однажды достопочтенный Сарипутта и достопочтенный Махакоттхита пребывали в Варанай с уволением парки Васяппатани. И тогда, вечером, достопочтенный Махакоттхита вышел из затворничества и отправился к достопочтенному Сарипутте. Он обменялся с ним вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями сел рядом и сказал, так как же, друг Сарипутта, существует ли Тадхагата после смерти? Друг, благословенный не утверждал, что Тадхагата существует после смерти. В таком случае, друг Сарипутта, Тадхагата не существует после смерти? Друг, благословенный не утверждал, что Тадхагата не существует после смерти. Так выходит ли, друг Сарипутта, что Тадхагата и существует и не существует после смерти? Друг, благословенный не утверждал, что Тадхагата и существует и не существует после смерти. Значит, друг Друг Сарипутта, Тадхагата не существует, ни не существует после смерти? Друг, благословенный не утверждал ли такого, что Тадхагата не существует, ни не существует после смерти? Как такое может быть, друг Сарипутта? Будучи спрошенным, так как же, друг Сарипутта, существует ли Тадхагата после смерти? Не существует после смерти? И существует и не существует после смерти? Не существует, ни не существует после смерти? Каждый раз ты отвечал, друг, благословенный не утверждал, что это так. Так в чем же условие и причина, друг Сарипутта, что благословенный не утверждал, что это так? Татхагата существует после смерти, это, друг, вовлеченность в форму. 1. Татхагата не существует после смерти, это, друг, вовлеченность в форму. Татхагата и существует и не существует после смерти, это, друг, вовлеченность в форму. Татхагата не существует, ни не существует после смерти, это, друг, вовлеченность в форму. Татхагата существует после смерти, это, друг, вовлеченность в чувства. Татхагата существует после смерти, это, друг, вовлеченность в восприятие. Татхагата существует после смерти, это, друг, вовлеченность в формацию ума. Татхагата существует после смерти, это, друг, вовлеченность в сознании. Татхагата не существует после смерти, это, друг, вовлеченность в сознании. Татхагатай существует и не существует после смерти, это, друг, вовлеченность в сознании. Татхагатай не существует, не не существует после смерти, это, друг, вовлеченность в сознании. Вот в чем, друг, причины и условий, почему благословенный не утверждал, что это так. Один, комментарий, это всего лишь форма. Он показывает, что никакого иного существа здесь не найти помимо формы, но когда есть форма, ей дается такое название. Под комментарий, что здесь отрицается? Отрицается самость, которую провозглашают различные мыслители-не-буддисты, которая обозначается здесь как Тадхагата. Дутия Сарипутта Кадхита Сутта, Сарипутта и Кадхита 2. СН 44.4. Однажды достопочтенный Сарипутта и достопочтенный Махакоттхита пребывали в Варанайсе в Оленьем Парке в Осипатане. И тогда, вечером, достопочтенный Махакоттхита вышел из затворничества и отправился к достопочтенному Сарипутте. Он обменялся с ним вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями сел рядом и сказал, так как же, друг Сарипутта, существует ли Тадхагата после смерти? Друг, благословенный не утверждал, что Тадхагата существует после смерти. В таком случае, друг Сарипутта, Тадхагата не существует после смерти? Друг, благословенный не утверждал, что Тадхагата не существует после смерти. Так выходит ли, друг Сарипутта, что Татхагата и существует и не существует после смерти? Друг, благословенный не утверждал, что Татхагата и существует и не существует после смерти? Значит, друг Сарипутта, Татхагата не существует, не не существует после смерти? Друг, благословенный не утверждал ли такого, что Татхагата не существует, не не существует после смерти? Как такое может быть, друг Сарипутта? Будучи спрошенным, так как же, друг Сарипутта, существует ли Татхагата после смерти? Не существует после смерти? И существует и не существует после смерти? Не существует, и не существует после смерти? Каждый раз ты отвечал, друг, благословенный не утверждал, что это так. Так в чем же условие и причина, друг Сарипутта, что благословенный не утверждал, что это так? Друг, только тот, кто не знает и не видит форму в соответствии с действительностью, только тот, кто не знает и не видит ее происхождение, ее исчезновение, и путь, ведущий к ее исчезновению, думает так, Татхагата существует после смерти или Татхагата не существует после смерти или Татхагата и существует и не существует после смерти или Татхагата не существует, не не существует после смерти. Только тот, кто не знает и не видит чувства. Только тот, кто не знает и не видит восприятия. Только тот, кто не знает и не видит формации ума. Только тот, кто не знает и не видит сознание в соответствии с действительностью. Только тот, тот, кто не знает и не видит его происхождение, его исчезновение, и путь, ведущий к его исчезновению, думает так, Татхагата существует после смерти или Татхагата не существует после смерти или Татхагата и существует и не существует после смерти или Татхагата не существует, не не существует после смерти. Но, друг, тот, кто знает и видит форму, чувство, восприятие, формации ума, сознание в соответствии с действительностью, кто знает и видит его происхождение, его исчезновение, и путь, ведущий к его исчезновению, тот не думает так, Татхагата существует после смерти. Татхагата не существует, не не существует после смерти. Вот в чем, друг, причины и условий, почему благословенный не утверждал, что это так. Татья Сарипутта Кадхита Сутта, Сарипутта и Кадхита 3. СН 44.5. Однажды достопочтенный Сарипутта и достопочтенный Махакадхита пребывали в Варанасе валением парки Васипатани. И тогда, вечером, достопочтенный Махакадхита вышел из затворничества и отправился к достопочтенному Сарипутте. Он обменялся с ним вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями сел рядом и сказал, так как же, друг Сарипутта, существует ли Татхагата после смерти? Друг, благословенный не утверждал, что Татхагата существует после смерти. В таком случае, друг Сарипутта, Татхагата не существует после смерти? Друг, благословенный не утверждал, что Татхагата не существует после смерти. Так выходит ли, друг Сарипутта, что Татхагата и существует и не существует после смерти? Друг, благословенный не утверждал, что Татхагата и существует и не существует после смерти. Значит, друг Сарипутта, Татхагата не существует, ни не существует после смерти? Друг, благословенный не утверждал ли такого, что Татхагата не существует, ни не существует после смерти? Как такое может быть, Друг Сарипутта? Будучи спрошенным, так как же, Друг Сарипутта, существует ли Татхагата после смерти? Не существует после смерти? И существует и не существует после смерти? Не существует, не не существует после смерти? Каждый раз ты отвечал, Друг, благословенный не утверждал, что это так. Так в чем же условие и причина, Друг Сарипутта, что благословенный не утверждал, что это так? Друг, тот, кто не лишен жажды к форме, кто не лишен хотения, любви, желания, влечения, страсти к форме, тот думает так, Татхагата существует после смерти или Татхагата не существует после смерти или Татхагата и существует и не существует после смерти или Татхагата не существует, не не существует после смерти. Тот, кто не лишен жажды к чувству. Тот, кто не лишен жажды к восприятию. Тот, кто не лишен жажды к формациям ума. Тот, кто не лишен жажды к сознанию. кто не лишён хотенья, любви, желания, влечения, страсти к сознанию, тот думает так, Татхагата существует после смерти или Татхагата не существует после смерти или Татхагата и существует и не существует после смерти или Татхагата не существует, не не существует после смерти. Но, друг, тот, кто лишён жажды к форме, чувству, восприятию, формациям ума, сознанию, кто лишён хотенья, любви, желания, влечения, страсти к сознанию, Тот не думает так, Татхагата существует после смерти или Татхагата не существует после смерти или Татхагата и существует и не существует после смерти или Татхагата не существует, ни не существует после смерти. Вот в чем, друг, причины и условий, почему благословенный не утверждал, что это так. Читтутха Сарипутта Кадхита Сутта, Сарипутта и Кадхита, 4. СН 44.6. Однажды Достопочтенный Сарипутта и Достопочтенный Махакодхита пребывали в Варанайсе в Оленьем Парке в Исипатане. И тогда, вечером, Достопочтенный Сарипутта вышел из затворничества и отправился к Достопочтенному Махакодхите. Он обменялся с ним вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями сел рядом и сказал, так как же, друг Кадхита, существует ли Татхагата после смерти? Друг, благословенный не утверждал, что Татхагата существует после смерти. В таком случае, друг Кадхита, Татхагата не существует после смерти? Друг, благословенный не утверждал, что Татхагата не существует после смерти. Так выходит ли, друг Кадхита, что Татхагата и существует и не существует после смерти? Друг, благословенный не утверждал, что Татхагата и существует и не существует после смерти. Значит, друг Кадхита, Татхагата не существует, ни не существует после смерти? Друг, благословенный не утверждал ли такого, что Татхагата не существует, ни не существует после смерти? Как такое может быть, друг Катхита? Будучи спрошенным, так как же, друг Катхита, существует ли Татхагата после смерти? Не существует после смерти, и существует и не существует после смерти? Не существует, ни не существует после смерти? Каждый раз ты отвечал, Друг, благословенный не утверждал, что это так. Так в чем же условие и причина, друг Катхита, что благословенный не утверждал, что это так? Наслаждение совокупностями. Друг, только тот, кто наслаждается формой, ищет наслаждение в форме, радуется форме, и не знает и не видит в соответствии с действительностью прекращения формы, думает так, Татхагата существует после смерти или Татхагата не существует после смерти или Татхагата и существует и не существует после смерти или Татхагата не существует не не существует после смерти. Только тот, кто наслаждается чувством, восприятием, формациями ума, сознанием, ищет наслаждение в сознании, радуется сознанию и не знает и не видит в соответствии с действительностью прекращения сознания, думает так, Татхагата существует после смерти. Татхагата не существует, не не существует после смерти. Но, друг, тот, кто не наслаждается формой, не ищет наслаждения в форме, не радуется форме, и кто знает и видит в соответствии с действительностью прекращения формы, тот не думает так, Татхагата существует после смерти. Татхагата не существует, не не существует после смерти. Тот, кто не наслаждается чувством. Тот, кто не наслаждается восприятием. Тот, кто не наслаждается формациями ума. Тот, кто не наслаждается сознанием, не ищет наслаждения в сознании, не радуется сознанию, и кто знает и видит в соответствии с действительностью прекращения сознания, тот не думает так, Татхагата существует после смерти. Татхагата не существует, не не существует после смерти. Вот в чем, друг, причины и условий, почему благословенный не утверждал, что это так? Наслаждение существованием. Но, друг, есть ли другой метод объяснения того, почему благословенный не утверждал, что это так? Есть, друг. Только тот, кто наслаждается существованием, ищет наслаждение в существовании, радуется существованию и не знает и не видит в соответствии с действительностью прекращения и существования, думает так, Татхагата существует после смерти или Татхагата не существует после смерти или Татхагата и существует и не существует после смерти или Татхагата не существует, и не существует после смерти. Но, друг, тот, кто не наслаждается существованием, не ищет наслаждения в существовании, не радуется существованию, и кто знает и видит в соответствии с действительностью прекращения существования, тот не думает так, Татхагата существует после смерти. Татхагата не существует, не не существует после смерти. Наслаждение цеплянием. Есть, друг. Только тот, кто наслаждается цеплянием, ищет наслаждение в цеплянии, радуется цеплянию и не знает и не видит в соответствии с действительностью прекращения цепляния, думает так, Тадхагата существует после смерти или Тадхагата не существует после смерти или Тадхагата и существует и не существует после смерти или Тадхагата не существует, не не существует после смерти. Но, друг, тот, кто не наслаждается цеплянием, не ищет наслаждения в цеплянии, не радуется цеплянию, и кто знает и видит в соответствии с действительностью прекращения цепляния, тот не думает так, Татхагата существует после смерти. Татхагата не существует, не не существует после смерти. Наслаждение жаждой есть, друг. Только тот, кто наслаждается жаждой, ищет наслаждение в жажде, радуется жаждой и не знает и не видит в соответствии с действительностью прекращения жажды, думает так, Татхагата существует после смерти или Татхагата не существует после смерти или Татхагата и существует и не существует после смерти или Татхагата не существует, ни не существует после смерти. Но, друг, тот, кто не наслаждается жаждой, не ищет наслаждения в жажде, не радуется жажде, и кто знает и видит в соответствии с действительностью прекращения жажды, тот не думает так, Татхагата существует после смерти. Татхагата не существует, ни не существует после смерти. Иной метод. Друг Сарипутта, зачем тебе нужно что-либо помимо этого? Друг Сарипутта, когда монах освободился посредством уничтожения жажды, нет круговертий совокупности за счет которой его можно было бы описать. Макгаллана сутта, Макгаллана. СН 44.7. И тогда странник Вачхаготта подошел к достопочтенному Махамакгаллане и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал достопочтенному Махамакгаллане, так как же, мастер Макгаллана, мир вечен? Вачха, благословенно ли не утверждал, что мир вечен? В таком случае, мастер Макгаллана, мир не вечен? Вачха, благословенно ли не утверждал и такого, что мир не вечен? Тогда как же, мастер Макгаллана, мир ограничен? Вачха, благословенно ли не утверждал, что мир ограничен? В таком случае, мастер Макгаллана, мир безграничен? Вачха, благословенно ли не утверждал и такого, что мир безграничен? Тогда как же, мастер Макгаллана, душа и тело, это одно и то же? Вачха, благословенно не утверждал, что душа и тело, это одно и то же? В таком случае, мастер Макгаллана, душа это одно, а тело, иное? Вачха, благословенно не утверждал и такого, что душа это одно, а тело, иное? Тогда как же, мастер Макгаллана, Татхагата существует после смерти? Вачха, благословенно не утверждал, что Татхагата существует после смерти? В таком случае, мастер Макгаллана, Татхагата не существует после смерти? Вачха, благословенный не утверждал, что Татхагата не существует после смерти? Так выходит ли, мастер Макгаллана, что Татхагата и существует и не существует после смерти? Вачха, благословенный не утверждал, что Татхагата и существует и не существует после смерти? Значит, мастер Макгаллана, Татхагата не существует, не не существует после смерти? Вачха, благословенно не утверждал и такого, что Татхагата не существует, не не существует после смерти. Мастер Макгаллана, в чем условия и причина, почему, когда странникам привержен семенных учений задают такие вопросы, они дают такие ответы как, мир вечен или мир не вечен, душа и тело суть одно или душа, это одно, а тело, иное, Татхагата существует после смерти или Татхагата не существует после смерти или Татхагата и существует и не существует после смерти или Татхагата не существует. не не существует после смерти. И в чем условие и причина, почему, когда отшельнику готами задают такие вопросы, он не дает таких ответов? Вачха, странники-приверженцы иных учений считают глаз таковым, это, мое, я таков, это мое я. Они считают ухо, нос, язык, тело. Сознание таковым, это, мое, я таков, это мое я. Вот почему, когда странникам-приверженцам иных учений задают такие вопросы, они дают такие ответы как, мир вечен. Тадхагата не существует, не не существует после смерти. Но, Вачха, Тадхагата, Арахант, полностью просветленный, считает глаз таковым, это не мое, я не таков, это не мое я. Он считает ухо, нос, язык, тело. Сознание таковым, это не мое, я не таков, это не мое я. Вот почему, когда Тадхагате задают такие вопросы, он не дает таких ответов. И тогда странник Вачхагота встал со своего сиденья и отправился к благословенному. Он обменялся с благословенным вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сказал ему, так как же, мастер Гатама, мир вечен. Тадхагата не существует, не не существует после смерти. Вачха, я не утверждал и такого, что, Тадхагата не существует, не не существует после смерти. Мастер Гатама, в чем условие и причина, почему, когда странникам-приверженцам иных учений задают такие вопросы, они дают такие ответы как, мир вечен. Татхагаты не существует, не не существует после смерти. И в чем условие и причина, почему, когда отшельнику гатами задают такие вопросы, он не дает таких ответов? Вачха, странники-приверженцы иных учений считают глаз таковым, это, мое, я таков, это мое я. Они считают уха, нос, язык, тело. Сознание таковым, это, мое, я таков, это мое я. Вот почему, когда странникам-приверженцы иных учений задают такие вопросы, они дают такие ответы как, мир вечен. Татхагаты не существует, не не существует после смерти. Но, Вачха, Татхагата, Арахант, полностью просветленный, считает глаз таковым, это не мое, я не таков, это не мое я. Он считает уха, нос, язык, тело. Сознание таковым, это не мое, я не таков, это не мое я. Вот почему, когда Татхагати задают такие вопросы, он не дает таких ответов. Удивительно, мастер Гатама. Поразительно, мастер Гатама, как объяснение смысла используемой фразой учителя и ученика совпадают и согласуются друг с другом, не расходятся в отношении главного вопроса. Только что, мастер Гатама, я подходил к отшельнику Макгаллане и расспросил его о том же самом. Мастер Макгаллана объяснил мне суд точно так же, в тех же терминах и фразах, что и мастер Гатама. Удивительно, мастер Гатама. Поразительно, мастер Гатама, как объяснение смысла используемой фразой учителя и ученика совпадают и согласуются друг с другом, не расходятся в отношении главного вопроса. Вачхаготта сутта, Вачхаготта. СН 44.8. И тогда странник Вачхаготта подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал благословенному, так как же, мастер Гатама, мир вечен? Вачха, я не утверждал, что мир вечен. В таком случае, мастер Гатама, мир не вечен? Вачха, я не утверждал и такого, что мир не вечен. Тогда как же, мастер Гатама, мир ограничен? Вачха, я не утверждал, что мир ограничен. В таком случае, мастер Гатама, мир безграничен? Вачха, я не утверждал и такого, такого, что мир безграничен. Тогда как же, мастер Гатама, душа и тело, это одно и то же? Вачха, я не утверждал, что душа и тело, это одно и то же. В таком случае, мастер Гатама, душа это одно, а тело, иное? Вачха, я не утверждал и такого, что душа это одно, а тело, иное. Тогда как же, мастер Гатама, Татхагата существует после смерти? Вачха, я не утверждал, что Татхагата существует после смерти. В таком случае, мастер Гатама, Тадхагата не существует после смерти? Вачха, я не утверждал, что Тадхагата не существует после смерти. Так выходит ли, мастер Гатама, что Тадхагата и существует и не существует после смерти? Вачха, я не утверждал, что Тадхагата и существует и не существует после смерти. Значит, мастер Гатама, Тадхагата не существует, не не существует после смерти? Вачха, я не утверждал и такого, что Тадхагата не существует, ни не существует после смерти. Мастер Гатама, в чём условие и причина, почему, когда странникам приверженцем иных учений задают такие вопросы, они дают такие ответы как, мир вечен или мир не вечен, душа и тело суть одно или душа, это одно, а тело, иное, Тадхагата существует после смерти или Тадхагата не существует после смерти или Тадхагата и существует и не существует после смерти или Тадхагата не существует, ни не существует после смерти. И в чем условие и причина, почему, когда мастер Гатами задает такие вопросы, он не дает таких ответов? Вачха, странники-приверженцы иных учений считают, что форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится внутри формы. Они считают, что чувство, восприятие, формации, сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится в сознании. Вот почему, когда странникам приверженцем иных учений задают такие вопросы, они дают такие ответы как «Мир вечен». Тадхагата не существует, не не существует после смерти. Но, Вачха, Тадхагата, Арахант, полностью просветленный не считает, что форма – это я. Когда Тадхагате задают такие вопросы, он не дает таких ответов. И тогда странник Вачхагота встал со своего сидения и отправился к достопочтенному Махамагалане. Он обменялся с достопочтенным Махамагаланой вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сказал ему, «Так как же, мастер Махагалана, мир вечен. Тадхагата не существует, не не существует после смерти?» Мир вечен. Татхагата не существует, ни не существует после смерти. И в чем условие и причина, почему, когда отшельнику Гатами задают такие вопросы, он не дает таких ответов? Удивительно, мастер Макгаллана. Поразительно, мастер Макгаллана, как объяснение смысла используемой фразой учителя и ученика совпадают и согласуются друг с другом, не расходятся в отношении главного вопроса. Только что, мастер Макгаллана, я подходил к отшельнику Гатами и расспросил его о том же самом. Отшельник Гатама объяснил мне сут точно так же, в тех же терминах и фразах, что и мастер Макгаллана. Удивительно, мастер Макгаллана. Поразительно, мастер Макгаллана, как объяснение смысла используемой фразой учителя и ученика совпадают и согласуются друг с другом, не расходятся в отношении главного вопроса. Кутуха Ласала Сутта, зал для ведения дебатов. СН 44.9. И тогда странник Вачхаготта отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал Благословенному, на днях, мастер Гатама, несколько отшельников, брахманов и странников-приверженцев разных учений собрались в зале для ведения дебатов, и, по мере того, как они сидели там, у них возникла такая беседа, этот Пуран Акассапа, предводитель ордена, предводитель группы, наставник группы, знаменитый и известный духовный учитель, которого многие считают святым, заявляют о перерождении скончавшегося и умершего ученика. Так, этот переродился здесь, а тот переродился там. А в случае с учеником, который был личностью наивысшего порядка, высочайшим человеком, достигшим величайшего достижения, то, когда такой ученик умер и скончался, он также заявляет о его перерождении. Так, этот переродился здесь, а тот переродился там. Этот Макхали Гасала. Этот Нигантханатапутта. Этот Санджабилатхипутта. Хипутта. Этот Пакутха Кичьяна. Этот Аджита Кисакамбале, предводитель ордена, предводитель группы, наставник группы, знаменитый и известный духовный учитель, которого многие считают святым, заявляет о перерождении скончавшегося и умершего ученика. Так, этот переродился здесь, а тот, переродился там. А в случае с учеником, который был личностью наивысшего порядка, высочайшим человеком, достигшим величайшего достижения, то, когда такой ученик умер и скончался, он также заявляет о его перерождении. Так, этот переродился здесь, а тот, переродился там. Этот отшельник Гатама, предводитель ордена, предводитель группы, наставник группы, знаменитый и известный духовный учитель, которого многие считают святым, заявляет о перерождении скончавшегося и умершего ученика. Так, этот переродился здесь, а тот, переродился там. Но в случае с учеником, который был личностью наивысшего порядка, высочайшим человеком, достигшим величайшего достижения, то, когда такой ученик умер и скончался, он не заявляет о его перерождении так, этот переродился здесь, а тот, переродился там. Вместо этого он говорит о нем, отрезав жажду, разрубив путы и полностью пробившись сквозь самомнение, он положил конец страданиям. Замешательство возникло во мне, мастер Готама, появилось сомнение, как же понять Дхаму отшельника Готамы? Само собой разумеется, вачха, что ты в замешательстве, само собой разумеется, что ты в сомнениях. Сомнения возникло в тебе в отношении трудного вопроса. Я заявляю о перерождении, вачха, в отношении того, кто не лишен топлива, но не в отношении того, кто лишен топлива. Подобно тому, как огонь горит, покуда есть топливо, но не горит, когда его нет, то точно так же, вачха, я заявляю о перерождении в отношении того, кто не лишен топлива, но не в отношении того, кто лишен топлива. Мастер Готама, когда пламя подхвачено ветром и перемещается, то, что мастер Гатама считает его топливом в этом случае? Когда, вачха, пламя подхвачено ветром и перемещается, то я утверждаю, что оно питается ветром. В этом случае ветер является его топливом. Мастер Гатама, когда существо оставило это тело, но еще не переродилось в другом теле, то, что мастер Гатама считает его топливом в этом случае? Когда, вачха, существо оставило это тело, но еще не переродилось в другом теле, то я утверждаю, что оно питается жаждой. В этом случае жажда является его топливом. Ананда сутта, Ананда. СН 44.10. И тогда странник Вачхаготта отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал Благословенному, так как же, мастер Гатама, существует ли яд? Когда так было сказано, Благословенный ничего не ответил. В таком случае, мастер Гатама, я не существует? И во второй раз Благословенный ничего не ответил. Тогда странник Вачхаготта поднялся со своего сидения и ушел. Затем, вскоре после того, как странник Вачхаготта ушел, достопочтенный Ананда обратился к Благословенному. Почему, учитель, когда Благословенному задал вопрос странник Вачхаготта, Благословенный ничего не ответил? Если бы, Ананда, будучи спрошенным странником Вачхаготты так, существует ли я, я бы ответил, я существует, то такой ответ поддержал бы тех отшельников и жрецов. которые являются этерналистами. А если бы, будучи спрошенным странником вачхаготты так, существует ли я, я бы ответил, я не существует, то такой ответ поддержал бы тех отшельников и жрецов, которые являются аннигилиционистами. Если бы, Ананда, будучи спрошенным странником вачхаготты так, существует ли я, я бы ответил, я существует, то разве такой ответ согласовывался бы с появлением у меня знание о том, что все феномены безличностны? Нет, учитель. А если бы, будучи спрошенным странником Вачхаготты так, я не существует, я бы ответил «я не существует», то тогда странник Вачхаготта, будучи сбитым с толку уже тогда, впал бы в еще большее замешательство, думая, так выходит, то самое я, которое у меня было прежде, теперь не существует. 1. 1. По заметке достопочтенного Бодхи, здесь, вероятно, речь идет о том, что Вачхаготта истолковал бы отрицательный ответ Будды как отрицание своей эмпирической личности, которую он соотносил со своим «я», опираясь на те или иные воззрения самости. Следует быть весьма осмотрительными с двумя причинами, по которым Будда не утверждает «я не существует». Он не делает такого утверждения не потому, что признает некую трансцендентную личность, или «я», как предполагают некоторые толкователи, и не потому, что, якобы, его волнует только стратегия восприятия, не учитывающая антологических утверждений, как полагают другие, но потому что, а, подобные выражения использовались аннигиляционистами, а Будда не хотел, чтобы его учение было похоже на их, а также, б, потому что он не хотел, чтобы человек, привязанный к идее «я» запутался бы еще больше. Будда утверждает, что все феномены безличностны, саббит хама анатта, что означает, что если кто-либо будет искать «я» где-либо, то не сможет обнаружить его. Поскольку все феномены включают в себя и обусловленные и необусловленные феномены, то это исключает возможность существования абсолютно трансцендентного, невыразимого и неописуемого «я». Сабхия Качана сутта, Сабхия Качана. СН 44.11. Однажды достопочтенный Сабхия Качана пребывал в натике в кирпичной зале. И тогда странник Вачхаготта подошел к достопочтенному Сабхия Качане и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал, так как же, мастер Качана, существует ли Татхагата после смерти? Вачха, благословенный не утверждал, что Татхагата существует после смерти. В таком случае, мастер Качана, Татхагата не существует после смерти? Вачха, благословенный не утверждал, что Татхагата не существует после смерти. Так выходит ли, мастер Качана, что Татхагата и существует и не существует после смерти? Вачха, благословенный не утверждал, что Татхагата и существует и не существует после смерти? Значит, мастер Качана, Татхагата не существует, не не существует после смерти? Вачха, благословенный не утверждал ли такого, что Татхагата не существует, не не существует после смерти? Как такое может быть, мастер Качана? Будучи спрошенным, так как же, мастер Качана, существует ли Татхагата после смерти? Не существует после смерти, и существует и не существует после смерти? Не существует, не не существует после смерти? Каждый раз вы отвечали, Вачха, благословенный не утверждал, что это так. Так в чем же условие и причина, мастер Качана, что благословенный не утверждал, что это так? Вачха, что касается условия и причины, по которой можно было бы описать его как состоящего из формы или бесформенного или как имеющего восприятия или не имеющего восприятия или как не имеющего, не не имеющего восприятия, если бы эти условия и причина полностью бы прекратились без остатка, то каким бы образом кто-либо мог бы описать его как состоящего из формы или бесформенного, или как имеющего восприятия или не имеющего восприятия, или как не имеющего, не не имеющего восприятия? Давно ли вы получили монашеское посвящение, мастер Качана? Не так давно, друг. Три года как. Тот, друг, кто достиг столь многого за такое время, и в самом деле достиг многого, не говоря уж о том, кто добился еще большего.